В 20-х числах марта и средом по традиции, как правило, в этом прекрасном зале и, как правило, конференцию открывает профессор, корректор по научной работе Константин Владимирович Семкин. Сегодня он, к сожалению, не может лично присутствовать или ему не удалось подключиться к интернету, но он звонил, звонил накануне и посылает самые тёплые слова приветствия участникам и желает на своей конференции удачной платформы работы. И мне остаётся присоединиться к его словам и открыть 23-ю международную научную конференцию «Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы в России». Екатерина Далькова, Ирина Вячеслава Небрежневой, заведующий отделом издания рукописи Библиотеки Московской инфратории, кандидат из-за поведения Павел Тенченко. Большое спасибо. Я приветствую всех присутствующих, гостей, докладчиков. И наша конференция «Утреннее заседание» откроет доклад Ерофеевой Галины Игоревны, научного сотрудника Благотворительного фонда возрождения Брасовского имения, соискателя Брянского государственного университета имени Аршипа Ивановича Петровского. Тема доклада Сергея Васильевича и Наталья Александровна Рахманинова в имении Брасова великого князя Михаила Александровича по материалам «Школы славянских и восточно-европейских поселений». Сергей Васильевич Рахманинов — талантливый русский композитор, пианист, дирижёр. По роду своей деятельности он был знаком с многими известными людьми. Среди почитателей его таланта были члены императорской семьи. Известная переписка Сергея Васильевича с принцессой Еленой Саксон-Альтенбургской. Елена Георгиевна являлась президентом императорского русского музыкального общества. Дружеские отношения связали Сергея Васильевича и с великим князем Михаилом Александровичем. Это брат императора Николая II и его супругой Натальей Сергеевной Брасовой. Неизвестно, каким образом состоялась знакомство Сергея Васильевича и Натальи Сергеевны Брасовой. Возможно, через её первого мужа, Сергея Ивановича Мамонтова. Рахманинов и Мамонтов были учениками Сергея Таниева. Нужно сказать, что Наталья Александровна Рахманинова, рождённая Сатина, так же, как и Сергей Иванович Мамонтов, училась в Московской консерватории в классе Пауля Папста. И Мамонтов с 1906 года служил пианистом в оркестре Большого театра, куда его рекомендовал именно Сергей Васильевич Рахманинов. Ну и опять же, Сергей Иванович Мамонтов был двоюродным племянником Ивановича Мамонтова. В 1897 году по приглашению Савы Мамонтова Рахманинова стал вторым режиссёром Московской частной оперы. Там же он познакомился с Фёдором Ивановичем Шаляпиным. А Наталья Сергеевна Брасова, она очень дружила с Сергеем Ивановичем Шаляпиным. Таким образом, общие связи, общие интересы, поэтому знакомство в конечном счёте состоялось. В семье Рахманиновых росли дочери. Старшая Ирина была ровесницей дочери Натальи Сергеевны Брасовой от первого брака Натальи Мамонтовой, поэтому дружили с семьями. Мы сами видим Наталья Мамонтова, падчерица великого князя. В письмах к великому князю Наталья Сергеевна Брасова супруга неоднократно упоминает семью Рахманинова. Её письма находятся в Гарфе, ну вот буквально несколько строк из её писем. Письмо за 1909 год. После завтрака поехала с Таткой, так она называла дочь, на урок к Рахманинову. У них очень милые девочки. В особенности маленькая, толстая, совершенно блондинка, с голубыми глазами, хорошенькая и вместе с тем похожая на Рахманинова. Урок прошёл довольно удачно. Она имела в виду дочь Татьяну Сергея Васильевича. Или, например, из письма Натальи Сергеевны от 1910 года. Сегодня обедает у нас Наталья Александровна Рахманинова. Или, например, в доме будет также новая девушка. Я наняла то, что прислали Рахманиновы. Патчерица великого князя Наталья Мамонтова, замужественной жалье, она эмигрировала. В 1940 году она издала воспоминания, где также есть строки и о Рахманиновых. В Пузиму, это 1910-1911, меня тоже учили танцы. Моя мама была большой подругой Рахманинова и его жены. И я часто ходила к ним домой на уроки танцев. Их дочь Ирина была, по-моему, немного старше меня. И мне там очень нравилось. Ну вот нужно сказать, что великий князь Михаил Александрович любил музыку. Он с удовольствием посещал театр, балет, оперу. Он играл на нескольких музыкальных инструментах. Флейта, пианино, гитара. Вот, в частности, он брал уроки игры на гитаре у Антонио Доминичо. Это итальянский гитарист, композитор. В 1900 году он приехал в Россию. Музыкальные предпочтения великого князя были разнообразны. Помимо классической музыки он слушал эстрадную музыку. Он любил Плевицкую, Вяльцеву. И большим желанием Натальи Сергеевны было познакомить великого князя Сергея Васильевича. Опять же, неизвестно, когда именно состоялась встреча великого князя Рахманинова, но, предположительно, в марте 1910 года. Таким образом, супруги Рахманиновы получили приглашение посетить имение Брасова великого князя Михаила Александровича. Нужно отметить, что помимо музыкальной деятельности Сергей Васильевич серьёзно увлекался сельским хозяйством. Имение Ивановка — яркий тому пример. Он также издаёт воспоминания и буквально несколько строк. В каждом русском есть тяга к земле. Больше, чем у какой-либо другой нации. В 16 лет, вплоть до момента, когда я покинул Россию, целых 28 лет я и жил в Ивановке. Я очень увлекался ведением хозяйства. Я прилежно работал зимой, концертами делал деньги, а летом большую часть их клал в землю. Улучшал и управление, и живой инвентарь машины. В начале 1914 года не дошёл до своего предела мечты. А мечта — это была покупка сильного американского трактора. Но мечта не осуществилась. Начинается Первая мировая война. Нужно сказать, что великий князь Михаил Александрович являлся крупнейшим землевладельцем Российской империи. Поместья великого князя представляли собой прекрасный пример передового усадебного хозяйства конца XIX, первой четверти XX столетия. И самым значительным по площади среди владений великого князя было Брасовское имение Орловской губернии. В настоящее время это Брянская область. Нужно сказать, что Брасовское имение на протяжении более чем 140 лет принадлежало дворянам Апраксинам. На данной конференции я поняла, что есть доклад итальянской оперы в театре Степана Степановича Апраксина. Это как раз второй владелец имения Брасова. И постройки усадьбы именно периода Апраксина сохранились в настоящее время. Там располагается коррекционная школа. В поместье Брасова на научной основе велось лесоразведение, были заложены питомники. Особого внимания заслуживает постановку опытного дела. Оно носило передовой характер. При опытных полях была сельскохозяйственная лаборатория, было несколько метеорологических станций. Имение сотрудничало с образовательными учреждениями. В нём проходили практику студенты. И вот, например, среди практикантов, которые посетили Брасово, был на тот момент никому неизвестный студент третьего курса Николай Иванович Вавилов, известный в будущем генетик. И, что интересно, в имении был музей технической направленности. Это редкое явление для усадеб начала XX века. И я думаю, что Сергей Васильевич Рахманин был заинтересован в посещении именно этого имения. И поездка в Брасово дала ему прекрасную возможность познакомиться с передовыми методами экономически выгодного содержания имения. Значит, поездка состоялась летом 1911 года. Об этом свидетельствуют сохранившиеся альбомы с фотографиями. Значит, один из альбомов, он принадлежал семье Рахманиновых. Он находится в Национальном музее музыки. А два других, на которых и будет строиться мой доклад, принадлежали Наталье Сергеевне Брасовой. Значит, альбомы находятся в школе славянских и восточноевропейских исследований университетского колледжа Лондона. Супруги Рахманиновы посетили имение в Розе. Наталья Александровна в июне, а Сергей Васильевич в июле 1911 года. Ну и, собственно, теперь мы обратимся к этим альбомам. Хочу сказать, что многие снимков, сделанные великим князем лично, среди его увлечений было занятие фотографией. Значит, Наталья Александровна Рахманинова приезжает в имение 15 июня 1911 года. То есть эти альбомы хороши тем, что мы знаем точную дату их приезда, потому что альбом, который находится в Национальном музее музыки, он не датирован. То есть там дают только приблизительные даты, а здесь я уже знаю точное время приезда. Жизнь в усаде имела свои преимущества и была разнообразна. Пикники, катание на лодке, ездание на лысой феде, рыбалка и многое-многое другое. Ну вот, извините, так. Наталья Александровна Рахманинова, великий князь Михаил Александрович. Это 25 июня. Вот урожай, не знаю, конец июня, что может созревать? Может быть, земляника, может быть, красная смородина? Прыжопник, да. Конечно, снимались и в главном усадебном доме. Автором усадебного дома является известный архитектор Андрей Иван Штекеншнейдер. К сожалению, дом не сохранился. В 1943 году он сгорел в войну. И, собственно говоря, здесь вот группа. Это великий князь, рядышком супруга Наталья Сергеевна Брасова и прайне Наталья Александровна Рахманинова. Они сняты на фоне известной картины Моллера «Моисей». Картина находится в Орловском музее изобразительных искусств. К усадебным развлечениям относились всевозможные игры, не только салонные, но и подвижные, на свежем воздухе. Популярной игрой была крокет. Великий князь любил играть в крокет. Вот мы видим тоже снимок Натальи Александровны вместе с Натальей Сергеевной Брасовой. Вот у неё в руках молоток для крокета, рядышком с великим князем. Конечно же, застолья, обед — это непременно атрибут усадебного бытования. Вот общая группа, компания. Поездки ближней и дальней также составляли одну из приятнейших сторон усадебной жизни. Вот снялись они в профиль. Где здесь Наталья Александровна, я не знаю. А вот группа в лодке, вы видите, крайняя Наталья Александровна Рахманинова. И заслуживает внимания фигура мужчины. Вот на заднем плане — это Густав Адольфович Бантле. Он более 20 лет заведовал лесами имения великого князя. Он проживал в Слободе-Лтухово. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что это родина Анастасии Дмитриевны Вяльцевой. Сейчас это Навлинский район Брянской области. Нужно сказать, что там открыли музей Вяльцевой. Он находится прямо в здании Жизнодорожной станции. И в прошлом году заложили мемориальный знак в её честь, разбили сквер. Ну и разбили тоже сквер. И мемориальный знак заложили в честь начальника охоты Брасовского имения. Последний день пребывания Натальи Александровны Рахманиной в Брасово — это 28 июня 1911 года. То есть в общей сложности она была в имении около двух недель. Ну, значительный срок. И далее, 14 июня в имение приезжает её супруг Сергей Васильевич Рахманинов. Сами видим. Он рядом с великим князем сфотографирован. И ребёнок в колясочке — это сын великого князя, граф Георгий Михайлович Брасов. Мальчику около года здесь. Ну, далее мы видим дружеский обед. Вот он в профиль Сергея Васильевича Рахманинов сидит. В этот же день Сергею Васильевичу показывают окрестности производственного объекта имения. Ну, вот на заднем фоне мы видим стога сена. Это же июль месяц, родная пора, заготовка сена идёт. Почему? Потому что одной из прибыльных статей Брасовского имения было луговодство. Вот как раз здесь вы видите на заднем плане Сергея Васильевича Рахманинов. Вот моя мышка, она там не идёт, да, получается, не видна. Если чуть-чуть туда. Вот, вот, хорошо, да? Вот, да, Сергей Васильевич Рахманинов с Брасовой, супруга великого князя. Так, значит, как тут. И вот они как бы заливные луга Брасовского имения. Вот она группа, да, отдыхающих гостей усадьбы, те, которые были на момент посещения Брасова Сергея Васильевича Рахманинова. И вот он как раз здесь держит на руках тату, падчерицу великого князя. Ну и, конечно, интересно, а что были за гости на момент его посещения? И вот хочу обратить внимание на фигуру, правильную в пальто. Это Сергей, Алексей Сергеевич Матвеев. Он происходил из купеческой семьи. Это брат известного художника Николая Матвеева. Он был усяжным поверенным, ответственный деятель. Но он был управляющим делами великого князя Михаила Александровича. То есть он входил в его близкое окружение. Он был крёстным сына великого князя. Ну и был женат на младшей сестре Натальи Сергеевны Брасовой. Вот дама у Перетти, крайняя здесь. Это вот как раз его супруга, сестра Натальи Брасовой. Мужчина в белом — это Константин Николаевич Крафт. Он также был зятем Натальи Брасовой. Он был женат на её младшей сестре Вере. А Крафт — это известная московская купеческая династия. Они занимались поставками хлопка, были в родстве с фабрикантами, чьи торговцами перлами. Ну вот, далее показывают и производственные объекты Сергея Васильевича. Вот он как раз здесь. Сейчас, извините. Ещё раз, как нет тут? А, вот сюда дальше видите. Ага. Получается. Ну я думаю, что все его узнали. Вот он здесь стоит. А вторая фотография — это оранжерея. Вот дают ему какой-то плод в руки. Не знаю, июль месяц, что там может созреть. Так. И я думаю, что именно в Брасово состояло знакомство Сергея Васильевича Рахманинова с известным русским учёным, агрономом Иваном Николаевичем Клингеном. Вот он находится на первом плане, фигура, да, в чёрном костюме. А Сергей Васильевич, он крайне в профиль стоит. Иван Николаевич Клинген. Вообще кто это? Это специалист по сутропическим культурам, действительно член русского географического общества, автор капитального трёхтомного труда среди патриархов земледелия. Он совершил научную экспедицию по странам Азии. Значит, Клинген работал главным агрономом, главным управлением делов. Потом он был управляющим имени Рамонь, принцессой Евгения Максимиановна Альденбургской. А с 1907 года он стал управляющим имени Великого князя. И вот как раз он здесь как управляющий в должности. И наверняка на период пребывания Сергея Васильевича Рахманинова в имени между ними были беседы касательно ведения усадебного хозяйства. Давались практические их советы, потому что опыт такого человека действительно дорогого стоил. Нужно сказать, что в дворцовом комплексе Альденбургских — это Воронежская область. Одна из экспозиций посвящена именно Ивану Николаевичу Клингену. Сергей Васильевич, ну вот тоже один из фотографий, вот запуск воздушного семея. Значит, он покинул Брасово 16 июля, и практически ровно через месяц, с августа по сентябрь, он создаёт 9 этюдов картин опуса 33 для фортепиано. К сожалению, я не знаю, как сам автор Рахманинов называл эти этюды картины, но я думаю, что всё равно пребывание Брасова навеяло вот какие-то образы. Единственное, что в письме к Респиге, это уже 1930 год, он делится своими авторскими замыслами в отношении этюдов картин опуса 39 и седьмого этюда, вот как раз интересующего меня опуса 33. Ну вот по его замыслу эта сцена, эта ярмарочная сцена. Судя по переписке, Рахманиново и Наталья Брасова поддерживали отношения далее, потому что изданы дневники Великого князя, и вот там есть неоднократно упоминание о чете Рахманиновых. Ну вот, например, 1915 год, Гатчина, из дневника. Неожиданно приехала Наталья Александровна Рахманинова, которая осталась ночевать. Наташа и Наталья Александровна Рахманинова ездили кататься к чайному домику. На тот момент как раз Сергей Васильевич давал концерты в Петрограде. Или, например, позже 15-й год, поехали на концерт Рахманинова в Малом зале консерватории. По официальной версии, Великий князь был убит в ночь с 12 на 13 июня 1918 года. Наталья Брасова эмигрировала, последние годы проживала во Франции, там и похоронена. Но, видимо, отношения с Рахманином не прекращались, потому что значительный объем документов и Великого князя, и его супруги находятся в английском архиве города Литц. Это тот архив, где находятся материалы и Бунина, и Леонида Андреева, и вообще деятелей русской культуры. Есть фонд, как я уже сказала, Великого князя, и там есть фотографии Сергея Васильевича Рахманина. Вот одна из таких фотографий мы видим, это уже период эмиграции, может быть, 20-е годы. В открытых источниках именно такой фотографии я не встречала. В заключении хотелось бы отметить, что Брасовская усадьба в 2019 году была включена в проект «Императорский маршрут». В 2021 году была проведена реконструкция партерной части усадебного парка. Сейчас это поселок Локоть, Брянская область. С 2022 года ведутся работы по сохранению исторического здания и храма Брасовского имения. В дальнейшем планируется открытие музея, но, наверное, это будет в конце 2023 года. Конечно же, в экспозиции будут размещены и фотографии пребывания Сергея Васильевича в Брасовском имении. Вот в настоящее время в честь юбилея Сергея Васильевича Рахманинова в Брянском краеведческом музее, он пурьирует вот эту тему, готовится выставка, вот так же пребывание Сергея Васильевича Рахманинова в имении. Так что милости просим на Брянскую землю. Спасибо большое. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы сейчас демонстрировали фотографии из альбомов школы? Школы или... Школы, да, конечно, школы. И именно там есть подписи. Да, да, да. Но я смотрю, что... Они очень похожи. Да, многие фотографии, они перекликаются. То есть возможно тогда датировать альбом, который находится в Российском национальном музее музыки. Значит, да, в альбом, в национальном музее музыки находится один альбом. И там скомпоновали фотографии пребывания и Натальи Александровны, и Сергея Васильевича. И поэтому там пошла путаница. То есть было решено, как бы вот они так подумали, что они вместе приезжали. А когда я получила уже доступ к этим альбомам, то там каждая фотография подписана. И там альбом отдельно с Натальей Александровной, это отдельный у них альбом. А альбом пребывания Сергея Васильевича, это уже отдельный альбом. То есть у них хранится два альбома. Вот. И Музей музыки, вот в честь выставки, которая будет в Брянском крыльеведческом музее, он разрешил привезти вот этот альбом, их альбом. И они уже, конечно, будут делать датировку, как бы, именно уже по альбомам из Лондона. Но вы планируете как-то действительно описание этих альбомов из школы? Потому что вот описание пейного альбома, оно и есть, там есть статья, посвященная этому альбому. А вот, чтобы уже можно было как-то сравнить или ещё что-то дополнить. Будет, ну, не знаю. Чтобы эти источники открыть, что есть? Я думаю, что будут. Это будет сделано обязательно. Но непосредственно вот конкретно Брянский крыльеведческий музей в ближайшее время этим не будет заниматься. Всё-таки это не его профильная тема. А когда в 2023 году откроют музей именно усадьбы Брасова, великого князя Михаила Александровича, то, конечно, будут заниматься уже прицельно всеми теми фигурами, которые связаны с усадьбой и источниками. Да. А по поводу капуста 33, вот в летописи жизни Рахманинова, они относятся к августу и… С сентябрю, да. Нет, в основном это август. Август, подпись Ивановка. Ну, я не знаю, я читала летопись Веры Борисовны. Да, и там же, именно там и ссылка на Ивановку. Да, но эти летописи, они писались без вот… Ага, то есть это возможно… Это нужно пересматривать, да, конечно, да. Это нужно сейчас поднимать этот материал и уточнять теперь, да. Очень интересно. Просто сложность в том, что найти бы, как сам Сергей Васильевич трактовал вот эти… Там ссылка на то, что автограф подписан Ивановка, число Ивановка, вот. Ну, я это больше, еще раз, получше послушаю. Интересные, конечно, факты, которые могут что-то такое нам дополнить, корректировать. Ну, вот получается, что… Да, вот смотри, нет, они не были вместе. Вот смотрите, совсем не были. Вот давайте я вам сейчас даже по-дратам скажу. Сейчас, извините. Да, это путаница. Да, сейчас я… Ну, вот если быть точным, да, вот мы уже точно говорим. Наталья Александровна была в Брасово, приехала первый день, это 15 июня 11-го года. И, соответственно… И уехала она 28 июня. Да, вот с 15 по 28 июня она там была. Сергей Васильевич приехал 14 июля. Да, посмотрите, какой огромный промежуток. И когда я стала читать письма и Топетян, и Летопись, к сожалению, нет его писем за июль месяц. Я не могу посмотреть, как он сам оценивал свое пребывание. Почему? Они должны были быть, даже посторонним лицам, пускай не между супругами была переписка. Но в силу того, что это великий князь, возможно, по идеологическим причинам Апетяных не случилось, или они были как-то утрачены. Поэтому для меня это сложно. Что он думал о своем пребывании? Это повод для дальнейшего поиска. Спасибо. Большое спасибо. 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 Ну, я их получила частным порядком. Я их получила от правой рука Натальи Сергеевны Прасовой, он из Киталии, и потом он не дал их частным порядком. Я думаю, что он мне дал все, что касаемо моего. Но однозначно я сказать не могу, это нужно ехать туда и работать. В английском архе. Поэтому могу только предполагать, как на самом деле. Попали-то они... Она увезла их с собой. Она увезла. Не Михаил Александрович. Он же был в 18-м году убит. Это... Но он был... А, нет, нет, нет. Она... Когда она умерла, то ее наследие было разделено между ее внучками. И они это... Я им очень благодарна, что они поместили это в архивы. То есть все равно как-то... Ну, как-то с тем можно работать. Да, нужно туда ехать, но все равно это какой-то доступ есть. Это не частная собственность. Конечно. Спасибо большое. Спасибо. Теперь у нас на связи в Франции. Мы хотим поприветствовать Ирину Владимировну Акимову. Здравствуйте. Доктор музыковидения. Педагог теоретических дисциплин в консерватории Шавиль. Вильдавре. Франция. Ирина Владимировна, добрый день. Приветствуем вас. Здравствуйте. Тема доклада. Письма Григория Михайловича Шнирсона Петру Сувчинскому из архивного фонда Национальной библиотеки Франции. Извините, я отключила. Вы меня продолжаете слышать? Да, все, мы вас слышим. Прекрасно. Спасибо. Спасибо. Приветствую всех участников и организаторов конференции. Особой благодарности Ирине Вячеславовне Брежневой за приглашение на участие. Анна Дмитриевна, вас благодарю за возможность технической связи. И если вы можете сейчас поставить мой первый файл к просмотру, пожалуйста. В фонде Петра Сувчинского находится 10 писем советского музыковеда, адресованное Петру Петровичу, а также несколько ответов самого Сувчинского. Предлагаемое выступление ставит целью обзор корреспонденции, начатой в ноябре 1969 года и продлившейся по апрель 1981 года. В предыдущие выступления на конференции мне доводилось рассказывать о фонде Петра Сувчинского из Национальной библиотеки Франции. Я позволю себе повториться и представить его вновь. Пётр Петрович Сувчинский является одним из ярчайших представителей русского зарубежья и ключевой фигуры петербургской музыкальной жизни начала XX века, а также артистической жизни Парижа до и послевоенного периода. Меценат, основатель и издатель журналов «Музыкальный современник» Мелос, организатор концертов современной русской музыки в петербургский период его жизни. С 1920 года он активный участник евразийского движения и после его распада в 1930 году Сувчинский полностью посвящает себя музыкальной деятельности. Автор многочисленных публикаций во французских музыковедческих журналах таких как «Музыкальный журнал», «Музыка», «Контрапункты», «Музыка и её современные проблемы», «Журнал музыковидения». Он инициатор проекта исследований о русской музыке, а также серии книг и концертов под названием «Домен мюзикяль» «Музыкальный мир». Сувчинский был другом и сотрудником многих русских и европейских музыкантов Асафьева, Стравинского, Прокофьева, Месковского, Булеза, Штакхаузна, Ами и поэта Шара. Фонд Петра Сувчинского поступил в Национальную библиотеку в 1986 году, год спустя после его кончины, благодаря дару Марианны Сувчинской, вдовы Петра Петровича. К этим уже известным данным я хочу добавить, что год назад сотрудникам библиотеки удалось завершить объёмную работу, длившуюся в течение нескольких лет, по разбору, расшифровке и инвентаризации большого количества документов фонда, в частности, связанных с евразийским движением, находящихся в библиотеке с момента их выступления в 1986 году. Перейду непосредственно к письмам Григория Михайловича Шнерсона. Анна Дмитриевна, если можете вставить второй файл, и это будет второй и последний до моего выступления. Спасибо. Из первого письма Григория Михайловича от 12 ноября 1969 года становится ясным, что оба корреспондента знакомы. Цитирую. «Я не уверен, что вы помните моё имя. В конце 40-х мы с вами переписывались, и через моё посредство был налажен контакт с вами, Сергея Сергеевича Прокофьева. Я тогда заведовал музыкальным отделом Всесоюзного общества культурной связи за границей». В письме Прокофьева от 27 декабря 1947 года адресованному Сувчинскому подтверждается их заобщное общение. «От Шнерсона я знаю, что вы сотрудничаете с Воксом, чему я очень рад». В ноябре 1969 года Шнерсон обращается к Сувчинскому с просьбой описать сотрудничество Петра Петровича с Николаем Мисковским над оперой «Идиот». Поводом для его просьбы послужила книга его друга и коллеги Кунина Иосифа Филипповича «Мисковский. Жизнь и творчество» в письмах, воспоминаниях, критических отзывах 1969 года, выпущенной издательством «Советский композитор». Была ли книга выслана с письмом или приобретена Сувчинским ранее этого непонятного из письма? Шнерсон ссылается на 83-84 страницы этой книги, на которых автор монографии описывается начало работы над опера «Идиот». Сувчинский представлен Кунином как участник изданий «Музыкальный современник» и вместе с Асафьевым «Мелос». Кунин приводит цитаты из дневников Мисковского от 27 апреля 1918 года. Думаем Сувчинским над «Идиотом». Также цитируются его письма, письма Мисковского-Держановскому от 3 мая 1918 года. Я позволю себе их процитировать. «Я нашёл сотрудника, лучше которого у меня никогда не будет. Во-первых, все наши планы исключительно совпадали. Во-вторых, это русский, страшно понимающий, чующий Достоевского. В-третьих, с большим литературным вкусом и дарованием. В-четвёртых, с огнём в душе. В-пятых, с искренним и даже преувеличенным интересом к моим музыкальным упражнениям. У нас уже всё обдумано». Кунин заключает, что замысел остался неосуществлённым, имевшиеся наброски, несомненно, уничтожены самим автором. Поэтому Григорий Михайлович Шнейрсон пытается восстановить подробности их сотрудничества и формулирует Сувчинскому следующие вопросы. «Был ли написан либретто до конца? Как велась работа? Совместно или нет? Если не либретто то сценарий, сохранился ли? Слышали ли вы наброски музыки? Никто, кроме вас, не сможет пролить свет на эту малоизвестную страницу биографии Николая Яковлевича?» Сувчинский откликнется над просьбой Шнейрсона, о чём последний благодарит его в следующем письме от 21 декабря 1969 года. Ответ Сувчинского и его письмо был показан Иконникову, Иконину, автору имеющейся у вас книги. И следующие цитаты из второго письма Шнейрсона «Не удивляйтесь, если получите от них письма, оба очень серьёзные музыкальные писатели». Я предполагаю, что они всё же не решились вступить в контакт с Сувчинским, так как их письма в фонде Сувчинского не имеются. Содержание второго письма Шнейрсона также позволяет понять, что Сувчинский поведал ему о своём сотрудничестве с Прокофьевым над кантатой 1936 года, 20-летие октября. Что же касается Мисковского, Пётр Петрович подсеркновался у Шнейрсона, знал ли первый Григо, на что Григорий Михайлович отвечает. Он внимательно следил за современной музыкой и всё знал. И также добавляет, что прекрасно знал его нотную библиотеку, поскольку хорошо знал его, лично общался с ним на протяжении нескольких лет. В этом же письме Шнейрсон предлагает Сувчинскому написать воспоминания его сотрудничества с Асафиевым, Прокофьевым и Мисковским для журнала «Советская музыка». Дата ответа Сувчинского на письмо Шнейрсона неизвестна, но в свою очередь Григорий Михайлович ответит только в июле 1970 года. Это третье письмо от 12 июля. Он оповещает Сувчинскому, что его письмо было прочитано Нестиевым. Я думаю, он вам сам напишет и высказывает пожелания об их более продуктивном обмене. Я цитирую Шнейрсона. Как бы нам хотелось, чтобы пока еще отчас случайные контакты с вами стали началом не только дружеского, но и творческо-научного делового в хорошем смысле сотрудничества. Мы мечтаем о вашем приезде в Москву на пару недель это, мне думается, можно организовать. Действительно, Израиль Нестев в этом же году устанавливает контакт с Сувчинским ввиду переиздания его монографии о Сергее Прокофьеве. Первое издание, как вам известно, датируется 1957 годом и переизданная монография о Прокофьеве выйдет в свет в 1973 году. В этом же письме Григорий Михайлович оповещает Сувчинского о своей поездке в Дом творчества Союза композиторов под Ивановкой, где в годы войны жили Прокофьев, Шостакович, Глир, Мисковский. Оповещает о возможности приезда в Париж в сентябре этого же года на конференцию, которую организует Люзюр и Владимир Фёдоров, но перенеся инфаркт в 1960 году, Шнерсон сомневается о возможности реализации этой поездки. И важное сообщение этого письма о выходе его книги «Французская музыка XX века» Речь идёт о втором издании этой книги, насколько я поняла. На это третье письмо Сувчинский отвечает со слов Шнерсона большим и содержательным письмом, в котором, очевидно, Сувчинский даёт критический разбор его книги «Французская музыка XX века». Сувчинский упрекнёт советского музыковеда в отсутствие так называемого иерархического метода, цитирую письмо Шнерсона, «Неполадности и несправедливости, допущенные в книге из-за отсутствия иерархического метода сопоставления художественных ценностей, безусловно, отражаются на многих оценках композиторского творчества и вызывают в глазах истинных знатоков французской музыки XX века недовольство. Метод, о котором вы справедливо обминаете, пока ещё мало разработан, особенно в отношении музыки современной. Для иерархического понимания явлений живой музыкальной действительности нужно не только знание, но и огромное чутьё, талант обобщения, мастерство историка, аналитика, социолога и литератора, чего у меня нету и что я отлично осознаю. На этом моменте переписки особенно не достаёт, конечно, ответов самого Сувчинского, его собственной формулировки недовольства, претензии к книге Шнейрсона, не достаёт его ответов для точного определения, что такое иерархический подход в исследовательской деятельности. Но мне вспомнилось письмо Сувчинского к Стравинскому от 3 марта 1958 года, в котором он кратко и, надо признать, витевата излагает принципы этого иерархического метода. Я позволю себе зацитировать это письмо. Мне кажется, что феномен творчества прежде всего феномен иерархический. Иерархия это основная составляющая часть человеческого творчества. Речь не идёт о сравнении кто талантливее, Шубер или Шуман, так как каждый творческий феномен имеет свою имманентную меру и своё сравнительное значение. Григорий Михайлович признаёт критику Сувчинского и добавляет в письме, что если бы вы мне дали хоть бы намёк в чём у меня допущено смещение художественных ценностей, я был бы вам очень признателен. Я надеюсь побывать в Париже в 1971 и буду счастлив побеседовать с вами по существу. Следующее письмо от 16 декабря 1772 года Шнеерсон описывает своё пребывание в Париже. Встреча с Сувчинским не состоялась, напомню, что Сувчинскому в этом году 80 лет и, возможно, по причине своего слабого здоровья и замкнутости, социальной замкнутости Сувчинский не встречался ни с одним из деятелей ни французской культуры, ни советской. Единственное, он продолжал переписываться с Игорем Ставинским и встречался с ним. до последних дней жизни Ставинского. О своих всё же ощущениях, о своих впечатлениях в Париже Шнеерсон напишет в этом письме от 16 декабря. «Были у меня некоторые наблюдения о положении дел в авангардном движении. Мне показалось, что оно на излёте. Есть признаки утомления и творцов, и публики, исчерпанность средств. Но что же идёт на замену? Вопрос». Предположу, что Сувчинский не ответил на это письмо, поскольку их корреспонденция обрывается на семь лет и возобновится благодаря Григорию Михайловичу в конце 1979 года. В 1979 году, разбирая папки со старыми письмами, Григорий Михайлович обнаруживает письма Сувчинского. Цитирую. «Такие интересные и дружеские, несмотря на то, что мы с вами так и не встретились ни разу. И всё же вы мне дороги и близки. Как вы? Давно наша переписка прервалась, но о вас я часто думаю. Шнейрсона упоминает о переписке с Владимиром Фёдором. До последних писем он проявлял ко мне очень добрые отношения. Также он оповещает Сувчинского о намерении написать книгу о музыкальной культуре Японии. Сувчинске возобновит переписку с Шнейрсоном, но ввиду своего состояния здоровья, состоянием глаз, письма он свои диктует жене Мариане нелюбовне. И 11 мая 1080 года Шнейрсон ему ответит «Я очень был рад вашему милому письму. Я потихоньку продолжаю работу над очень интересной и очень трудной темой музыкой Японии». Он извещает Сувчинскому, что в этой работе ему помогает его сын, подолгу живший в Японии, а также его собственный опыт изучения китайской письменности в 50-е годы в момент написания книги «Музыкальная культура Китая», которая была издана в Москве в 1952 году. Сюжет последних двух писем Григория Михайловича связан с фигурой Владимира Фёдорова, с которым Шнейрсоном встречался несколько раз в Париже в его личном архиве находится 66 писем Владимира Фёдорова, в большинстве своём касающихся музыкальной россианы и взаимоотношений русских и французских музыкантов. В связи с проектом публикации статей Шнейрсона о Фёдорове в журнале «Советская музыка» Григорий Михайлович обращается к Сувчинскому. К моей радости редакция журнала не только одобрила мысль о необходимости вспомнить доброе слово музыкального деятеля, так много сделавшего для русской музыки во Франции, но посвятить ему большую статью с обзором анализом его наиболее крупных работ. Шнейрсон просит у Сувчинского разрешения опубликовать его воспоминания о Фёдорове и также просит прислать ему собственные сведения о нём самом. Мы так мало знаем о вас, о ваших трудах, жизни и деятельности. Ответ Сувчинского не заставит себя ждать. Письмо к Шнейрсону записано женой Петра Петровича 7 августа 1980 года. В последнем письме Григория Михайловича от 2 апреля Шнейрсон оповещает Сувчинского о выходе третьего номера журнала «Советская музыка» с его статьёй, посвящённой памяти Фёдорова, которая, к сожалению, по мнению автора, подверглась некоторым сокращениям. В архиве Сувчинского имеется его ответ на последнее письмо Григория Михайловича. Оно датировано 9 апреля 1981 годом. Пётр Петрович подробно описывает историю создания журнала «Музыкальный современник», сотрудничества с Асафьевым и конфликт с Андреем Резким Корсаковым. Приложенный к письму конверт с адресом Шнейрсона позволяет утверждать, что оно не было отправлено Сувчинским. Переписка Шнейрсона с Сувчинским интересна нам тем, что хронологически совпадает с годом создания в Париже комитета по работе над архивами Стравинского в 1969 году, а также установлением контактов с Московским комитетом по изучению архивных документов русского композитора в 1972 году. Эпистолярное наследие советских музыкантов из фонда Сувчинского, таких как Нестева, Юрустовского, Шнейрсона, подтверждает, что главным сюжетом их переписки остаются темы, связанные с композиторами дореэляционного поколения Стравинского, Прокофьеву, Месковского и с музыкальной жизнью того периода. Спасибо. Спасибо, Ирина Владимировна. Вопросы? Очень интересно, причем о наличии этих писем в фонде Национальной библиотеки Франции было нам известно, а вот, конечно, содержания нет, поэтому это действительно очень ценно раскрыть то, о чем переписывались эти два деятеля. И фонды, конечно, эти очень большие Национальные библиотеки Франции, поэтому мы надеемся и на то, что вы нам еще расскажете интересных новых документах, поэтому мы надеемся на новые встречи с вами на нашей конференции. Огромное вам спасибо, а уж не пистолярия связанная с Сувчинским, она действительно широка, тем более ждать продолжения этой темы. Спасибо огромное вам. До новых встреч. Григорий Михайлович Нейерсон мы еще услышим на вечернем заседании, а Петр Сувчинский это один из героев следующего доклада, и я передаю слово Евгении Давидовне Кривицкой, доктору искусствоведения, профессору кафедры искусств и Костровинской в фонде Федора Игнатьевича Костровинского и его новей. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Но отчасти наверное это хорошо, у нас такая будет цепная связка между докладами. Мой доклад будет продолжать какие-то темы уже затронутые в предыдущем выступлении и даже возможно будут какие-то уточнения с моей стороны и даже комментарии. Значит открываем ПДФ эту переписку. Открым отдельные письма еще там посмотрим. Так ну тема моего доклада связана опять-таки с личностью Петра Петровича Сувчинского и его переписки с Ксенией Юрьевной Стравинской племянницей Игоря Федоровича в фонде Федора Игнатьевича Стравинского и его сыновей. Ну хочу сказать, что как это ни парадоксально, но музея Стравинского пока не существует нигде в мире. Ни в Соединенных Штатах Америки, где Игорь Федорович прожил более 30 лет, ни во Франции, где впервые прозвучали его главные балеты, русские балеты «Жар птица», «Петрушка», «Весна священная» ни в России, где композитор родился и сформировался как музыкант. Однако с недавних пор всю большую и значительную роль играет фонд, который назван очень симптоматично и символично. Не фонд Игоря Стравинского, как можно было бы предположить, а фонд именно Федора Игнатьевича Стравинского, его сыновей, то есть как родоначальника огромной династии, потому что у Игоря Федоровича было еще три брата, Роман, Юрий и Гурий, это люди были с разной судьбой, но все оставили наследников, то есть род Стравинских и генеалогическое древо сейчас очень разветвлено и находится в разных странах, вплоть до Австралии, то есть это, надо сказать, очень интересная тема, и вот сейчас пришло такое молодое поколение, очень активное, в частности, в лице президента этого фонда Анастасии Казаченко-Стравинской, это очень молодая девушка, она сейчас в Венеции, в месте, где упокоен Игорь Федорович, она пишет там диссертацию, но активно продвигает различного рода материалы, в фонде хранится более трех тысяч документов, личных вещей семьи Стравинского, различных, так сказать, реликвий разного рода, это огромное собрание, безусловно, и фонд активно участвует в различных выставках, публикации, то есть сейчас вот эта часть архива Стравинского, о нем знали довольно узкий круг людей, сейчас он активно входит в научный оборот, и в частности я очень благодарю фонд за то, что мне было позволено изучить переписку Сувчинского с Ксенией Юрьевной Стравинского, это 30 писем, так сказать, достаточно немаленький такой отдел в этом фонде, переписка, кстати, датируется как раз 1970-1979 годом, как раз тот самый период, о котором шла речь и в прошлом докладе, вот, и могу сказать, что архив семьи сохраняла дочери Юрия Стравинского, это Татьяна Добротина, она вышла замуж и сменила фамилию Ксения Юрьевна Стравинская, младшая ее сестра, потом дочь Ксении Юрьевны Елена Алексеевна, и теперь Евгения Добротина, внучка Татьяны Юрьевны Стравинской, и вот ее дочь Анастасия Казаченко Стравинская. Можем чуть-чуть повертеть? Ну, наши главные герои Петр Петрович Сувчинский, вот его портрет, я сейчас не буду его представлять, поскольку речь о нем подробно шла в прошлом докладе, просто напомню, что философ, музыковед, литературный критик, пианист, педагог, а главный организатор различных крупных культурных и творческих акций, и вообще главный его дар был сводить людей между собой и, так сказать, организовывать, как говорят современным языком, коллаборации, да, у него это был какой-то вот особый дар такой, и мне кажется, он сам получал от этого огромное удовольствие, когда ему удавалось, вот, чтобы какие-то люди находили друг друга, и возникало какое-то вот интересное дело. Игорь Стравинский, с которым Сувчинский начал общаться еще в начале 1920-х годов, писал так о нем «Сувчинский мой старейший из живущих друзей, он знает меня ближе, чем кто-либо в мои последние парижские годы, он был моим самым близким доверенным лицом в переписке, опять же, в последнее десятилетие». Вот можно следующий портрет? Посмотрим на Ксению Юрьевну Стравинскую. Переписка началась в период с августа 1970-го года. Поводом начала переписки послужил приезд Ксении Юрьевны во Францию. Она приехала навестить своего дядю. Игорь Федорович был в то время уже в очень тяжелом состоянии. Фактически она приехала попрощаться с ним. В этот момент Вера Стравинская, вторая жена Игоря Федоровича, привезла его из Нью-Йорка ненадолго во Францию. И они находились в Эвиане. Это курортное местечко на берегу Женевского озера. И вот туда из Парижа Ксения Юрьевна выехала. И вот в этот момент состоялось ее личное знакомство с Сувчинским. И завязалась эта переписка. И можем в конец этой ПДФ-ки потом мы еще вернемся. Вот это, собственно, письмо. Посмотрите на почерк Петра Петровича, очень такой мелкий, но, надо сказать, вполне читаемый. То есть каких-то проблем с расшифровкой не возникло. глубоко уважаемая Ксения Юрьевна, Марианна и я вам очень благодарна за ваше милое любезное письмо 3 августа. Очень рад, что вы побывали в Эвиане и видели Игоря Федоровича. Как все это бесконечно удручающе грустно и печально. По моим сведениям, Вера Артуровна собирается вернуться в Нью-Йорк, но ее решение меняется каждый день. Ситуация, создавшая вокруг Игоря Федоровича как будто бы объяснима и в то же время есть в ней много непонятного и неясного. Хорошо, что я не мемуарист, пишет он в кавычках, и никогда не буду писать своих воспоминаний ни о ком и ни о чем. Это, кстати, к вопросу о предложении Шнельсона написать воспоминания для журнала «Советская музыка». Это была принципиальная позиция Сувчинского. Как жаль, что вы так скоро покидаете Париж, пишет Сувчинский. Значит, мы с вами больше не увидимся. На самом деле их встреча там продолжалась буквально несколько часов при переезде из Парижа в Эвиан. Это меня огорчает, но, надеюсь, мы будем переписываться и, кто знает, может быть, еще увидимся. Передайте, пожалуйста, Марии Вениаминовне Юдиной мой глубокий поклон с большим интересом буду ждать выхода книги о Федоре Игнатьевиче Стравинском. Имеется в виду сборник Федора Игнатьевиче Стравинский, воспоминания, материалы, письма, который вышел в 1972 году. С искренним уважением и сердечным приветом Петр Сувчинский. Кланяйтесь Георгию Елачичу. Это муж одной из сестер матери Стравинского, и это вот отдельная такая тоже была вет родственников. Как хорошо, что Федя показала вам плато Доси, я хорошо знаю это место. И в этом письме на второй странице приписка карандашом как раз Марьяны Львовны Сувчинской, о которой пошла речь, жене Пётра Петровича. Спасибо за ваше такое доброе письмо. Как ужасно жалко, что наша встреча была столь кратковременной. Целую крепко, ваша Марьяна Сувчинская. Мы немножко, мне кажется, подзабыли о книге, которую выпустила сама Ксения Юрьевна Стравинская. Это маленькое издание, но с моей точки зрения на самом деле необычайно ценное для тех, кто интересуется последним десятилетием жизни Стравинского, его приездом в СССР, его последними годами и последней вот этой встречи Ксении Юрьевной, потому что она фиксировала очень дотошно как бы в режиме ежедневного дневника все свои личные встречи с Игорем Федоровичем, их разговоры, свои впечатления. Здесь много переписки ее со всеми детьми Стравинского, с Верой Артуровной. Ну, то есть это вот такой действительно очень хороший исторический материал. И вот что она оставила кайфовое воспоминание об этой встрече в Эвиане. Чтобы мы вообще представляли на самом деле как уходил Игорь Стравинский. Потому что все как-то так сказать вот его представляет по этому приезду, как он активно дирижировал, несмотря на то, что он был очень пожилом возрасте, но производил впечатление человека необычайно бодрого и энергичного. Но, к сожалению, последние два года он очень болел, у него был тромбоз, и из-за этого так сказать там в общем ему переливание крови делали в ноги, там была гангрена, он вообще тяжелейшее совершенно состояние. Вот она пишет, дядя производил очень тяжелое впечатление, неимоверно худ, прозрачен, но сказался большим, и губы как-то собраны. Особое волнение вызвали его глаза. Прошлую с ним встречу в 1962 году, глубоко глядящие, даже часто сверлящие, а в интимной беседе смягченные, но всегда зоркие. Здесь же, в его общем облике, самое впечатляющее, для меня даже страшное. Было не это безмерно слабое, прямо-таки выражаясь блокадным языком, гистрофичное, почти бесплодное тело, кожа до кости, не его разрывающее сердце беспомощность, нет, прежде всего его глаза. Это были глаза человека, словно из иного мира. Эта мысль неотступно преследовала меня. Он сидел с нами, но его как бы не было. Иногда, когда к нему обращались и задавали вопрос, взгляд его как-то возвращался, делался мучительно напряжённым и после короткого ответа очень тихим голосом опять растворялся, погасал и уходил куда-то в небытие. Ну, это вот маленький фрагмент, там довольно подробное описание, но вы видите, во-первых, каким языком это написано, то есть она обладала очень таким литературным даром и очень хорошо выстраивался текст, то есть читается эта книга вообще на одном дыхании. Дальнейшее письмо, надо сказать, что в первый год переписка была фактически каждый месяц и почта, судя по всему, работала очень неплохо, потому что вот он отвечал, так сказать, спустя несколько дней после написания её письма, это видно по датам, а вот он ей пишет 3 мая, милая Ксения Юрьевна, 3 мая 1971 года, я не все письма подряд, а как бы самое, так сказать, существенное из этой переписки сегодня расскажу. Милая Ксения Юрьевна, о кончине Игоря Фёдоровича я узнал по радио, позднее пришла телеграмма от Веры Артуровны, ни в Нью-Йорке, ни в Венеции я не был, невыразимо тяжело и грустно, кроме того, я ужасно не люблю всякие церемонии, в кавычках, как близкие родственницы Игоря Фёдоровича, позвольте выразить вам наше самое искреннее соболезнование и сочувствие, это большое горе, не забывайте нас, искренне вас уважающих Пётр и Марианна Сувчински. И вот дальше в переписке как раз разворачивается тот самый сюжет, связанный с организацией комитетов, как вот называл Пётр Петрович эту, так сказать, историю, по обработке архива Стравинского. Но дело в том, что предыстория вопроса такова, что в 1967 году сам Стравинский вызвал Сувчинского в Голливуд, где они жили, с тем, чтобы он разобрал архив вместе с издательством Бузи и Хокс, которому были переданы все права на издание сочинений. и издательство было поручено снять фотокопии со всех оригинальных документов. А Стравинский, как он сам выражался, он занимался классификацией этих документов. Вот. С одной стороны, это было, так сказать, очень необходимое дело, поскольку Игорь Фёдорович, наверное, понимал, сказать, свое состояние постепенно. С другой стороны, это был жест помощи своему старому другу, потому что Стравинский распорядился выплатить ему достаточный гонорар за эту работу. и Сувчинский в переписке с Стравинским просто очень и очень благодарил его и говорил, что для него это очень важное материальное подспорье в такое вот сложное материальное положение, в котором он находился в то время. то есть, в общем, да, это было продолжением и жестом дружбы между ними. После того, как он это сделал, он там пробыл несколько месяцев, весь этот, история с этим архивом приобрела такой драматический характер, потому что еще при жизни Игоря Фёдоровича Вера Артуровна попыталась выставить архив на продажу за сумму 3 миллиона долларов вот все, все рукописи, документы, переписка, мотивируя тем, что медицинские расходы на сиделок, медикаменты и операции такие огромные, что необходимо, в общем, средства и архив нужно продавать. Поскольку кроме Веры Артуровны наследниками являлись все-таки и дети, хотя между ними были очень сложные и неприятные порой отношения, и об этом в журнале «Музыкальная жизнь» Анастасия Казаченко Стравинская публиковала очень подробную статью с выдержками из ранее не публиковавшейся переписки детей Стравинского. Эта статья называется «Сказка о потерянном кольце». Фёдор Стравинский как старший сын протестовал эту попытку продажи архива и после смерти Стравинского они судились в течение почти нести лет с Верой Артуровной и эта тяжба судебная закончилась только с её смерти в 1982 году. Тогда этот архив полностью был приобретён Паулем Захером и теперь хранится в Базеле. Это вот такая канва грубая без каких-то подробностей. На самом деле это было ежедневные переписки адвокаты и так далее. То есть это была просто такая скандальная история. А Сувчинский как бы со стороны наблюдал об этом и периодически писал и упоминал в своих письмах Ксении Юрьевне. Его задали ну вот например в письме от 7 июня 71 года он ей писал благодарим за книги. Спрашивал сколько денег он должен передать Ксении Юрьевне за присланные из России книги или возможно он бы купил ей что-то в Париже и передал предполовым Борисом и Рустовским. И Рустовский в то время осуществлял какую-то прямую связь между Парижем и Россией между Сувчинским и его русскими друзьями. Что касается архива пишет Сувчинский никаких сведений нет. И дальше он пишет Ксении Юрьевне мне кажется что именно вы должны заняться подобной работой то есть собранием архива при помощи Игоря Балашкова и может быть Бориса Ярустовского. Но Сувчинский был хорошо осведомлен о тех людях которые являлись адептами Стравинского в России в то время это была Юдина это был Игорь Блажков в то время очень молодой дирижер это был Ярустовский автор монографии. Дальше он пишет конечно нужно будет согласовать вашу работу с работой комитета Бузи и Хоупс который будет конечно в постоянном контакте с Федей и без его ведомой согласия ничего предприниматься не будет пишет Сувчинский придется вам стать настоящей архивисткой пишет он ей и при том что он только что буквально в нескольких письмах назад написал что я никогда не стану мемуаристом Ксении Юрьевне он пишет непременно пишите ваши мемуары это будет бесценный документ для изучения в будущем жизни и творчества Игоря Фёдоровича вот такой как бы парадокс тема обработки архива продолжается и в письме от 2 июля 71 года Сувчинский продолжает обсуждать с Ярустовским идею создания центра исследования наследия в разных городах и пишет об этом разговоре Ксении Юрьевне он то есть Ярустовский понял что большая часть жизни Игоря Фёдоровича протекала в Европе и что все его знакомства личные и музыкальные вам не знакомы следовательно основная работа по классификации документов архива может быть сделана только в Париже и в Лондоне конечно крафт должен заняться им и в Америке Сувчинский не ограничивался мечтами и уже 27 июля 1971 года он извещает Ксению Юрьевну с 1 сентября мы начинаем с Франсуа Лиссёром о котором тоже уже упоминалось классификацию писем самого Игоря Фёдоровича то есть его письма к разным корреспондентам это предприятие весьма трудное пишет Сувчинский нужно хорошо и лично знать всех обладателей писем или их наследников чтобы их убедить и получить разрешение на фотокопии подумайте пишет он до сих пор не удалось издать систематическое собрание писем Клода Дебюси из-за того что обладатели писем отказывались их опубликовать но я хочу сказать что вот этот том писем о котором идет речь вышел только в 2005 году это огромнейший фолиант где 2330 страниц на тонкой такой рисовой бумаге вот но это потрясающее собрание надо сказать оно того стоило чтобы так долго готовилось и Сувчинский продолжает очень надеюсь на Франсуа Лиссера так как его все музыканты хорошо знают и факт что он директор музыкального департамента национальной библиотеки внушает к нему доверие но это вот кстати объясняет почему собственно архив Сувчинского находится в национальной библиотеке он непосредственно дружил с человеком который это все дело возглавлял а в письмах от 24 сентября 75 71 года и 15 ноября 71 года обсуждается выход книги в СССР перевода диалогов Стравинского вот этот однотомник который готовил Михаил Семенович Дружки а также Сувчинский описывает свои впечатления от посещения концерта младшего сына Игоря Федоровича Святослава Сулима Стравинского а Сувчинский Ксения Верни пишет так я не слыхал его со времени окончания войны он конечно не из породы замечательных пианистов советской школы вот 29 марта 73 года Сувчинский сообщает что работа продолжается удалось собрать и аннотировать большое количество писем Игоря Федоровича можно будет сейчас открыть в моей папочке сейчас откроем еще одно письмо вот 76 год вот это письмо за 76 год сейчас мы первую страничку потом на вторую значит здесь письмо с благодарностью за книги вот оранжевым карандашом Ксения Юрьевна подчеркивала какие-то места в этом письме и давала свои комментарии ну вот в частности вот там Петр Петрович пишет что он писал вам об этом своевременно неужели его письмо не дошло и вот она пишет как бы ему и себе ответ нет письмо не пришло а в этом письме интересен следующий момент Сувчинский пишет что касается архива вы конечно в курсе всего через Федю вся работа сейчас остановлена а что будет предпринимать Вера Артуровна и Крафт нам неизвестно но по всей вероятности Вера Артуровна хочет продать архив в скобках документы с правами издания другому издательству то есть не Бузин Хокс американскому университету или частному лицу в таком случае единственным редактором окажется Крафт можем на следующую страничку перейти мы надеемся увидеть Федора когда он будет возвращаться из Бельгии где он сейчас работает какой чудесный проект вашего приезда в Париж и в Швейцарии желаем вам и нам чтобы это осуществилось не сердитесь что это письмо такое краткое поверьте что оно полно самой нашей искренней дружбы и любви к вам сердечный привет вашей дочери крепко вас обнимаю искренне ваша Марьяна Сувчинская а там страничка еще одна есть что касается Ярустовского мы уже все знаем обратите на ремарку оранжевым карандашом неожиданную довольно таки здесь а Вера и Крафт обженились ну эта тема довольно активно муссировалась ну и продолжает всплывать на тему взаимоотношений Веры Артуровны Стравинской и Крафта вот некоторые в частности Ксения Юрьевна были уверены что там было ну не только так сказать помощь Крафта Стравинскому его так сказать творческие контакты но еще вот как бы такая интрижка но известно что Крафт жил собственно последние годы в квартире Стравинских и после смерти Стравинского он продолжал жить в той же квартире которую в последний год жизни Стравинского купила Вера Артуровна в Нью-Йорке поэтому это такой момент ну деликатный но не очень проясненный но вот в письмах и Сувчинский и Ксения Юрьевна обсуждают то что Вера Артуровна была полностью под влиянием Крафта что так сказать Крафт работал над тем чтобы отсечь ее и Стравинского от какого-либо общения с детьми и это тоже всплывает в переписке вот то есть в общем взаимоотношения там были очень-очень натянуты в дальнейших письмах также обсуждается вот эта работа над архивом видно что постоянно Сувчинский и Ксения Юрьевна обмениваются разными книгами то есть вот то что выходило в СССР это было важно для Сувчинского потому что в тот момент он заканчивал свою книгу посвященную русской музыке вот и поэтому конечно для него источники из России были крайне важны вот ну и последнее письмо статировано 17 января 1979 года да можно покрыть судя по всему это почерк самой Ксении Юрьевны потому что в первой фразе этого письма мы читаем очень дорогой друг пишет Сувчинский на этот раз я вам пишу по-французски потому что в моем распоряжении больше нет русской пишущей машинки а также это письмо деловое ну мы видим что оно дано в переводе на русский язык и очевидно почерк самой Ксении Юрьевны почерк четкий такой округленный аккуратный вот не будем забывать что Ксения Юрьевна по первой основной своей профессии была архитектором действующим архитектором она вместе со своим мужем занималась проектированием различных зданий вот и ее деятельность по сохранению наследия Игоря Федоровича и вот так сказать какое-то продвижение его оно было всегда но особенно развернулось именно вот в последние годы в связи с приездом Игоря Федоровича на родину но и уже после она как бы вот по инерции продолжала она сама пишет в одном из каких-то писем что все время у меня столько хлопот ко мне все время обращаются за какими-то документами и так далее вот и собственно в этом письме Сувчинский просит ее предоставить какое-то максимально возможное количество фотокопий документов для большой выставки которая готовится во Франции вот тем самым Франсуа Лиссюрам и просит ее предоставить прежде всего документы которые связаны были с ранними годами жизни Старевинского в России с его детства но не стоит забывать что Ксения Юрьевна очень долгое время жила в той самой квартире в Петербурге на Крюковом канале где собственно вырос и жил в Петербурге сам Игорь Федорович поэтому да вот ответ неизвестен но думаю что все фотокопии она предоставила возвращаясь к моей презентации я закончила свое выступление мы просто посмотрим еще две фотографии из личного архива фонда Федора Игнатьевича Стравинского нет были но в моей презентации а вот в этой там наверх пойдем ну это во время приезда это муж как раз архитектор Александр Яковлев на предыдущей фотографии это мать Ксении Юрьевны и Юрий Стравинский его супруга и это Елена Николаевна Стравинская как раз дочерями Татьяны и вот маленькая девочка это Ксения вот и предыдущая это мы видели вот спасибо большое история кстати Ксения Юрьевна она умерла спустя год после издания этой книги вот как бы выпустив свой опус магнум да она ушла будучи младшей и своего дяди и Савчинского да ну вот так сложилось в самой библиотеке Франции тоже есть письма и тоже этого периода по-моему 10 пипец письм Савчинского Ксении именно его не ее по-моему и его по-моему я еще уточню да в этом случае там тоже что-то село но возможно это ждет какого-то своего часа чтобы собраться в одном месте да безусловно спасибо спасибо очень интересно теперь мы уходим в другой исторический период и я приглашаю Александра Евгеньевна Максимова кандидата искусствоведения доцент кафедры истории русской музыки московской концепции балет Фердинанда Антонолини и Шарли Дедло Калиф Багдадский или Приключения молодости Гаруна Рашида я приветствую всех уважаемых коллег итак тема моего доклада сейчас она видна на экране балет Фердинанда Антонолини и Шарли Дедло Калиф Багдадский 1818 год премьера большого пантаминного балета Шарли Дедло в двух действиях Калиф Багдадский или Приключения молодости Гаруна Аль Рашида состоялась в Большом театре Петербурга 30 августа 1818 года в день Теза именинства то есть в день Ангела Александра Первого а 5 сентября того же года балет был повторен Михаил Борисоглебский сообщает о возобновлении Талифа 12 января 1820 года в бенефис танцовщиц Асенковой и Истоминой видимо это были роли Лаламайны и Зетюльбы и 10 ноября 1830 года балет давался скаруазет в главной роли в Московском Большом театре спектакль шел в постановке Глушковского 21 сентября 1822 года в бенефис хореографа а также ставился в 1833 году в первой постановке спектакля участвовали танцовщики Антонин в роли Гарун Аля Рашида Колосова Лаламарина Истомина Зетюльба Агюст Пуаро в роли Геофара Авышникова в роли Кези а также второстепенные роли исполняли первые иллюстрации Андре Люстих Новицкая Иконина и другие танцовщики о чем сказано в афише этого спектакля здесь к сожалению мелковато но фамилии наверное можно все-таки разглядеть в Москве балет представили Глушковский он танцевал главную партию Соколова Лопухина Лобанов Лобанова Урбани Иванов и Глушковская во второстепенных ролях здесь мы покажем вторую иллюстрацию сведения просто ниже немножечко об этом мы узнаем из либретто балета в Москве балет представили как уже было сказано Глушковский в главной роли и одну из главных ролей также Зетюльба танцевала Лопухина а собственно сведения об этом балете в том числе о его сценическом оформлении были взяты нами из двух найденных печатных либретто которые издавались к двум премьерам петербургской и московской то есть 1818 года и 22 году соответственно постановщиком сражений в спектакле Дедло был вольвиль декорации принадлежали фанов и Мартынову Кондратьеву о костюме Бабине третья пожалуйста иллюстрация и при возобновлении балета Глушковским было внесено много изменений в том числе поменяйте пожалуйста третья иллюстрация должна в том числе это вторая именно в декорации были внесены изменения просто были переделаны некоторые декорации у вас должно подряд смотреть иллюстрация осталась перемешанная свалт здесь откройте пожалуйста иллюстрация три сохранились отзывы современников о калифе багдадском в частности о рапах пишет в танцах и группах ойми отличались все балеты дедло представлявшие прелестные движущиеся картины участвовали все сюжеты балетной труппы скальковский пересказывает слово в слово арапова и от себя добавляет этот балет был торжеством антонина четвертая спектакль получил доброжелательную рецензию в журнале сын отечества где автор воздает должное заслугам хореографа это анонимная статья восхитительные и разнообразные картины составленные из прелестнейших групп поражают зрители всем блеском азиатской пышности точность в танцах и быстроту в перемене групп можно уподобить красивым и правильным видом образующимся в калейдоскопах декорации и костюмы также соответствуют всему превосходному палету критик делает лишь два замечания желательно чтобы калиф даже и переодетый проник в хижину лаломаины посредством иной благороднейшей хитрости но не через чердак не противно ли также изящной природе смотреть на ту картину когда накадья узнавшего своего повелителя и ниц перед ним павшего калиф наступает питою и потом взяв цитру садится на него чтобы тем позабавить дитюнку в балете дитло нам предстоит встретиться с проблемой театральных переработок так как калиф багдадский считается балетной транскрипцией одноименной оперы Буалтьев весьма популярной в Европе и России как известно с 1803 по 1810 годы композитор служил в Петербурге пельмейстером французской трубой сочиняя оперы для придворного театра его одноактная опера калиф багдадский на сюжет Дакура по сборнику восточных сказок тысяча и одна ночь впервые прозвучала в парижском театре опера Комик 16 сентября 1800 года и выдержала свыше 700 представлений российская премьера сочинения состоялась 3 января 1803 года в Эрмитажном театре Петербурга по-видимому на французском языке в дальнейшем опера много раз возобновлялась в третий по-русски о чем и деятельство документов документальные источники так наряду с другими представлениями 1806 года Арапов упоминает русскоязычную версию произведения подготовил иллюстрацию цитатов которые Арапов высказывается об этой опере Глушковский в период войны с Наполеоном находился в эвакуации с учениками Московского театрального училища в феврале 1813 года учащихся перевели из Плёса в Кострому приведем здесь вот в пустой иллюстрации воспоминания Балекнестера о пребывании в Труппу где как раз он вспоминает о постановке оперы Балтье Калиф Багдадский вероятно опера и раньше шла в Москве и была знакома артистам Труппы Глушковского в воспоминаниях о Дзидло Глушковский сам осуществивший постановку Калифа высоко оценивает опыт хореографической транскрипции оперы выполненной его учителем седьмая пожалуйста который словесные объяснения персонажей переводит в действие например Дзидло вводит в балет эпизод в котором Калиф спасает Зетюльбу и ее мать от разбойников а в опере это только рассказ печатное либретто балета довольно сдержанно передает обстановку появления Калифа в снижении Лавы Маины матери Зетюльбов 8 пожалуйста иллюстрация это фрагмент из либретто верхний абзац Глушковский же подробно расписывает это колоритное великолепие второй абзац создающие неожиданный контраст и внезапную перемену декораций к обстановке бедняцкой хижины сюжет одноактной оперы Буалтизи в опере работав двухактное балетное либретто расширив его за счет увеличения действий и собственно танцевальных сцен девятая иллюстрация это синопис либретто Дидло действие оперы Буалтие и балета Дидло происходит в Багдаде это Ирак на Ближнем Востоке привлечение экзотических историй и сказок мусульманских стран турецких так называемых сюжетов становится доброй традицией европейского театра начиная с 17 века среди известных образцов позднего классицизма оперы Заида Михаэля Гайдена 1777 год Заида и похищение из Сираля Моцарта вторая ставилась в Петербурге в 1816 году это также Тунис Фаша Пашкевича поставлен в 1883 Интересно что в год установки балета Дедло и Антонолини была поставлена также опера Россини Одина или Калиф Багдадский 1818 год Постоянным спутником таких сочинений становится янычарская музыка изображающая звучание турецкого военного оркестра с флейтой колокольчиками треугольником и ударными инструментами В либретто Дедло придает особое значение музыки сопровождающей выходы Калифа и его свиты Он приходит свататься к Зетюльбе в едерах музыкантов и невольниц А накануне бракосочетания слышна за кулисами музыка Зетюльба и Лоломаина желая узнать от чего происходит музыка выходит из хижины На свадьбе во дворце Калиф сидит на троне окруженной вельможами и янычарами музыка изображает тот же марш который слышали Зетюльба и Воломаина Восточный колорит сюжета присутствие на сцене янычар не могли не найти отражения в партитуре балета Дедло часто для того чтобы сделать понятнее пантомину в своем балете выбирал мотивы музыки из любимых и часто повторяемых на театре опер У публики еще были свежи в памяти как слова так и музыка пишет Глушковский Из оперы Калиф Багдадский он сделал балет и заимствованная оттуда же музыка была пособием пантомими и поясняла ее для зрителей Принято считать что балетные переделки опер влекут за собой заимствование музыкального материала первоисточника действительно ли в Калифе Дедло использовались фрагменты партитуры Буалдье на титульном листе либретто балета 1818 года указана музыка господина Антонолин а в издании 1822 года новая музыка сочинение копельместера императорского Санкт-Петербургского театра господина Антонолин но это лишь означает что композитор мог внести изменения в свою партитуру и дополнить ее новыми номерами по просьбе балетместера для установления авторства в балете нами произведено сравнение нескольких нотных источников которые удалось разыскать это партитура оперы Буалдье и ее мы сравниваем с партитурой комплектом оркестровых голосов и репетитором которые приписываются Антонолин Талиф Багдадский Буалдье написан в жанре французской комической оперы десятую пожалуйста спасибо с разговорной речью которые поют только пять садистов остальные действующие лица исполняют драматические диалоги перед нами титульный лист оперы клавира оперы в опере преобладают ансамбли и ближе к финалу ансамбли с хором сольные номера ария и каватина кези роман зитюльбы ария калифа это практически все сольные фрагменты которые представлены многие разделы музыкальных номеров имеют пасторальный характер и написаны в размерах 3 восьмых или 6 восьмых сравним оркестровый состав опера и балета у балде используются флейты и флейты пикола гобои клаворнеты фагот волторны литавры большой барабан тарелки треугольник струнный антонолини задействует флейты гобои бас клаворнет фаготы волторны трубы тромбоны литавры треугольник большой барабан и тарелки арфу струнную группу Как видим, при общем сходстве в балете оркестр был более объемный. Важно, что оба автора вводят в свои партитуры турецкую или иначе называемую янычарскую музыку. Одинская, например. Структуру Калифа-Багдадского антонолини представим в таблице, которая содержит названия, темпы, тональности и размеры музыкальных номеров. Как и опера, балет открывается увертюрой. Из 27 номеров партитуры, 5 размещены в первом действии, оставшиеся 22 номера во втором. Среди всех номеров партитуры антонолини нами не обнаружено заимствование из сочинения Буалдье. Даже танец англес, исполняемый в начале оперы невольницы Кези, не был перенесен в балет. Можно предположить, что фрагменты французского Калифа привлекались в качестве вставных номеров, в том числе заключительный марш с хором в ре-мажоре. Итак, балет антонолини следует признать литературной, а не музыкальной версией офферы Буалдье. Рукописные пометы на русском и французском языках, расположенные на титульных листах нотных источников балета, называют имена создателей, спектаклей и дату премьера. Репетитор, то есть нотная партия, которая содержит элементы и других инструментов. Создавалась она специально для подготовки танцовщиков. Репетитор содержит пометы на французском и изредка на русском языках, отражающие выходы и действия персонажей. Двенадцатый номер, иллюстрация. Приведенные здесь пометы помогают восстановить положение музыкальных номеров балета относительно либретта, определить некоторые моменты выходов зитюльбы, калифа, лоломаины, геофары, кези и кардебалета. Также в них упоминаются имена исполнителей. Агюста Пуаро, выступавшего со дня премьеры в роли геофара И, Луизы Круазет, исполнительницы роли зитюльбы в 1830 году. Французская балерина Круазет выступала в императорской труппе Петербурга в 30-40-е годы XIX века и имела большой успех. Следовательно, постановка 1830 года, о которой лишь кратко упоминает Борис Оглебский, состоялась именно в Петербурге. Екатерина Николаевна Дулова приводит также пометы на русском языке, сделанные в одном из партий первых скрипок балета. Пожалуйста, 14-я иллюстрация. Танцовщики, перечисленные на страницах этой оркестровой партии, выступали на московской премьере 1822 года. Жанровые обозначения встречаются в нотах балета редко. Это вальс, марш. Отмечены словом фанфары несколько номеров. В них солируют трубы и валтор. Энергичная, жизнерадостная музыка калифа нередко содержит маршевые интонации. В начале увертюры в номерах первом, пятом и ряде других. Они связаны в основном с выходами Гарун Аль-Рашида и его свиты и подкрепляются тембром ансамбля турецкой музыки. Марши, фанфары, вальс помогают соотнести музыкальные номера балета с его либретто. Выделим также в балете крупные номера, построенные на контрастных разделах. В основном они приходятся на второе действие – сцены праздников, хижины и свадебного дивертисмента. В этих сценах быстро сменяются события и участвуют многие персонажи. Что потребовало от композитора создание разъемных и динамичных форм. Большие номера, составленные из нескольких разделов, как видим, становятся нормой балетной партитуры данного периода. В них складываются новые хореографические формы и продолжительные сцены сквозного развития. В партитурах, детально расцвеченных сценографическими комментариями, позволяющими соединить музыку и либретто, заметно проявилось самодействие с хореографа, композитора и дириждора в процессе воплощения их замысла. Алиф, по-видимому, стал первым полноценным российским опытом дедло в работе над восточным сюжетом, получившим продолжение в ряде балетов. Незадолго до этого, в феврале 1818 года, он поставил молодую островитянку на музыку Каваса с элементами экзотики. Примечательно, что музыку в спектакле «Дедло» Хензи и Тао с китайской тематикой 1819 года и Фора и Алонзо с американо-индейским колоритом написал Ферендинандо Антоналини. В заключение приведем еще один интересный факт об использовании музыки Калифа Антоналини. На титульном листе репетитора балета «Деревенская героиня», поставленного Пекеном Шевалье с музыкой Гиома Алексиса Пари в 1800 году и возобновленного в 1820 году Глушковским, нами обнаружены разнообразные пометы, антрисованные копеистом, в том числе следующие, 15-я иллюстрация. Там не разборчиво, либо это дуо, либо дур, но понятно, что в размере 4 четверти номер 2 из Калифа. Можно предположить, 16, пожалуйста, что в балете «Деревенская героиня» действительно исполнялся номер 2, «Алигрета, нонтанто, соль мажор» в размере 2 четверти из балета Антоналини «Калиф Багдадский», записанный в размере 4 четверти. И вот здесь перед нами фрагмент этого номера с различными ремарками, пометами, сделанными в нотном тексте. Большое спасибо за внимание. На этом я завершаю все. Спасибо. Сейчас точно скажу, как открывается этот инструмент. Лорино-басто. Возможно, но во всяком случае словарь иностранных терминов и, в общем, найденные мною словари, они таким образом переводят этот термин. Понятно, что в XVIII веке бас-кларнет не существовал, но в конце XVIII века все-таки этот инструмент подходит в переход уже и особенно в оперном театре. Но в XIX веке вполне возможно, что гораздо чаще использовался в оркестровых партитурах, в том числе и в балетах, что имеется в виду, точно я сказать пока не могу. Наверное, нужно все-таки действительно исследовать инструментальные какие-то особенности этих партитур. Но, во всяком случае, вот такое наименование я встречаю впервые именно в этом балете. Спасибо большое. Вы каждый раз открываете нам совершенно забытые произведения. Мы о них знаем только по названиям в энциклопедиях и учебниках, поэтому спасибо вам огромное. К сожалению, эпоха Дедлу, она кажется такой абсолютно исследованной, как видите, приходится делать все время маленькие открытия. Большое спасибо. Спасибо. Я приглашаю Софию Гуфедулину Раталиеву. Извините, ради бога. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории. Сочинение зарубежных композиторов коллекции «Музыкальные дары русским императорам». Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. В моем выступлении речь пойдет о проекте Российской национальной библиотеки, который был осуществлен к 400-летнему юбилею Тома Романова. Может, и следующий сразу сайт. Надо сказать, что почти главное достоинство, ну, в общем, самое важное и главное достоинство этого проекта – то, что он доступен и он открыт. То есть любой может с любого устройства зайти и посмотреть все. Поэтому я буду, в общем, какие-то вещи говорить. Это не открытие, но, тем не менее, я думаю, что это очень важный, так скажем, проект, который нуждается в том, чтобы о нем знали больше. Здесь что-то есть о про самом проекте. Я продолжу говорить. Состав коллекции включает в себя 100 наименований. Это все нотные рукописи, которые преподнесены в дар императорам и членам императорской семьи в период со второй половины XVIII века, времени правления Екатерины II и до начала XX века. Последние дары относятся к событиям, связанным с празднованием 300-летия дома Романовых, которое отмечалось в 1913 году. Даритери почти всегда заботил внешний вид подарка, поэтому рукописи, автографы или копии переплетались в бархат с золотым тиснением, обрез книжных блоков тонировался золотом, нанимался переписчик с каллиграфическим почерком, нотные листы украшались красочным орнаментом. Прямо со страницы просмотра рукописи на сайте по ссылке можно перейти на картинку внешнего оформления дара. Впрочем, среди пышных подарков есть и достаточно простые, как, например, французская полька, которой названа Мария Федоровна. Она получила название по имени будущей супруги цесаревича Александра, будущего императора Александра Третьего. И она была преподнесена ей в 1866 году неким Карлом Зонтогом, капельмейстером 5-го батальона императорского егерского полка. Подарок представляет собой два двойных нотных листа альбомного формата, сшитых просто зелеными шелшевыми нитками. Среди подарков, я сказала, их сто где-то, более половины наименований относятся к сочинениям зарубежных музыкантов. Причем достаточно часто это обусевшие иностранцы. Например, Жан Промберг, композитор австрийского происхождения, в 1854 году преподносит Николаю Первому свое сочинение. Вот мы видим, насколько это возможно, внешний облик этого подарка. Там написано о том, что его величество Николаю Первому, императору и самодержцу всей России. И справа вы видите полное наименование. Ну, все-таки прочту, потому что это очень интересно. «Большая военная русская овертюра для двух оркестров, сочиненная для концерта данного филармоническим обществом в пользу госпиталей действующей армии». Жаном Промбергом, 1954 год. Напомню, что это время так называемой Крымской войны, 1853-1856 годов. И, в общем, это, наверное, стоит запомнить, потому что еще у нас будут некоторые факты, связанные именно с этими событиями этой войны. Жан или Иоганн Промберг, он сын венского фортепианного мастера и пианиста. Русским композитором, наверное, его назвать сложно, но он, тем не менее, с детства жил в Санкт-Петербурге, принимал участие в музыкальной жизни российской столицы. Галина Владимировна Петрова в статье о гастролях Генриха и Вильгельма Эрнста, австрийского скрипача, упоминает о том, что в концерте принимал участие и Промберг. На странице самого сайта «Музыкальный зарыск» есть также информация о том, что во время основания первой русской консерватории Промберг получил задание от Николая I организовать в ней класс фортепиано, в связи с чем неоднократно ездил в Вену. Нужно сказать, что особенно много рукописей поступило в период правления Александра II. Наиболее значимыми в коллекции даров представляются два. Это подлинник автографа партитуры Аберона Бебера и подлинник автографа партитуры оперы Гайдена «Непредвиденная встреча» «Линконтронпровизм». Оба дара относятся к одному и тому же времени. Первый – к вступлению на престол Александра II после кончины его отца императора Николая I, 18 февраля 1955 года, 1855, конечно. А второй – к его торжественной коронации, которая прошла, в общем, больше, чем через год, 26 августа 1856 года. За это время как раз был заключен Парижский мир, который положил конец Крымской войне. был провозглашен манифест и коронации, только потом была проведена вот эта торжественная коронация, очень важное такое событие, которое потом было отмечено в коронационном альбоме Александра II весьма интересным документом. Ну вот сначала о первом экспонате. Это «Оберон Вебером». Это действительно автограф-партитуру, который был предназначен сыном композитором Максом Марией фон Вебером. Дарственная надпись гласит, оригинал партитуры романтического оперы «Оберон» в трех автах Карла Марии фон Вебера, его величеству, пресветлейшему, великодержавному, всемилостившему императору и государю, российскому императору Александру и так далее, там у него много титулов, поднесен с глубочайшим почтением сыном композитора Максом Марией господином фон Вебером. 1855 год стоит. На странице просмотра рукописи дается его подробное описание. Прочту с некоторыми купюрами, что представляет собой эта рукопись. Это 21 нотная тетрадь. Тетради вложены в путляр, изготовлены в виде книги из плотного картона, обтянутого красным софьяном с золотым сесненым обрезом, с ордоментальным золотым и слепым тиснением и инкрустацией цветной кожи. Внутренняя сторона крышки футляра обтянута муаровым столком. На дне футляра закреплена муаровая лента для извлечения нот. Я специально это читаю для того, чтобы вы поняли, это все описания не мои, а описания, которые сделаны на самом сайте. И это действительно такое большое научное исследование. Действительно, это подлинник Аберона, Вебера, рукопись, которую композитор заканчивал уже в Лондоне. И в партитуре даны ценные сведения о месте и времени сочинения отдельных номеровцам, опера. Из автографа очевидно, что последняя была написана у вертюра. Вебер отметил ее завершение, указав дату 9 апреля 1826 года и точное время суток, утро без четверти 12. То есть за три дня до представления, состоявшегося 12 апреля 1826 года. Вместе с у вертюрой композитор окончил работу над оперой в целом, и за что воздал свалу Господу, и мы можем следующий слайд посмотреть. Это фрагмент, где есть окончание слева у вертюры, и вот там вот поперек линейчик написаны вот эти последние слова Вебером. Конечно, это не моя находка, просто для меня это было открытием, а на самом деле первое описание этого дара дал еще в 1855 году Александр Николаевич Серов, опубликовав в ноябрьском номере петербургского журнала статью под названием «Автографическая рукопись Карла Марии фон Вебера в Санкт-Петербургской императорской библиотеке», которая начинается со слов «Его Величество государь-император милостиво соизволило принять дар, поднесенный ему господином Максом фон Вебером». Ну и дальше все по тексту, достаточно большая статья. Если взять книжку Аллы Константиновны Кенигсберг, очень популярной у нас, то она, изданная в 1965 году, то она пишет проще, но признает этот факт, что рукопись находится у нас. Она пишет так, «В 1855 году сын композитора Макс Вебер принес в дар публичной библиотеке в Петербурге собственноручно написанную Вебером партитуру Аберону, когда еще не существовало ее печатное издание». Ну и про избератора не упоминают, может быть, в то время это было сложно. Тем не менее, известно, и на сайте это есть, что, приняв в дар партитуру Александр II действительно сразу передал ее императорской публичной библиотеке. И даже известна дата, когда это произошло, это 9 апреля 1855 года, то есть получается, что ровно 29 лет спустя после завершения оперы с Тарлом Вебером. и как ценный экспонат она была сразу же выставлена для всеобщего обозрения в отделе рукописей библиотеки. Значит, вот 9 апреля он получил, почти сразу передал в библиотеку, а Серов пишет свою статью и датируется это 16 ноября того же года. То есть было очень сработано быстро Серову, напомню, что Серову в то время было всего 35 лет. Причем он не ограничился описанием Дара, но посчитал, здесь я процитирую кусочек его статьи, своей обязанностью сличить оригинальную рукопись двумя копиями большой партитуры, принадлежащими одна дирекции императорских театров, другая очень хорошая и верная Адольфу Гензельту, знаменитому пианисту, который получил ее в знак дружеской памяти от вдовы композитора госпожи Каролины Вебер в настоящее время тоже умершей. Она умерла в 1852 году. Правда, нужно сказать, что и Серов не проливает свет на причины, побудившие Макса Вебера преподнести императору столь ценный дар. Известно, что сын, который был назван именем главного героя Файншутса Вебера, потерял отца в 4-летнем возрасте и будучи совсем не музыкантом, а инженером-строителем железных дорог. Это чрезвычайно любопытный пакет. Так вот, тем не менее, он многое сделал для сохранения памяти отца, и известно, что он написал трехтомную монографию о нем, которая была издана в 1864 году. Остается неясно, почему вот в это непростое для России время, да, то есть еще идет война, и многие страны Европы задействованы в этой войне, тем не менее, вот сын решает сделать этот подарок, и непонятно, как это произошло. Но в любом случае подарок был оценен по достоинству. Вообще, имя Вебера в то время неоднократно звучало в статьях в печати, да, и Владимир Васильевич Стасов, который в статье пишет в своей, статья называется «Автографы музыкантов в императорской публичной библиотеке». Здесь не «Дарах» идет, а именно «Автографы». Статья была опубликована в следующем году, в 1856 году в отечественных записках. Так вот, он считает необходимым почти полностью процитировать статью Серова, о которой я уже говорила. Хотелось бы также обратить внимание на некоторую неточность, которая, тем не менее, на сайте этого проекта допущена. Там в наименовании этого «Дара» указана фамилия, имя, имена Карла, Карла Марии фон Вебера, а даты жизни его сына. Не знаю, почему, а куда не такой фазос, в общем. Нужно сказать, что обладание рукописью Аберона не принесло каких-то преференций России в смысле постановок, хотя мы знаем уже, что и другие были какие-то рукописи в это время в России. Тем не менее, первое концертное исполнение оперы Аберон состоялось еще в 1837 году и помечено, что оно было исполнено силами немецкой труппы, то есть на немецком языке. Абрам Акимович Гусенфут в своем оперном словаре относит исполнение Аберона на театральной сцене к 61-му и 63-м годах. А вот об исполнении 1837 года даже не упоминают. Но подтверждений этим фактом исполнения я не нашла. В той же самой статье, о которой я говорила, Серов в конце ее сетует, и я снова здесь процитирую его, да будет нам подозволено выразить теперь одно желание увидеть когда-нибудь постановку на Санкт-Петербургской сцене, дождаться, чтобы ее представили здесь. В скобочках он пишет, до сих пор никогда не ставили. И продолжает хотя бы в честь этого драгоценного автографа, принадлежащего в настоящее время нашей столице. Ну и завершить эту Абероновскую тему мне хотелось бы еще уже современным фактом. В год четырехсотлетия дома Романова снова в концертном исполнении опера была исполнена в концертном зале Чайковского нашим оркестром музыка Вива под управлением Александра Рудина и это конечно тоже весьма символично. Теперь по второму даре, о котором я собираюсь говорить. Можно следующий да. Это подлинник автографу партитуры оперы Гайдена. Его появление тоже кажется не менее удивительным. Опер называется «Непредвизенная встреча» или «Линконтронзовизан». В качестве дарителя здесь выступает подфомок Эстерхазе Павел III Антол Эстерхазе дипломат который в 1856 году был направлен для участия в церемонии коронации императора Александра II чтобы представлять интересы австрийской стороны. И вот в качестве подарка он привозит вот автограф этой рутиси. Как сообщается что помог в выборе этого подарка из того архива который хранился в семействе Эстерхазе Алексей Федорович Львов не только близкий императорской семье но и известный в Европе музыкант к которому и обратился Павел III Антол Эстерхазе. Опять как выглядел этот подарок это три нотные тетради ручной разлиновки помещенный в деревянный футляр мы его видим слева обтянутый бежево-желтой кожей изготовленной в виде книги с гербом князей Эстергази на верхней крышке и серебряными фигурными наугольниками на обеих крышках и на корешке мы его не видим файден опера видно что вручение могло состояться в августе 1856 года поскольку коронация состоялась 26 августа так же известно что эта рукопись была передана в императорскую публичную библиотеку но несколько позже в 1858 году немножечко о самой этой опере она была впервые поставлена в 1775 году во знаменование четырехдневного визита герцога Ферзинанда в Эстерхаз это комическая опера в трех действиях поэтому вот то что там мы видим первый акт это относится только к первому действию это не одна актная опера и та дата которая стоит на рукописи в общем была написана очевидно позже потому что премьера все-таки состоялась в 1775 году а не в 1775 а в 775 как это на самой титульном листе любопытно что либретто было сделано на той же основе что и опера глюга со сводным названием который чаще всего употребляется как пилигримы из мекки поставлены раньше в 1764 году в Вене только глюг писал оперу на французской либретто на французском языке Луи Эрто Данкура а на итальянское либретто практически тоже либретто в переводе Карла Фриберта служившего у Эстерхази и в отличие от Аберона выбора я скажу что большая часть нотных даров она представлена не только на сайте музыкальной дары русским императорам но и в каталоге в оцифрованном виде так вот тот же самый титульный лист я заглянув на проект IMSLP увидела тот же самый лист так что тем не менее каким-то образом эта рукопись попала и вот на тот сайт здесь есть некоторые предположения эту рукопись видела еще в 1954 году датский музыковед Йенс Петер Ларсен может быть это он так скажем сделал копию этого этой рукописи ну и в конце мне еще хотелось совсем коротко сказать об одном даре которого с которого я начала достаточно давно знакомство с этим музыкальным проектом музыкальной горы русским императором когда занималась своим любимым Карлом Филиппом Эмонелем Бах среди манускриптов представленных в этой коллекции оказалась ода ее императорскому величеству можно следующий да Екатерине второй которая предназначена от имени Филиппа якобы тонуса или там справа есть описание что он преподносит оду 1780 год одой в честь высочайшего дня теза именинства ее императорского величества Екатерины второй с глубочайшим почтением воспета Филиппом якобы фон тонусом лейтенантом из Саксонии вот кто этот лейтенант совершенно неизвестно и руководителем и исследователем этого проекта тоже так же как и мне в заголовке ни о каком Карле Филиппа Эммануэле Баха не упоминается тем не менее вот именно к этой оде оказались приплетены песни Карла Филиппа Эммануэле Баха которые взяты были и столько что вышедшим в 1780 году в Гамбурге сборника духовной песни господина Кристофа Христиана Штурма старшего пастора главной церкви святого Петра и школьного инспектора в Гамбурге с мелодиями для пения в сопровождении клавира господина Петермистера Карла Филиппа Эммануэля Баха музыкального директора в Гамбурге ну здесь на сайте делается предположение что руку приложил вот к этому окончательному виду этого дара никто иной как Якоб Штеллен который в свое время был не просто знаком с Карлом Филиппом Эммануэлем Бахом но когда он еще жил и учился в Лейпциге он был знаком и с самим Карлом и его братьями и они вместе и играли вполне вероятно что этот сборник уже поступил к нему и вот он такую вещь и придумал из самого сборника это было первое собрание а вообще Карл Филиппов Эммануэль Бах автор большого количества тисен которые пели в быту вот в этот дар было переписано 14 общее количество листов вот в этом листов именно 15 и где-то половина меньшая половина это хода вот этого тонуса что могу сказать там клавирная строчка там строчка голоса в ре мажори аллегра все такое очень помпезное а вот дальше идет упоминание уже и про Карла Филиппа Эммануэль Баха следующее вот похожее на эту и не только песни оказались вот в этом собрании но и само оформление сборника оно также практически полностью скопировано на даре который преподнесен Екатерине Второй вот можно последний этот самый слайд сделать я все-таки здесь еще займу ваше немножко время и обращусь к описанию этого дара который вот вправо вправо это то что на даре императрице в рамку помещен рисунок выполненный акварельными красками синий белый красный и золотом композиционным центром является символическое изображение императрицы в лавровом пенце и так далее ее окружают там купидоны рядом с музой изображена арфа арфа три купидона держат в руках медальон с монограммой Екатерины да и там ее Екатерина Вторая внизу вот этой монограммы надпись Виват а теперь изображение которое вы видите слева это изображение на том самом сборнике песен на слова пастора Штурма на титульном листе издания песен на стихи Штурма располагается виньетка показывающая Гамбург с его пятью основными церквями церкви все внизу там вот такие башенки значит в центре никакая не Екатерина от цвета естественно Цицилия ну если сравнивать это практически один к одному вот да значит Цицилия тоже плывущая над городом играющая на органе медальон медальон там где вот это самое медальон там с портретами композитора и поэта да Карла Филипповна Лебаха и штурма есть автор этой виньетки это художник Фридрих Эзер тоже весьма знакомая Карлу Филиппу Лебаху фигура поскольку он был лейпцизским художником и его сын Карла Филиппу Лебаха который звали Иоганн Себастьян как деда да он учился у него да к сожалению он к этому времени умер но вот этот Эзер сделал эту виньетку ну и даже есть фамилия того кто награвировал Кристиан Готлиб Гейзер ну по сути дела вы уже все сами поняли и я могу даже не перечислять те изменения которые были внесены ну там немножко цвета а здесь черно-белая я в заключении только могу сказать что вот отобрав эти несколько примеров да мне хотелось показать значение этого проекта и отметить что там еще много интересных открытий поэтому наверное имеет смысл к нему обратиться спасибо за внимание когда я думала почему вот факта этого нет но то что он был крупным инженером и руководителем в Дрезденской железной дороге вообще сеть была очень развита спасибо вам большое Анна Валентиновна за этот вопрос потому что вы сняли мое предположение дело в том что я не случайно говорила про эту Крымскую войну как всегда упоминать что одной из причин поражения русской армии в этой войне как раз была неразвитость сети дорог и может быть вполне потому что в 60-е годы и там открывается и фонд железных дорог и министерство путей сообщения то есть в эту сторону он начал активно работать а вот как вот эта передача была осуществлена для меня это загадка и нигде я не смогла это прояснить пока я так думаю что это все вот с этим связано так что вполне возможно я не случайно сказала что он инженер железных дорог потому что а другой причины я не вижу потому что господи вообще война идет да там Севастополь но тем не менее вот он как-то воспользовался ну сам надо сказать что Александр второй человек безвычайно образованный и ездивший он в общем-то видел и даже упоминается факт как открывалось когда первая вот эта Николаевская железная дорога в Москву они тоже вот он был в этот момент вместе с отцом в этом поезде который ехал из Петербурга в Москву и даже есть упоминание во сколько они выехали во сколько они приехали конечно дольше чем сейчас на стреле спасибо спасибо нас сейчас ожидает на связи Испания Ольга Дмитриевна Зимароевича Мадурова докторант университета Гранады с темой с керца в форме вальса Михаила Ивановича Глинки по материалам мадридских архивов добрый день добрый день Дмитриевна спасибо вам за ожидание мы очень рады встрече с вами вновь очень рада очень рада приветствовать вас это для меня такой праздник не самом деле большой вы меня хорошо видите слышите спасибо все в порядке у меня просто немножечко прерывается наверное с небольшим опозданием доходит иногда то что вы говорите вот звук поэтому может быть какие-то не знаю если будут помехи так я хочу сегодня выступить еще раз с моими поделиться скорее всего моими результатами работы которую мы проводим в рамках которую я провожу в рамках моей исследовательской работы посвященной путешествию Михаила Ивановича Глинки в Испании на предыдущей конференции мы уже я уже рассказывала немножечко об одном из экземпляров которые находятся в библиотеке в этой библиотеке та же мчужина одного из частных архивов опера манускрипт оперы ранний манускрипт оперы второй оперы Глинки Русланы Людмила и вот сегодня тоже я еще хочу поделиться другими экземплярами которые также мы обнаружили в этом архиве и в других архивах то есть в других фондах этой библиотеки я хочу сейчас подключить мою презентацию что-то как-то когда когда мы пробовали подключаться немножечко по-другому встречалось а сейчас не знаю я сейчас попробую открыть ее скажите пожалуйста если видите вы сейчас видите меня и мой письменный стол пока мы видим вас а письменный стол нет пока нет так сейчас я вот попробую подключить видите сейчас все еще вас все еще меня так вот чего боялась и получилось немножко а сейчас все еще вас пока все еще меня будем по-другому пробовать есть одни наверное наверное нужно мне подключить подскажите пожалуйста да потому что я что-то немножко не разберусь вспомните мы с вами тогда заходили у вас должно быть поделиться вот вы знаете по-другому высвечивается сейчас просто окно у меня и я поделиться либо трансляция экрана что-то из этого должно быть так на галерея фоскрин что-то не получается немножко мы с вами тогда в прошлый раз так сейчас вот наверное еще раз сейчас попробую включить теперь мы видим ваш экран видите да да и вот она презентация видите презентацию все понимали немножко испугалась так вы видите сейчас титульный первый лист да научная конференция да с названием моего доклада хорошо ну в общем приступлю к изложению как уже сказала на предыдущей конференции вот мы рассказывали об этой об этой об этой рукописи об этой рукописной об этом манускрипте Руслана и Людмилы который принадлежит архиву испанского пианиста и композитора Хуана Марья Гелменцу с которым Михаил Иванович Глинка познакомился и завязал дружеские теплые дружеские отношения во время своего путешествия пребывания в Испании и этот напомню немножечко об этом архиве этот архив библиотека национальная библиотека Испании приобрела у частного лица период с 1990 года по 2015 год и именно этот ранее неизвестный манускрипт оперы явился ее последним приобретением таким образом укомплектовав ее и явился жемчужиной как я уже сказала этого этого архива воодушевлявной такой находкой естественно мы решили исследовать данный архив и другие фонды как я уже сообщила и получили весьма интересные результаты так в архиве Вилбензу мы обнаружили 83 экземпляра произведений Глинки изданных фильмой Федора Тимофеевича Стыловского который в 50-х годах 19-го столетия приобрел полное право собственности на все сочинения Глинки продвигал его издание его полного собрания сочинений к ним относятся к этим партитурам 83 экземплярам то есть партитуры издания музыкальных пьес Глинки к ним относятся практически полное собрание песен и романсов Глинки изданных этим издателем и фортепианное переложение его обоих испанских кувертюр Камаринской а также полное мемажор и вальса фантазии Глинки помимо этих произведений и изданий мы обнаружили также одну фортепианную редакцию вальса фантазии изданную в Мадриде вот здесь сейчас вы видите титульный лист этого издания к нему мы вернемся немножечко попозже чуть позже и также первую биографию зарубежную более-менее полную если на тот момент можно так было сказать изданную в Париже в 1880 году и подготовленную актовом фуки это очень важно заметить что присутствие в архиве Гилвенцу всех этих источников указывает на то что испанский музыкант следил за деятельностью своего русского друга и очень трепетно к ней относился помимо изданий принадлежавших Гилвенцу в библиотеке мы обнаружили еще два источника очень интересных которые привлекли наше внимание особое это и которые происходят из других из других архивов это портрет Михаила Ивановича Глинки принадлежащий еще одному другу и знакомому Глинки испанскому мадридскому художнику Мануэле Костельяно вот такой портрет интересный он этот этот портрет вошел в факсимильное издание испанских бумаг Глинки то есть альбома фрагментов из записок фрагментов писем испанского периода Глинки вошел этот портрет но он не вошел полностью в него дело все в том что как вы можете видеть внизу под портретом фигурирует личная подпись Глинки автограф Глинки этот автограф был не вошел то есть урезали немножко портрет и он не появляется когда я его обнаружила в библиотеке то есть увидела сюрприз был достаточно большой тоже но об этом портрете и об самом Мануэле Кастерьяна следует посвятить отдельный доклад потому что в рамках этого доклада у нас просто времени нет об этом постараюсь подготовить следующий доклад рассказ на следующей конференции может быть если будет интересно рассказать немножко об этом друге Глинки тоже и о этом портрете и о коллекции вот и следующий 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 источник принадлежит другому испанскому деятелю то есть к архиву другого испанского деятеля выдающегося деятеля это Франциско Асенха Барбиери в его архиве мы обнаружили вот такой интересный экземпляр скерца Глинки это рукописная партитура полная партитура скерца вальса фантазии Глинки выполненная его собственной рукой я хочу сказать немножко рассказать немного о сделать небольшую ставку о фигуре Франциско Асенха Барбиери дело все в том что фигуру этого музыкального испанского деятеля вполне можно сравнить по значению по значимости в Испании с фигурой Михаила Ивановича Глинки он один из основоположников жанра Большой Сарсуэлы он стоял у истоков Испанской национальной оперы был одним из главных организаторов проекта постройки театра Сарсуэлы в Мадриде и основателем первого в Испании стабильного симфонического оркестра называвшегося концертное общество Мадрида итак об этой партитуре скерца вальса мы расскажем чуть-чуть позже но помимо этой рукописной этого рукописного экземпляра мы нашли еще другой другую версию фортепианную тоже изданную в Мадриде как вы видите этого вальса фантазии о которых я и хочу рассказать рассказать то есть о партитуре которую о фортепианном издании которую мы нашли в архиве Голбензу об издании следующем скерце которое мы нашли в архиве Асенхо Парвьери и этой рукописной копии вальса в первую очередь хочу обратиться к этому фортепианному изданию на на титульном листе который вы сейчас здесь видите фигурирует название скерца информа в форме вальса сочиненное для оркестра глинкой и аранжированное для фортепиана автором внизу как вы можете следовать видите маленькие буквами маленькими буквами написано что это скерца было исполнено с большим успехом присутствии их величеств на концертах королевской консерватории Марии Кристины очень любопытная информация дело все в том что как известно из писем и записи и записок глинки во время своего пребывания в Испании он хлопотал о представлении своих произведений испанской публике но к сожалению эти хлопоты практически не увенчались успехом можно сказать что большим успехом во время его пребывания за исключением одного предворного концерта в котором исходя из письма глинки к матери от 27 ноября 1846 года исполнялось трио из оперы «Жизнь за царя» Нитамира Димой за исключением этого письма других сведений об исполнении своих произведений Глинка не оставил при изучении этого экземпляра как вы видите мы обнаружили пометы в нем которые нам указывают на исправление то есть на местах которые нужно будет исправить я надеюсь что вы видите хорошо они выполнены простым карандашом вот правки эти и все же вернемся я хочу вернуться к титульному к титульному листу концерты концерты которые проводились в консерватории Марии Кристины это обычное обычное дело как говорится но прежде чем рассказать об этих концертах я хочу сказать что прежде чем немного рассказать о о самом возникновении об этих как проводились эти концерты почему и какую роль играли вообще в жизни музыка консерватории мадридской консерватории королевы Испании надо сказать что музыка была одним из любимых занятий Изабелли Второй этот интерес она унаследовала от своей матери королевой Марии Кристины де Борбон дочери короля Неаполя Франциска Первого и последней жены короля Фердинанда Седьмого среди то есть Мария Кристина де Борбон была тоже очень большой любительницей музыки получила обширное музыкальное образование как в Италии так и в Испании и среди ее наиболее значительных заслуг было содействие создания первого официального и стабильного центра высшего музыкального образования в Испании в 1830 году именно Королевской консерватории музыки декламации Мария Кристины ее дочь Изабель вторая разделяла со своей матерью и сестрой инфантой Луизой Луизой Фернандой пристрастие к музыке так что Сальдони писал о ней что она была самой выдающейся певицей и большим знатоком этого божественного искусства и большой защитницей артистов Изабель вторая любила принимать своих учителей на аудиенции приглашать их участвовать в концертах проводимых в частных покоях дворца с исключением с исключительным присутствием королевской семьи и придворных слух во время ее правления музыканты а также сама консерватория пользовались ее покровительством проведение концертов с королевским присутствием в ней было делом обычным они посвящались празднованию различных событий связанных с короной а также и для демонстрации уровня достигнутого учениками консерватории помимо этих двух основных функций стоит упомянуть выступление преподавательского состава и студентов консерватории в поддержку учреждений косвенно зависящих от короны так что таким образом в первые годы существования консерватории представления с королевским присутствием были обычным явлением иногда эти концерты служили для торжественного празднования дни рождения королевских особ здесь я остановлюсь немножко в рассказе о консерватории и об этих концертах к ним мы вернемся немножечко позже сейчас я хочу тоже еще показать еще раз показать текст музыкальных хотя бы этих первых двух страниц двух страниц этого этого издания да как вы видите вообще очень любопытное изложение оно очень схоже с первым фортепианом изданием вот здесь мы видим этот это первое фортепианное издание которое было первая фортепианная версия да которая была издана в 1839 году фирма Беляева здесь это источник из национальной библиотеки российской национальной библиотеки из отдела рукописей и здесь вы как можно видеть есть пометы глинки с исправлениями которые он уже внес в 56 году и как вы можете сравнить эти две два издания они очень похожи но вот эти правки скорее всего мы думаем что они принадлежат руке гилбенцу то есть экспертизу мы не проводили пока что но судя по почерку по манере по характеру они очень схожи с с пометами и правками испанского композитора но также похоже и на глинкинские надо сказать что глинка и гилбенцу разделяли очень многие многие аспекты да в своей сказать в своем мировоззрении что ли музыкальном восприятии да дальше мы вернемся еще раз к следующему изданию надо сказать что это издание которое происходит из архива барвери оно последующее более позднее чем из архива гилбенцу почему мы так решили во-первых в этом в этом издании учтены уже все исправления которые мы видели в предыдущем мадридском издании и судя по по надписи которая фигурирует на титульном на титульном листе здесь мы уже видим скерца вальс который был исполнен с большим успехом большим оркестром общества мадридского концертного общества сочиненной глинкой версия для фортепиано то есть мы еще раз видим еще одно указание на то что этот вальс был исполнен уже в другом концерте и уже другим оркестром то есть оркестром общества концертов мадрида о котором мы немножко говорили говорили и я хочу тоже немного рассказать об этом об этом оркестре нужно заметить что концертное общество дорогая Ольга Дмитриевна мы не успели тогда услышать ничего о рукописном экземпляре давайте может быть его охарактер время осталось столько информации хочется все это рассказать информации много но хотелось бы еще услышать о рукописном более вкратце рассказывать о рукописном прежде чем небольшая заметка о концертном обществе ее основателем как я уже сказала был именно Барбери и возвращаясь к рукописной этой версии Барбери Вальса Фантазии то есть мы можем подозревать на то что это скерца было что это рукопись была использована как для первого так и для второго исполнения этого произведения клинки чтобы узнать более подробно об этих концертах мы обратились к в архив Мадридской консерватории в исторический архив Мадридской консерватории в котором также хранится архив этого общества концертного Мадридского и просмотрели все все программы концертов и также просмотрели фонд нотный фонд архива Мадридского общества ну и конечно мы обнаружили там очень приятные находки для нас в архиве концертного общества мы обнаружили вот такое вот такую партитуру тоже рукописную скерцевальс это полная партитура и полный комплект оркестровых партий всех инструментов этой это эта партитура является копией рукописи Барбери значит что происходит мы нашли эти партитуры по которым исполнялось это произведение концертным обществом Мадрида после после этого мы обратились к программам этого концертного общества и там обнаружили что скерца Глинки было исполнено концертом в девятом концерте первый раз в девятом концерте этого общества в театре принца Альфонса 28 апреля 1867 года то есть это общество было основано в 66 году и в 67 году уже исполнялось это произведение оно 30 апреля 67 года оно было еще раз исполнено и также в присутствии королевских особ с большим успехом надо сказать что нас привлекло очень большое внимание что везде фигурируют королевские особы королевские особы что вот всегда оно исполнялось в присутствии первое исполнение премьеры всегда в присутствии королевских особ это указывает на то можем думать так что это произведение было очень любимо королевам Изабелью и Марии Кристиной обеими королевами потому что всегда она фигурировала в этих обществах и после мы обратились в поисках все-таки концерта как мы уже сказали что концерт общества концертов Мадрида состоялся в 67 году но рукописное извините но издание фортепианное происходящее из архива Гилбенцо оно более ранее и тогда мы обратились к архивам Мадридской консерватории к концертам Мадридской консерватории и там мы нашли программу такой интересный видите не видите нет вот такой архив который относится к 22 ноября 1847 года это в этот день был организован концерт в консерватории в честь дня рождения Елизаветы второй Изабелли второй на котором присутствовали обе королевы то есть мать и королева мать и королева Елизавета основываясь на сообщении из газет обе королевы присутствовали и они появились в пять часов дня в сопровождении своих фрейлин и других самых знатных членов общества и хотя вот здесь очень такой интересный момент видите вот здесь программа это и здесь это вот с одной стороны рукописная это черновик программы а распечатанная это уже основная программа которая была и здесь как вы видите во второй части секунда парте здесь третьим номером три с керца для всего оркестра маэстро Глинки прошло буквально полгода после отъезда Глинки и его вальс фантазия был исполнен с успехом с огромным успехом в этом концерте естественно об этом хлопотал его друг Гелбензу который и явился промоутером его произведений в этом в этой в этой в этой стране позже позже это произведение также исполнялось еще в следующем концерте вот и что мы хотим еще немного сказать сегодня немножко да вот из-за того что столько сведений все это хочется об этом и обо всем рассказать но немножко скомкана получается вы извините пожалуйста что мы хотим сказать все эти источники нам указывают на то что все-таки произведения Глинки исполнялись уже хотя непосредственно уже после его отбытия из Испании они вошли в репертуар исполнения исполнения оркестров основных оркестров испанских и в этом участвовал его друг пианист и композитор Хуан-Мария Гилбензо вот здесь вы видите афишу концерта в Париже когда Глинка тоже представил свой вальс фантазию там и после этого после этого концерта были также изданы была также издана фортепианная редакция этого этого вальса ну и вот сейчас я хочу представить здесь вот такое сравнение этих трех версий то есть первая версия оркестровая это германовская версия вы видите о ней уже рассказывалось во многих исследованиях вот вторая это обнаруженная нами которая выполнена рукой Барбери и последняя третья версия которая уже последняя версия которую выполнил Глинка и что я хочу сказать версия Барбери она отличается как от первой так и от второй версии ну если вы видите даже вот по составу она более приближена к составу все-таки Глинки но все-таки медная часть в ней более более все еще более большая но прозрачность партитуры все-таки более присутствует в ней мы их сравнили эти партитуры и вполне возможно что она являет рукопись является копией второй парижской редакции оркестровой которую Глинка увез с собой и скорее всего он ее вез в Испанию и вполне возможно что Барбери ее переписал и она была таким образом исполнена в концерте вот после отъезда Глинки из Испании мы да простите мы очень извиняемся но у нас тайминг совсем подошел к концу к сожалению вот спасибо вам большое за ваш доклад я понимаю что у вас слишком много очень интересной информации которые вам хотел с нами поделиться но к сожалению у нас все-таки все-таки ограниченное время да вот тут спрашивают будут ли публикации да да конечно мы готовим сейчас статьи и и также работу как о вальсе фантазии именно обо всех этих обо всех этих источниках которые мы обнаружили то есть со сравнительным анализом то есть анализ мы уже сделали источники которые хранятся в кабинете рукописей российской национальной российской библиотеки и здесь и также сделали запрос во французскую национальную библиотеку источники которые там хранятся вот это вот звено недостающие нам чтобы уже полностью как говорится увериться немножко да и да конечно же конечно спасибо вам большое спасибо вам спасибо вам большое и простите извините пожалуйста за доклады очень интересно к сожалению мы вышли очень сильно из графика но тем не менее я предлагаю все-таки заслушать последний доклад нашего утреннего заседания а если никто не против то тогда я передаю слово александре анатольевне сафоновой кандидата искусства вене научной сотрудник научно-исследовательского центра методологии исторического музыкознания при кафедре шоурида рыбе московской консерватории доклад итальянская опера в театре вот апраксина по материалам нотного собрания в фонде апраксина галицыных научно-исследовательского отдела рукописей российской государственной библиотеки благодарю за возможность представить доклад я постараюсь быть краткой тему нотного рукописного собрания фонде апраксина галицыных мы уже поднимали год назад я делал первый доклад поэтому и вот когда мы делали это представление обратили внимание на тот факт что несмотря на то что и театр генерала степан степан ч апраксина первой четверти 19 века считал почитался одним из лучших в москве и несмотря на то что на этой на сцене его театра четыре сезона после пожара москвы играла императорская труппа и что екатерина владимировна апраксина урожденная княжна галицына была пожалована была избрана почетным членом санкт-петербургского пульмонического общества на самом деле театр и музыкальный театр апраксиных эта тема которая очень мало исследована о нем очень мало сведений вот все что имеется в литературе было обобщено и есть публикация которая посвящена похищенной крестьянке оперы которая ставилась на сцене театра апраксина эта публикация вышла в журнале старинной музыки в третий номер за прошлый год поэтому эти сведения я повторять не буду и еще на что мы обращали внимание что в этой коллекции в которой около пятидесяти музыкальных произведений представлена достаточно большая часть рукописи которые ранее никому не выдавались то есть они не исследовались и и не изучались при составлении каталога ведется в сопоставлении с известными автографами если они есть онлайн и помимо того что фиксируется различия версиях и копиях также производится уточнение атрибуции и в том числе мы пытаемся понять откуда могла поступить данная рукопись и сейчас я поясню дело в том что у нас было такое призвано положение что если эти рукописи оказались в собрании собрание поступило из имения альбово в 19 веке в конце 18 века но именовалось как имение любого то следовательно эти оперы и ставились на сцене в театр альбово но дело в том что приходится уточнять на самом деле эти сведения во первых в мемуарах современников не говорится об оперных постановках в львово считается что все же там были любительские постановки которых которых не сами они играли в основном это были драматические пьесы и еще есть такое положение что выбор репертуара во многом определял компарезе хотя поскольку он изготавливал декорации и был архитектором львовской усадьбы но на мой взгляд на самом деле выборе репертуар могла принимать участие екатерина владимировна и почему я делаю такой вывод потому что в составе всего я говорила 50 произведений 25 это так называемых итальянских опер всего опер более 40 из этих 50 произведений есть те произведения которые ставились также на императорской сцене достаточно много но есть рукописи опер которые на императорской сцене не ставились не ставились не в петербурге не в москве и все эти произведения можно было увидеть на самом деле в театре итальянской комедии парижском театре итальянской комедии в те годы как раз когда княжна со своей сестрой и родителями жила в париже до до революции 1789 года значит самые интересные рукописи которые здесь которые есть на мой взгляд это рукописи итальянских опер с русской переводной подтекстовкой причем самые интересные примеры это когда русская подтекстовка вот этих апраксинских так скажем рукописи отличается от известный от известного перевода который сопровождал постановку на императорской сцене это например это опера фроскотанка это прям под номером один оказалась в этом собрании и тоже материалы я докладывал на конференциях надеюсь что статья скоро выйдет и будет опубликована с этим с этим материал можно будет ознакомиться еще один очень примечательный интересный момент это то что на отдельных лукописях не на всех можно найти зафиксированы и имена действующих лиц и исполнители и вот в нескольких случаях это видно что это артисты трупы апраксинах причем здесь упоминаются имена баса буфа малахова и тенора петра александровича булахова по свидетельству князя петра андреевича вяземского это были вольные актеры которые играли вместе с артистами из крепостных апраксинах вот но сведения которые касаются актеров они требуют очень больших уточнений и я думаю что исследование как раз этого материала может от открыть нам многое действительно ли это постановки были осуществлены самостоятельной трупы апраксина либо за этими именами сокрыты имена актеров императорской на труппой а давайте табличку откроем так что время сократить есть еще одна рукопись примечательна это опера фьерованте деревенские певицы или сельские певицы это пониже еще можно там тоже указаны исполнители но это вовсе исполнители не театра апраксинах это была постановка у графини строгановой когда все партии были исполнены мужчинами то время как известно и это сводная партия для певцов с русской подтекстовкой и здесь интересно то что известно что апраксин заказывал перевод итальянского либретто на русский язык александр федоровичу мерзлякову так вот эти два перевода они не совпадают и соответственно это тоже пример того что библиотеки апраксинах могли оказаться ноты которые они используют подготовки но они не свидетельствуют то вот именно эта редакция была поставлена нас на сцене театра еще один важный момент это то что после московских пожаров 1812 года когда считается что собрание императорского театра было полностью утрачено часть вполне могла поступить к апраксину потому что он согласился забрать и театральный реквизит и также мы знаем что был театр при наполеоне когда они находились в москве и из этого театра тоже забирал материалы архивы и рукописи степан спанч апракси и как вы знаете с 14 по 18 год на сцене театра апраксина в их весьма душных и тесных помещениях как говорили современники играла императорская труппа и здесь я понимаю что мелко но если вы посмотрите просто таблица это все будет опубликованы можно будет посмотреть и есть примеры тех опер которые действительно ставились на сцене именно императорской труппой и и ставились они даже именно в то время когда императорская труппа находилась в театре апраксина а также после этого то есть например это опера сейчас скажу значит опера нежданный брак или маркет тюлипан это опера ставилась и в петровском театре в 1798 году и потом она ставилась императорской труппы на маховой в 1820 году таким образом основной жанр оперы это комедийная опера есть две оперы серия это две оперы по изела причем их премьеры состоялись на сцене придворного театра в санкт-петербурге вот и что еще также интересно что та же самая фроскотанка известно что она была также представлена в санкт-петербурге так вот ее рукопись именно партитуры потому что есть партитура и отдельный сводный сводная партия певцов так вот эти два тома партитуры они очень в таком кожаном переплете золотым тиснением находятся и копии партитуры в петербурге в мариинском театре нету то есть на самом деле возможно копии передавались для копирования или они передавались в императорский театр может быть они остались вот так в театре у апраксинок но мы знаем что у апраксинок эта опера игралась собственными певцами то есть может быть эти рукописи к ним поступили для того чтобы они подготовили постановку поэтому сказать откуда и когда поступил рукопись я думаю мы ставим пока очень много вопросов но это требует очень детального исследования всего собрания который насчитывает как я говорила более 40 опер я не говорю цифр точно потому что в этом собрании есть материалы которые по каталогу они вообще не атрибутированы никак есть те которые были атрибутированы но вот они были отрубительны неправильно мы обнаружили не иных авторов иные сочинения чем те которые значились по каталогу но вот эта работа еще до конца не завершена на в процессе я надеюсь что будет много уточнений и конечно вот составление каталога эта тематика мне кажется не ограничивается надеюсь что будут еще другие исследователи которые будут брать персоналию уточнять уточнять мне кажется тема нашего русского дворянского театра в первой четверти 19 века она очень интересная и действительно требует пристального внимания и изучения и вот прошу прощения если несколько сумбурно раз звучало я 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 да я я я я ее я я и я Это тоже такое достаточно объёмное исследование. Потом, конечно, известно, что Екатерина Владимировна, урождённая книжная Голицына, Апраксина, она ещё обладала такой привычкой всё записывать. Поэтому её переписька, её письма, всё, что сохранилось, это, конечно, источник для исследования. Но есть одно небольшое затруднение. У неё трудночитаемый почерк. То есть здесь не то, что знание языка ограничивает, но все, даже те, кто владеет французским языком, признают, что да, это было бы здорово, если взяться за это дело, но не всегда читается, к сожалению. Вот это есть такая, такой момент есть. Спасибо большое. Спасибо. Соответственно, первый у нас доклад онлайн. Как я понимаю, Насирова, Кинуль, Есифова. На кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой истории музыки Бахинской музыкальной академии имени Узира Гаджибели, заслуженный учитель Азербайджана. История создания опер славянского красавица Астасева. Я приветствую всех уважаемых своих коллег и выражаю особую благодарность Елене Вячеславовне за приглашение. Я сейчас попытаюсь поделиться своим файлом, если у меня получится. Я не знаю, у вас загружается или нет. Выделение отображал. Сейчас пока нет. Сейчас. Секундочку. Извиняюсь, буквально минуточку еще раз я попробую. Тут отображается или нет? Что еще пока нет? Я поделилась, может быть, загружается очень медленно. Если загрузится, будем надеяться, что загружается. Все еще не загружается? Нет. Не загружается, давайте пока начнем. Сейчас начнем. Загружается, загружается. Да. Хорошо. Уважаемые коллеги, я хотела бы рассказать вам об истории создания оперы «Славянская красавица». На информацию об этом сочинении я натолкнулась несколько лет назад, когда работала в нашем государственном архиве и была занята совершенно другой проблемой. И случайно натолкнулась на вот это вот название и заинтересовалась этой проблемой. И сейчас я хочу вам рассказать об этом произведении и, точнее, об истории создания этого произведения. Творчество народного артиста, артиста СССР, дважды лауреата государственных премий, действительно член Академии наук СССР Борис Владимирович Асафьева, составляет целую эпоху в истории музыкальной культуры 20-го столетия. Судающийся ученый-музыковед, блестящий критик, талантливый композитор и педагог, просветитель он восхищает своей поистине феноменальной деятельностью. Многочисленные научные труды работы Асафьева – это особый мир природческих предвидений, в котором гармонично сочетается аналитическая глубина, необъятная эридица, шахтаток кругозору художника, сумение воспринимать и осмысливать действительность через слух. Разносторонняя деятельность Асафьева, вызывающая неизменные интересы исследователей, после распада СССР получает неоднозначную оценку, новая информация, проливает свет на многие события его жизни и творчества, позволяет по-иному подойти к вечной проблеме художника-власти. Однако это ни в коей мере не умаляет значимости незаурядного таланта Асафьева, который расцвел при политическом режиме Сталина, детерминирующем духовную сферу общества. Огромное творческое наследие Асафьев включает в себя не только его блестящие историко-теоретические заскания, но и многочисленные сочинения в разных жанрах. Хотя его композиторское творчество постигло не такая блестящая участь, как научные труды и сочинения, не получили столь же широкого признания, тем не менее это талантливые образцы, имеющие право на жизнь. Асафьев, композитор, писал в разных жанрах, но постоянный интерес он проявлял к музыкальному театру. Неслучайно значительную часть его творческого наследия составляет музыкально-сценические произведения, включающие в себя 28 балетных и 11 оперных партитур. В поисках сюжетов этих сочинений он обращался к классикам мировой литературы, низами Генжави, Данте, Пьерро, Андерсену, Пушкину, Бальзату, Малермонтову и так далее. Определенную лепту внес Асафьев в музыкальный ориентализм. Талантливый композитор, он развил славные традиции русской музыки о Востоке в цикле романсов из подражания Корану на слова Пушкина, в балетах «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Ашикари», в операх «Алтенчич» и «Славянская красавица». Последнее из названных сочинений стал объектом переписки Асафьева и автора либретта данной оперы, талантливого ученого-создателя ряда въезги Идары Смайлова. Подлинники неопубликованных песен, проливающие свет на историю создания оперы «Славянская красавица», первоначально она называлась «Волшебный замок», написанная по мотивам поэма «Семь красавиц» низами Генжави и свидетельствующая о кропотливой и целеустремленной работе, которую вели авторы оперы, хранятся в Государственном архиве литературы и искусства. Письма Асафьева написаны из его последней ленинградской квартиры, дома номер 6 на площади Труда, в котором он переехал в 1933 году и прожил в ней почти 10 лет. В этой квартире он написал многие свои произведения, и в том числе оперу «Славянская красавица». Будучи интересным и содержательным образцом эпистолярного наследия, переписка Асафьева и Смайлова включает в себя 15 писем, относящихся к 1940-1943 годам. Это был период необыкновенного творческого взлета в жизни ученого громкой славы, когда он получил звание народного артиста СССР и государственную премию. Именно в эти страшные годы Второй мировой войны в блокадном Ленинграде, прикованной тяжелой болезнью к постели, по словам ученого, ему работать хотелось как никогда. Больной в нетопленной комнате в свете коптилки, Асафьев написал около 130 печатных листов музыковических исследований и десятки музыкальных композиций в разных жанрах. Он писал в холодной комнате, где коченеют пальцы при вздрагивающем священном огарке в осажденном городе, делился воспоминаниями, старался раскрыть, как в нем росло стремление к музыке и как оно создавалось. Если в своих научных монографиях и статьях Асафьев исследует музыкальное наследие других композиторов, то в этих письмах он приоткрывает собственную творческую лабораторию. Эти письма содержат много ценных мыслей обнаруживать стиль работы Асафьева-композитора. Они проникнуты доверием Космайлову, которого, по всей вероятности, он хорошо знал. Содержание письм выходит за пределы чисто личной переписки и знакомит нас с историей создания оперы славянской красавицы, интересными событиями музыкальной жизни тех лет, характерами отношений людей рядом творческих проблем, которыми был занят Асафьев. Эти письма раскрывают перед нами и его человеческие качества, желание творить, постоянную эмоциональную окрашенность мысли, художественный вкус и, к сожалению, от того, что он не был по достоинству оценивать. Он как композитор. Ведь выдающийся музыкант 20-го столетия неоднократно говорил, цитата, «Подтверждали, что я не композитор, а какой-то композиторствующий историк. Да, я историк и филолог, и много изучавший литературовед, знаю театр и не только музыкальный, неплохо разбираюсь в изоискусствах. По существу, по природе своей, я типичный музыкант, и сочиняя все, забываю в момент творчества, кто я – историк ли, журналист ли и так далее. Хочу создавать, вот и все». Масофия высоко ценил свое искусство и просто убивался творчеством. Письма к либретисту демонстрируют, как тщательно и последовательно работал над сочинением, вновь и вновь обращался к тому, что его не удовлетворяло. В них находят отражение такие черты его личности, как тонкий душевный строй, отзывчивость, роднимость и в то же время энергия и непоказное мужество. Экономист, инженер, литератор, кандидат в исторических наук, либретист Гидар Исмаилов родился в Нахичеване. В 2010 году его семья переехала в Тифлис. Здесь он получил первоначальное образование, он стал выступать на сцене под псевдонимом Нахичеванлы. Надо сказать, что он играл в роли Аскера, выступал в всемирно известной оперете Юзера Гаджибекова «Ашин Малала». Исмаилов с детских лет испытывал особое пристрастие к театральному искусству и спустя несколько лет, когда он уже окончил в Тифлисе промышленно-экономическую технику, впоследствии закончил инженерно-экономическое отделение Азербайджанского государственного политехнического института. И сразу после окончания он начал преподавать в политическую экономию в различных вузах Азербайджана. Он увлекался также проблемами истории и был талантливым литератором, он получил известность как автор ряда пьес-сценариев, однако истинная слава к нему пришла после создания либретто оперы Кировлы Узера Гаджибелия. Значит, минуточку. Однако Исмаилов испытывал интерес не только героическому эпосу, но и к творчеству великого Низами, и свидетельством этого является написанная им либретто оперы «Славянская красавица» на музыку Ассафьева и киносценарий «Волшебный замок» на основе поэмы «Семь красавиц» Низами. Киносценарий был принят киностудией Мосфильм, однако его дальнейшая судьба нам неизвестна. Значит, в 1940 году Исмаилов в письме Касафиева отмечает, что отправил ему либретто оперы, которое Комитетом искусств при Народном комиссариате Азербайджанской ССР было условно названо «Волшебный замок». Он отмечает, цитаты, «Я счастлив, что после совместной работы с Узиром Гаджибековым над оперой Кироглэ буду сотрудничать с выдающимся советским композитом». Один из его учеников, Ассафьева я имею в виду, впоследствии видный ученый Рыжкин, в своих воспоминаниях пишет о необыкновенной занятости Ассафьева и приводит выдержку из его письма от 29 сентября 1940 года, позволяющие определить точную дату начала сотрудничества композитора и либретиста. Цитата. «Приехал писатель из Азербайджана с либретто, опера к юбилею «Не займи специально ко мне». Следующая цитата из письма, адресованного в октябре 1940 года Нестиву, указывает на время получения официального заказа. «Но мне надо то столько привести в порядок, что дело хватит года на полтора». Я говорю о музыке, пишущейся для себя. Заказ же бывает один в год. В 1939-й Ашик, 1940-й Сулафиме, теперь в 1941-м настоятельные просьбы из Азербайджана. В декабре того же года Асафьев сетует на то, что Комитет по управлению искусством не дает ему творческий отпуск. И между тем, как одна моя корреспонденция из Москвы, из Киевом, из Торжкентом, из Тбилиси, из Бакуи, из Свердловского показывает, что спрос на меня большой по всему СССР. К сожалению, не удалось восстановить точную информацию о том, как возникла идея заказать оперу славянской красавицы именно Асафьеву. Известно только, что был оформлен официальный закласс, вероятно, в 1941-м году. На создание этой оперы в связи с 800-летним юбилеем Низами и процесс работы продолжался в течение нескольких лет. Сочинение создавалось, соответственно, по мотивам поэмы «Семь красавиц» великого поэта. Над либретто работал Исмайлов, внимательно прислушиваясь к советам композиторов. В сентябре 1940 года автор либретто посетил Асафьева в Ленинграде, представил подготовленный по его просьбе материал. По переписке Исмайлова и композитора можно проследить все этапы сложного творческого процесса создания произведения. Асафьев в своей автобиографии пишет, цитат, «Первые месяцы Великой Отечественной войны заставили меня в блокадном Ленинграде. В привычной рабочей обстановке я заканчивал инструментовку оперы «Славянская красавица» по Низами для оперного театра в Баку по заказу Азербайджанского юбилейного комитета по честному мне этого великого поэта. Бомбардировка Ленинграда с первого дня сентября заставила меня приостановить эти занятия. Но я все же успел закончить партитуру оперы и рукопись отправить в Баку. В сентябре переехал в бомбоубежище в здание консерватории. Интересно, что в 1940 году в газете «Правда» сообщается, что в связи с этим юбилеем, цитата, «Композитор Асафьев написал четырехактную оперу «Волшебный замок». Это первоначальное название оперы, напомню. В беседе с корреспондентом «Правды» Асафьев рассказывал о своей новой работе. Опера написана по предложению комитета по образному юбилею Низами Азербайджанского комитета по делам искусств. Либриду принадлежит азербайджанскому писателю Исмайлову, а русский стихотворный перевод сделан Зальцманом. Сюжет оперы основан на эпизоде со славянской девушкой-княжной из известной поэмы Низами «Семь красавиц». Могатырь Сухейль, освобождающий девушку из заколдованного замка, народный герой, в образе мудреца, помогающего Сухейлю, выведен сам поэт Низами. Однако хранящаяся в нашем архиве переписка подтверждает тот факт, что процесс создания оперы продолжался и в последующие годы. Отметим, что специальный комитет по подготовке проведения 800-летнего юбилея Низами, первоначально намеченного на 1941 год, был создан при Совете Народных комиссаров Азербайджанской ССР в 1939 году. Празднование юбилея отложили из-за войны хотя бы в октябре 1941 года в блокадном Ленинграде в Эрмитаже. В связи с этим состоялось событие... В связи с этим... Простите, состоялось... Значит, событие... Секундочку, извините. Значит... Минуточку, я потеряла нить. Состоялось событие... Простите... Юбилейное заседание, на котором, по всей видимости, присутствовал Асафьев. Именно в эти дни по радио Ленинграда звучали фрагменты славянской красавицы, чему безмерно был брат Асафьев. Следующее письмо, адресованное Исмаилу, указывает на то, что процесс создания оперы начался до сентября, так как он написан на 2 марта 1940 года. Асафьев отмечает, что недавно получил от него краткое содержание оперы. Цитата. «Тему мне очень нравится, пишет композитор. Я увлечу вам заданием, так как вообще люблю восток, люблю поэзию и музыку азербайджана». Однако композитора волнует проблема отсутствия грамматики и словаря азербайджанского языка, а также некоторые вопросы, связанные с либретом. В частности, он отмечает, что ему многое не ясно с точки зрения драматического развития. Далее он высказывает мнение по поводу некоторых актов, чтобы как-то оживить действия. Для этого он предлагает показать яркими поступками симпатии к обездоленному Мисс Рампошу или проявить ее увлечение к знанию и искусству. Таким образом, композитор считает, что характеристика главной героини оперы уже в первом действии должна вызывать цитаты к ней привязанность как хорошей доброй девушке. Драматургическое чутье подсказывает ему, что во втором действии лучше сократить сцену приема падишаха, так как это повтор того, что было в начале оперы. Асафьев предлагает оставить только гневное письмо Шаха и написать большую арию главной героини, которая могла бы родиться как ответ на это требование. Цитата. «Не хочется, чтобы возникли живые эмоции, яркие чувства. Еще мысль может быть показать гибель кого, какого-либо витязя, чтобы тем самым отметить ничтожность искателей брака с Нисрам Пуш». Вторая половина второго акта приходится по душе Асафьеву, он находит ее содержательный, а хорошее по мыслям события третьего действия характеризует как вялые в отношении театрального действия. Вновь проявляется желание добиться драматического напряжения. Он отмечает, что философ должен указать в ответ на Арию Сухейля, обращенную к Нисрам Пуш на его высшую цель, на подвиг во имя народа раскрыть перед его взором картины страданий и лишений, как Вергилий перед Данте образы Ады. Помимо этого, композитор предлагает четвертый акт, который сильно волнует его воображение, сделать второй картиной третьего действия. Асафьев буквально слышит музыку Арии главной героини. Цитата. «Голос любимой девушки, ведущей сквозь борьбу и зовущей к себе, временами замирая и вновь звучат с новой силой, все это чудесно, увлекательно и волнует своей человечностью. Даже ради одного этого момента можно вдохновиться на всю оперу». По мнению композитора, пятый акт не требует перемен и советует подчеркнуть гнев хана, вызванный не только низким происхождением Сухейля, но и его борьбой над народом. И тогда, по мнению Асафьева, опера приобретает ведущую яркую эмоцию и идею. В приписке к данному письму он преследовал сообщить ему некоторые данные, основные размеры и формы азербайджанских стихов и рассказов, кратко охарактеризовать соотношение длительности и рассказать об ударении его месте и динамики. В ответном письме Исмайлов информирует Асафьева о том, что согласно существующей договоренности он связался с научно-исследовательским кабинетом консерватории для подбора азербайджанской народной музыки. Здесь была организована бригада, руководимая Бюльбюлем. Хочу напомнить, что это народный артист СССР, первый профессор наш, вокалист академического пения, который подбирает, цитаты, не только слышанные и неиспользованные азербайджанские песенные и танцевальные мелодии. Эти ноты, предназначенные для композитора, будут отредактированы Бюльбюлем, и для каждой из них он напишет аннотацию с русским переводом. Следующее предложение вызывает интерес к тем, что здесь впервые речь идет не только об опере, но и балете. Исмайлов отмечает, что хочет подобрать 50-60 отрывков для оперы и балета. Из дальнейшего текста становится ясно, что Управление по делам искусств собирается оформить Сосафьевым заказное написание балета «Семь красавиц» по одноименной поэрии Венезалии. В конце письма Исмайлов интересуется работой над композитором над балетом Аши Кари. Спустя две недели лебетисты сообщают Борису Владимировичу, что выдающийся азербайджанский писатель Мирзай Ибрагимов, работающий начальником управления по делам искусств в Азербайджане, передал ему благодарность Апасафьева за интересные либретты. Следующая мысль подтверждает, предложение подтверждает мысль о том, что первоначальный вариант либретта был отклонен. Цитата. Второй вариант одобрен соответствующими авторитетными организациями и лицами. Исмайлов отмечает, что во время работы ему многие помогли советами, режиссер, художник, актеры, музей низами, а также бюль-бюль и директор оперного театра Шекет Мамедова. Шекет Мамедова также народная артистка СССР, это лирика Калатурная Забрана, в свое время она училась в Милане, выдающейся певице, которой посвящена опера Шахсана Мглиера. Более того, она также высказала, имеется в виду Шекет Мамедова, высказала определенные пожелания и предложила при написании оперы ориентироваться на конкретные голоса для персонажа. Из привезенного в письме либретиста списка связствует, что образ низами во втором варианте либрета заменен образом философа и добавлен первоначально отсутствующий образ армитач. Либретист настаивает на приезде Асафьеву к Бакуи, отмечает, что стихотворный текст первого акта почти закончен, но не знает, какие взять размеры и такты, чтобы удовлетворить вас. Я могу прислать вам текст с размерами и формами, но это не все. Возможно, что придется во время работы изменить слог, ударение и так далее. Он сообщает, обещает закончить текст либретта к первому мая и выслать композитору много материала. Исмайлов информирует Асафьева о состоявшемся взаимоседании комитета по проведению юбилея Низами и отмечает, что композиторы, которые заказали пять оперы, жаловались на отсутствие либрета. В мае 1940 года Исмайлов пишет, что он получил еще одно письмо от Асафьева, но у него не было времени ответить, так как его пьесу ставили в Тбилиси. Либретти сообщает, что переслал композитору музыкальный материал и обещает к концу месяца закончить полный текст и отдать его на перевод. Либретти собирается приехать в Ленинград и спрашивает о том, какой материал привезти. Полученное Асафьевым от Ибрагимова телеграмма подтверждает, что его письмо не дошло до адресата, поэтому вновь доводит до сведения, что все лето находится без выезда в Ленинграде и будет рад видеть Исмайлову в любое время. Далее он отмечает, цитата, «Телеграмма дошла случайно, адрес был неточный, и хотя здоровье его улучшилось, двигаться ему никуда нельзя, а работать можно, но не слишком». При этом он добавляет, «Ради нашей с вами важной работы я прошу Всесоюзного комитета по делам искусств творческого отпуска на год. Необходима поддержка от вашего комитета по делам искусств в виде обращения Храпченко с указанием на важность работы и необходимость для меня творческого отпуска». Он отвечает на вопросы Исмайлова относительно необходимых материалов. «Вот вы лично, вот главное и ваши либретты. Подсрочный перевод семьи красавиц я получил. Если приведете с собой какие-либо нотные записи и сборники народных песен, по совету с вашими специалистами буду очень счастлив. Фотографии с миниатюрой памятников, видовые открытки Азербайджана, все это помогает при работе». Из письма Сафиева 9 сентября 1940 года следует, что Исмайлов летом не был у композитора и не прислал либретта. Хотя композитор дважды писал ему и послал две телеграммы, но в ответ получил только письмо от Ибрагимова. Хочу отметить, что этих двух писем в архиве нет, по всей видимости, они просто не дошли до либреттиста. Композитор сообщает, что у него есть слова азербайджанского языка, но без указания произношения, поэтому просит написать ему буквы в алфавитном порядке с обозначением русского произношения каждой буквы и некоторой звукосочетании. При этом добавляет, что все лето старался хоть чуть-чуть понять строй и склад языков Турции и Ирана, а затем вашего и арабского через взаимопроникновение. Кое в чем я разбираюсь, но рассудком, а не слухом. К сожалению, состояние здоровья не позволили композитору приехать в Баку, и это создало для художника большие проблемы при написании оперы. Он вновь просит прислать не только поэтический русский перевод, но и азербайджанский текст русскими или латинскими буквами, с подсрочным воззначением ударения и значения каждого слова. Цитата. «Умоляю вас сведения об ударении и вообще о метрике в азербайджанском стихосложении». Асафьев жалуется, что писал храбченко и о намерении участвовать в конкурсе Низами и просил творческого отпуска, но не получил ответа. Цитата. «Неужели они думают, что такую работу, как создавать оперу к юбилею Низами, можно делать, не имея времени среди обычной нагрузки?» удивляется композитор. Еще в одном письме либретиста, хранящегося в архиве, год не указан, однако проставлено число 7. Но цифра месяца неразборчивая, и, судя по содержанию, она написана в 1940 году. Либретист информирует композитора о том, что режиссер оперного театра, и он же режиссер-постановщик оперы «Славянская красавица» Рапокорт, отправил ему исправленные либретты и 10 писем, специально отобранных для оперы. Далее он сообщает, «Комитет Низами отправил письмо Храпченко и просил разгрузить вас от лишней работы». В письме «Саркад» от 18 октября 1940 года Исманов информирует Асафьева о том, что выполнил все его поручения, передал ноты и был в Комитете искусств. Секретарь Храпченко после переговоров с начальником сказал, мол, просьба будет удовлетворена. В ответ на письме 27 октября 1940 года Асафьев рассказывает о событиях, происходящих при постановке балета «Ашикари». Начались неприятности в театре. К примеру, отложили, простите, дирижер с балетмейстером стали сокращать, изменять музыку. Словом, начались обычные прелести, когда чувствуешь себя не композитором, а каким-то жалким, несчастным негодяем, виновным в том, что сочиняешь музыку, которую господа дирижеры должны разучивать и балетмейстеры ставить. Словом, я опять слег и почти не могу двигаться. Но зато написал книгу о глинке полулежа, полустоя. С нетерпением жду вашего либретта и нотной записи песен. Что вы здесь не проделывали с моим Ашикарибом, вашу оперу я буду писать пока еще жив. Следует отметить, что Асафьев, композитор, неоднократно сталкивался с непониманием при постановке своих музыкально-сценических сочинений и потому с такой горечью пишет о трудностях, с которыми в очередной раз столкнулся. В следующей части письма следует, что Исмаилов беседовал с Храбченко, но Асафьев не доверяет этому комитету. Цитата. «Только когда комитет низами сверху сообщит, что я нужен для серьезного дела, поверят, и тогда да и и далее переключается на творческие вопросы. В частности, его интересует, какой дуэт напишет либретист. Цитата. «Прошу лиричнее, чтобы чувствовалось сердце, великая человеческая любовь и природа». Далее Асафьев напоминает о пастухе и просит узнать, на каком он играет инструменте и нет ли записанного наигрыша. В конце письма отмечает. Узнать и у специалистов. Оставились ли в азербайджанской народной музыке следы так называемой пентатоники? Мне необходимо это знать. Вопрос, заданный композитором, связан с тем, что элементы пентатоники свойственны многим древнейшим культурам, а великий ученый считал, что, цитата, «Кавказ в своем сплетении музыкальных языков и диалектов значим в эволюции музыкальной интенсионной речи человечества не менее, чем в истории языка и словесно-языкового мышления». Поэтому он предполагал, что в азербайджанском музыкальном фольфлоре могут быть следы пентатоники. Здесь вспоминается еще одна мысль Асафьева, относящаяся к периоду его работы над оперой «Алтенчечи» для Казанского театра оперы и балета. Цитата. «Я слышал в напевах татар интересную эволюцию, своего рода переходной интонационной стадии между архаизированной пентатоникой и пентатоникой с инкрустированным полутоном, но еще не водным тоном, изучая длительную борьбу средневековых европейских ладов в их интонационных соревнованиях за первенство, я подмечал явления схожие. Причем там победил тот лад, в котором полутон стал ощущаться, как водный тон. 14 ноября 1940 года Исмайлов получил письмо от Асафьева. В письме усталый и измученный композитор. Причем прощения, у вас осталось 3 минуты. Ой, хорошо, простите, сейчас я закончу. Вкратце хочу сказать просто, что здесь шел долгий процесс того, как они изменяли этот процесс, как они переделывали, сокращали очень много. Были моменты, когда текст и музыка не увязывались. Правда, он получил все эти... Проблемы начались еще когда во время войны не вовремя доставляли текст. Оригинал оперный, авторский, полностью написанная опера. Он отправил, значит, в Баку, но этот экземпляр в Баку фактически не доехал. Вот это было тоже одно из непонятных каких-то проблем. Очень сложно было с перепиской. Он был очень утомлен, отдавал клавир на переписку, но уже просил, чтобы остальные оркестровые партии все это заново переписывались в Баку. В общем, проблем с этой оперой было очень много. И переписка эта очень длинная. Конечно, я не успеваю все это рассказать. И здесь очень много интересных, опять-таки, писем, определенных мыслей. И он очень высоко оценивает эту работу. Он сам отмечает, что это 500 страниц партитуры, что он очень внимательно подходил к этой своей работе, что истратил очень много сил и очень высоко ценит это свое произведение. Также, помимо этого, он пишет здесь о постановке Аши Гариба, о том, идет переписка о том, что будет ли он создавать оперу, Попопа, значит, «Семь красавиц» или не будет создавать эту оперу. То есть, вот все в таком очень интересном ключе все это происходит, но это очень длительный процесс. Я не стану занимать время, уважаемая аудитория, просто хочу вам сказать, что эта опера, по мнению самого композитора, получилась очень содержательная, интересная, необычная по стилю, но трудная, требующая тщательного вникания. А такое вникание возможно, если есть сочувствие. Это была цитата, которую я, значит, привела из письма одного из писем композитора. Но, опять-таки, хочу вам сказать, что у этой оперы очень странная судьба. Дело в том, что Борис Владимирович скончался в 1949 году, а либретист скончался спустя год. И по сей день эта опера не поставлена на сцене. Она не поставлена на сцене, и, вероятно, это связано с безвременной кончиной и либретиста, и композитора. В общем, какие-то проблемы возникли. И вот в связи с этим до сих пор прошло столько лет, столько десятилетий, точнее. И эта опера до сих пор не поставлена на сцене. Наследники либретиста уже обратились в разные инстанции. Прежде всего они обратились к президенту России и Азербайджана в надежде, что эта опера все-таки будет поставлена, потому что эта опера явление далеко не локального значения. Это большой труд выдающегося исследователя и композитора. Было бы очень интересно посмотреть, как композитор использовал элементарно-азербайджанский национальный фольклор, вообще музыкальный материал, и в каком ключе вообще решил, и какую лепту внес в развитие русского музыкального ориентализма. В общем, мы надеемся, что все-таки эта опера вскоре увидит свет, и это как-то в общих чертах попыталось очертить картину создания, но прошу прощения, если нарушила регнамент. Спасибо за внимание. Спасибо большое докладчику. Скажите, пожалуйста, вопросы какие-нибудь есть у вас по этому докладу? У меня есть один вопрос. Мнение Асафьева достаточно известное, о его музыке, о постановщиках, балетмейстерах, обо всем. Скажите, пожалуйста, вы как специалист, как характеризуете эту оперу качественно? Вот вы говорите, она должна быть поставлена. Это хорошая опера, сильная опера, театральная музыка. Вот именно музыкальную составляющую. Над музыкальной составляющей этой оперы мы стали работать буквально в последние месяцы. Это небольшие фотокопии, клавир я писала в архив, чтобы мне прислали клавир. Дело в том, что клавир утерян, почему-то не знаю, хотя он указан в архиве, что клавир есть, но реальности этого клавира нет. Есть фотокопии, они маленькие, мы сейчас их увеличиваем и пытаемся собрать вот эту последовательность этой партитуры, около 500 страниц, как я уже сказала, это большая партитура, но даже тот первоначальный взгляд, так сказать, на эту партитуру, то, что так можно прослушать, просмотреть внутренним слухом, указывать на то, что это явление весьма и весьма интересное. И я думаю, что это одно из лучших произведений Асафьева, насколько я понимаю. Спасибо большое. Спасибо. 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 Так, я объявляю следующего докладчика. Это Марина Григорьевна Рафу, доктор искусствоведения, ведущий, научный сотрудник сектора истории музыки Государственного института искусствознания, ответственный научный редактор нового собрания сочинений Шостаковича, заместитель главного редактора онлайн-журнала искусства музыки, теории и истории, музыкальный руководитель театра, мастерская Петра Фоменко. Название доклада «Музыка Прокофьева. Кинофирму Поручики Жи. Эпизода создания в документах. По материалам архива в Калабии Университет и Калию». Пожалуйста. История создания музыки в фильме Поручики Жи отчасти раскрыта, конечно. И она известна тем, кто занимается Прокофьевом, прежде всего по дневнику. Но и до появления дневника определённые эпизоды этой истории были уже освещены в монографии тех двух книжках, которые существуют о киномузыке Прокофьева. Монографии Кевина Бартига «Красный экран». И сначала на материале его диссертации, и в книге Юлии Хаид на материале диплома. По дипломам заработать. Нет, не презентация. Картинки. Почему нам важны детали этой истории? Почему важно их восстановить более подробно на основе эпистолярия, прежде всего, который существует, и в первую очередь, в архиве композитора в Columbia University, в Butler Collection в Нью-Йорке? Потому что «Поручий Кеже» стал первым фильмом Сергея Прокофьева, будущим прославленного кинокомпозитора, и первым советским проектом будущего репатрианта. И то, и другое важно в этом случае. В начале декабря 1932 года, во время гастрольной поездки Прокофьева в Ленинград, к нему обратился Борис Евсеевич Гусман, тогдашний заведующий сектором художественных фильмов в студии «Советская Беларусь», «Белгус кино», с предложением написать музыку в кинокартине «Поручий Кеже» по сценарию Юрия Тынянова. За отсутствием технической базы студия, белорусская студия, была временно размещена в Ленинграде. Прокофьев плотно общался с Гусманом, начиная с весны 1929 года, когда тот был заведующим репертуарной частью и заместителем директора Большого театра, активно продвигая сочинения Прокофьева на его сцену, в частности, балет «Стальной скок». Это не было первым предложением в сотрудничество с советскими художественными организациями. В 1925 году Борис Красин, тогдашний руководитель Росфилла, Российской филармонии, и по совместительству брат советского посла в Париже, изуме этого Леонида Красина, обратился с предложением, Прокофьев с предложением написать музыку к фильму о революции Пятого года, будущему приносу Подтемкину, и Прокофьев тогда отказался. В данном случае это предложение было принято. Предложение Гусману на этот раз было принято. Создание Киже началось со сценария немого фильма, написанного Юрием Тиньяном в мае 1927 года на основе исторического анекдота времён Павла I в передаче Владимира Даля. Немой фильм должен был снимать Сергей Юткевич, но проект не состоялся. Тогда на основе сценария и возникла знаменитая Тиньянская повесть «Под поручик Киже». В начале 30-х годов Тиньян написал новую версию сценария и под новым названием «Поручик Киже» теперь уже для звукового кино. К моменту съёмок писатель был довольно опытным сценаристом и автором нескольких статей по теории кинематографа, в котором он видел огромные перспективы. Постановщиком фильма стал ранее дебютировавший в игровом кино Александр Канциммер, консультантом Григорий Козинцев, его ровесник, но уже знаменитый кинорежиссёр. В титрах его фамилия не указана. Картина была запущена в производство в декабре 1932 года. Прокофьев записал в дневнике «Гусман. Проект кино». Тиньянов. Знаком по Грибоедову. Имеется в виду роман «Смерть Вайзера Кухтара». Сюжет симпатичный и для заграницы приемлем. Ну, это уже о Киже. Возможно, принципиальная заграничная эксплуатация. «Потому завтра назначено свидание с режиссёром и Тиньяновым». Сразу должна сказать, что Тиньянова, он узнал, он вообще очень интересовался советской литературой. Тиньянова же узнал с подачи Горького, который во время пребывания на гастролевах в Неполе назвал Рокофьеву ряд имен советских писателей, на которых стоит обратить внимание. Отсюда и знакомство с романом «Смерть Вазар Мухтара». На следующий день в гостиничном номере у Прокофьева состоялось обсуждение по участию Гусмана, Тиньянова и двух режиссёров, как сказано в дневнике, по-видимому, Файнциммера и Козинцева. Вот здесь опять маленькое апропо, потому что в воспоминаниях Румеля, на которые многие ссылаются, и в частности вот два упомянутых автора, на самом деле, так сказать, акцент сделан на участии Румеля в осуществлении этого проекта. И дело выглядит таким образом, что он предложил Прокофьеву писать музыку для этого фильма, и он же участвовал в этом обсуждении. Прокофьев ни разу его не поменял. Решающими факторами для согласия Прокофьева стали, как видим, два момента. Уровень сценариста, с предыдущим романом, к которому он был знаком, и приемлемость сюжета, эта цитата, дающая возможность продолжать балансировать между капиталистическим Западом и большевистской Россией. Работа над поручиком Кижи, несомненно, рассматривалась обеими сторонами, как принципиально важное начало сотрудничества Прокофьева со страной Советов, которого советская сторона так долго добивалась, и в частности в лице Ивожского, который приезжал в Париж, и в лице Красина, как я уже говорил. В «Правде» появилась заметка о будущих съемках с упоминанием имени Прокофьева, о чем ему сообщал Сержановский. Мы уже открыли, да? Ну, рановато. Но подписание договора затягивали переделки сценария. А не получив договора, Прокофьев к работе приступать не хотел. Сроки же очень поджимали. В середине марта композитор пишет о Томьяну. Контракты на фильм «Поручик Киже» я так и не получил. Я мог бы сделать эту работу в феврале или марте. Теперь же, если бы контракт пришел даже завтра, я не вижу, как можно справиться. И когда 16 марта он получил отгустную телеграмму о готовности договора, вот она, ответил ему «Получил вашу телеграмму, договор подписан. Потеряюсь, как удастся его выплатить». Тем не менее, в следующий свой приезд в Ленинград 18 апреля Прокофьев обсудил детали работы с группой из «Белгоскино», как значительные дневники. А 22 апреля побывал на студии и увидел первые пробы к фильму. И они ему категорически не понравились. Я атакую русский театр манеру говорить, насколько американское естественно. Упоминание о театре вовсе не оговорка. На эстетику актерской игры не мог не повлиять утрированные свои подачи стиль театральных актеров, которые в основном и были заняты в этом фильме. Буквально только две роли играли актрисы, ранее не прошедшие театральную, а прошедшие киношную школу фэкса. Козельцевская. В частности, жена Козельцева. У Прокофьева была возможность отказаться. Услуживая Леона Тавьян из Союза композиторов, взявшие на себя обязанность представлять интересы Прокофьева в СССР, дружески подсказывал. Договор кино подписан, формулировка договора позволяет его рассорвать. Телеграм. Однако этой возможностью композитор не воспользовался. И когда Тавьян 5 мая отправил ему куплю договора, Прокофьев уже находился на съемках. Прокофьев изменил своему твердому решению начинать работу только по завершению всех формальностей. И тому были веские причины. Поручик Киже оказался для него в некоторых отношениях идеальным заказом. Еще в 29-м году тот же Гусман предлагал ему сотрудничать с Большим театром, находясь в России по 3 месяца 2 раза в год. Этот проект Прокофьеву показался одновременно и невозможным, и чрезвычайно заманчивым. Он записывает «Шесть месяцев это, конечно, ерунда. Много. Особенно, когда у меня только что, как следует, начала налаживаться за границей. Но месяц осенью и месяц весной это очень интересно». Попытка найти равновесие между заграничной и российской карьерой характерна и для его рассуждений работе на Сидон Кима 4 года спустя. Период непосредственного участия Прокофьева в съемках оказался весьма крафтим. Средина апреля по конец мая 1933 года в переездах между Москвой и Ленинградом, суматохи встреч с друзьями, знакомыми, устроителями концертов и концертных выступлений. При этом важную будирующую роль сыграли встречи с композиторской молодежью в Московской консерватории. Занятия с учениками пишет он и некоторые их неловкие попытки написать что-либо современное, такие же неудачные попытки пролетарских музыкантов, попытки на простоту, которая без техники не давалась и некоторые намеки, что я пишу слишком сложную для масс музыку, дали мне идеи о том, что именно надо сейчас делать, чтобы было и для масс и в то же время оставалась хорошей музыкой. Мои предыдущие работы над мелодикой и поиски новой простоты порядочно подготовили меня для этого. Думал, сочинил тему и несколько приемов. Это запись от 2-3 мая в то самое время, когда он как раз находился на съемках. На фоне этих раздумий начинается сочинение музыки к фильму. Неясно, относилась ли к нему упомянутая тема с несколькими приемами к ней, но точно известно, что песенки для фильма, как он сам их называет, были сочинены в числе первых киноэскизов. Сочинил между делом несколько дней тому назад. Записывает он тогда же. Партитура мыслила с Прокофьевым как единое целое, объединенное авторским стилем. Традиционная для кино практика лоскутной музыкальной драматургии, совмещающая песенные цитаты с симфоническим письмом, уже знакомая Прокофьеву по его зрительскому киноопыту и в первую очередь по фильмам с музыкой Шостаковича, которые ему не нравились активно, композитора явно не устраивало и в этом случае. Дискретный характер музыкального звучания требовал безотказных приемов объединения. Главный из них был определен Прокофьевым уже при первой встрече с пиногруппой, намечается литмотив. Записал он. Возвращение отдельных мотивов, таких как начальная фанфара образа Петербурга, тема рождения кеже и даже ритмы барабанного боя предопределила эффект слитности музыкального целого. Именно введение почти на всем протяжении партитуры, предназначенной для фильма, барабанной дроби, своего рода музыкального символа павловской эпохи, оказалось одним из важнейших решений Прокофьева в отношении звуковой атмосферы фильма. Записывая дневники события 2-го, 5-го мая, композитор зафиксировал содержание встречи с Файнцемером. Задание с барабанами, проба, как переда звуковое кино. В зарубежном архиве композитора сохранился вырванный из блокнота листочек в горизонтальном формате, заполненный красными черниями. Под заголовком «Пробные барабаны для кеже» и с пометкой «Москва» 3-й мая 33-го. Вот это он. Окончание варианта ритмической фортитуры для того же состава содержится на другом эскизе из той же архивной папки. Мы видим, что здесь это уже является фрагментом, хвостиком от какой-то другой записи, оформленной вполне двойная черта и тут и даже есть знаки репризы другими чернилами. На том же нотном листке записана песня Павла, императора Павла «Ельник мой ельник» с карандашными пометками композитора, адресованными исполнителю Кёров Михаилу Яншину. Не случайно эти несколько фрагментов стали началом работы Парковьева над музыкой. Ключ к ней лежал в сопряжении бездушного барабанного боя и сентиментальных напевок на нем блюжей вирши. Два этих полюса и создавали по мысли композитора и, вероятно, в значительной степени режиссёра тоже, музыкальные гротеск повествования. Более того, из дневника становится ясно, что сама идея вот этого барабанного боя, который так разрастается в партитуре к фильму, подсказана Файнциммером, но, возможно, и в ещё большей степени собственно сценарием Тынянова, где этому эпизодам такого рода отведено значительное место. 31 мая Прокофьевы отправились в Москву 6 июня оттуда в Париж к детям. С собой на память о съёмках они увозили кино и фотоматериалы, посланные им в доконку в Москву Файнциммером. На фотографии со съёмочной группой Прокофьев с комичной мечтательной миной пристроился за аркой. Эта фотография не публиковалась, публиковались другие сделанные в этих же павильонах там с Гарином и так далее. Вот здесь мы видим а Прокофьев нам сзади подписал не всех участников этой съёмки. Он указывает на Тынянова, который крайний стоит к нам в профиль. Ну, рядом мы узнаем Лену Ивановну. Далее вот и исполнительница главной роли и её он тоже не упоминает. А далее Файнцеммер. Ну, все, кто Прокофьев занимался, помнят о том, что Файнцеммером ему ещё предстоит поработать над фильмом Котовские военные годы. Ну, совершенно прелестная, по-моему, съёмка. Отснятые киноматериалы Прокофьев, по-видимому, спросил прислать для собственной фигматизии. А почему можно об этом судить? Потому что не только письмо Файнцеммера сопровождало вот эту эпопею с киноматериалами, фотоматериалами, но и письмо Бориса Евсеевича Гусмана, целая, так сказать, переписка. Потому что Прокофьева не удовлетворила качество присланных фото- и киноматериалов, и Гусман ему советует проявить их в Париже. Они были как-то, видимо, засвечены во время проявки в Москве, проявить в Париже. Почему так было это важно? Думается, потому, что во время съемок были сделаны кинопробы Лины Ивановны, о которых он упоминает в дневнике, но непонятно, что за кинопробы. Если мы сейчас в папочку зайдем, можем сейчас зайти в папочку? Все-таки мне хочется показать такой забавный, любопытный документ. Сейчас я скажу, где сон. Ой, что я сейчас... Так, вот здесь. Вот этот? Да. А, можно сделать вот. Да. Вот это такая бумажечка, которая сохранилась в архиве Прокофьева, написанная рукой Гусмана. И это, собственно говоря, как бы маленький сценарий к этим кинопробам, которые так хотела Прокофьев записывать, что Лина очень хочет, Пташка очень хочет поучаствовать в съемках. Вот. И для нее было сделано это исключение. Мы понимаем, что это исключительно, так сказать, ради композитора, ради того, чтобы потрафить как-то вообще гостям. Вот. Два листочка всего маленькой сценки. Она изображает капризную диву. Так сказать, здесь некоторые, видимо, некоторый отпечаток все-таки ее репутации уже к этому моменту сложившись. О капризности ее пишет Датамьян. Вот. Она изображает капризную диву, Прокофьев же ее аккомпаниатора. Но Гусман прямо-таки, так сказать, угадывает намечающееся распределение ролей в этом браке. К сожалению. в котором сам Прокофьев догадывался еще даже до вступления в браке. У него были какие-то сомнения еще. И вот эта проба была снята и, видимо, эта проба была отправлена в Париж, но следов ее, к сожалению, нет. А было бы, конечно, очень интересно увидеть это. В середине июля Прокофьев высылает из Парижа бандероль с основным корпусом музыкальных номеров к фильму. Все, как пишет он Файнциммеру, кроме возвращения Киже, музыки на свадьбе и похорон. Но, пишет он, это уже намечено. И сопровождающим письме дает комментарии к исполнению партитуры. Вот можно с уверенностью сказать, утверждать, что перед нами главный документ к истории создания музыки поручика Киже. По той причине, что здесь подробнейшим образом описано все, как исполнять, кому из инструментов, что и так далее. И, судя по этим подробнейшим рекомендациям к записи, Прокофьев не собирался быть на ней. Доводить фонограмму до нужной кондиции он таким образом поручал дирижеру Исааку Осиповичу Дунаевскому Дунаевскому и режиссеру Файнцемеру. Кстати, Дунаевский проводил на этих съемках оркестром Алготопа, то есть бывшего Мариинска. И, значит, режиссеру Файнцемеру, однако, специфичные указания адресовал второму именно Файнцемеру, а не первому. Вероятно, такой виделась ему жесткая субординация кинопроцесса. В середине августа Файнцемер получил также фрагмент Киже-Женица с комментариями к нему. Однако, из ответного письма Файнцемера Прокофьеву становится ясно, что окончание съемок потребует не только срочного завершения всех хвостов, хвостиков даже, но и радикальной переделки, вот о чём выпишет Файнцемер, уже написанного из-за существенных изменений в сценарии, а значит, обязательного присутствия на съемках. Но если Файнцемер еще настаивал и надеялся на участие композитора в записи, то для самого Прокофьева этот вопрос был категорически закрыт. 3 октября он послал последние два фрагмента, обещанные Файнцемеру, похороны Киже и возвращение Киже, таким образом выполнив свои обязательства. Его работа была чёткой, а планы, в отличие от киношников, неизменны. Точную дату своего возвращения в Москву он называл ещё в августе в письме Николаю Малько и не забирался ни на йоту отступать от своего жёсткого концертного и композиторского графика, ещё не вполне осознав, что имеет дело с пинематографом, самым необязательным и не упорядоченным из всех возможных спорческих процессов. Что же ожидало его на студии по приезде в СССР? Всё, чего он делать не собирался. Присутствие на звучании, написывании и переделывании фрагментов музыки, перекомпоновка музыкальной драматургии. В результате первоначальная партитура музыки фильма с указанием соответствующих кадров, которая была постана Прокофьевым, написана расправлением, включает в себя 16 номеров, и это приблизительно около 10 минут звучания. А, простите, это письмо Файнциммера, да. Можно ещё разочек вот это письмо Файнциммера, просто чтобы мы увидели, так сказать, такой характер его, он не случайно, в отличие от других писем на бланке служебная записка, он настаивает на приезде. Душево очень беспалитно. Так, и, пожалуйста, вот, значит, перечисление первоначальное, это восьмое, восьмое. Так. Так. Появится. Значит, это и было. А можно так поставить, чтобы всё вот там было? Значит, это и было предложено Прокофьеву музыкальное решение фильма. И мы видим, что здесь, что очень важно, значит, расписано музыка, друзья. Да, да. Его собственное решение ориентировано на высланное ему сценарии Тыняновой и договорённость сценарии. Однако в своей киноредакции, то есть, собственно, саундфильм, да, музыка Тиже состоит из 32 включений и звучит чуть больше получаса, треть экранного времени. В фильм приблизительно час 20-22 минуты, ну, час 22, да, вот, 32 включения. В партитуре, которую композитор представил во французское общество и защите авторских прав в октябре 34-го года, то есть, уже после того, как он был завершён, порядок номеров и их количество несколько отличаются от более ранней рабочей версии и очень заметно от второй, которая прозвучала в фильме. Здесь 13 номеров, скажите, упорядоченных на новый лад, значит, там было 16 в партитуре, которые представлены, да, в Париже, в Кириже общество по авторским правам, 13. Упорядоченных на новый лад без соблюдения сюжетной последовательности, но более контрастно расположены. Но заметим, что препарированный для фильма партитура, по-видимому, всё же приблизила автора к осознанию новых для него законов и на драматургии. И как бы он ни был раздражён необходимостью перекраивать уже написанное, для него, как новичка в киноделе, это, несомненно, было приобретением опыта. Правда, мы не знаем. Оценивал ли он его как позитивный. Это последнее замечание особенно важно по отношению к инструментовке партитуры Кириже. Произошедшие изменения между изначальными намерениями позитора по этой части и тем, что в результате звучит фильм разительно. Инструментовка партитуры для кино в значительной мере диктовалась техническими возможностями и ограничениями записей. От некоторых выразительных и неожиданных решений, в частности, разнообразного использования саксофонов различных по темпу. Ему пришлось отказаться. И саксофонов мы не слышим. Понятно, почему Прокофьев ответил решительным отказом на предложение Гусмана еще до завершения работы над фильмом, приступить к сюете, ковать горячее железо. У композитора были серьезные виды на этот материал. В концертном зале он мог развернуть партитуру во всю шесть своих возможностей и вернуться к своим оригинальным идеям. Но показательно, что полного возвращения к решению инструментовки первой версии не произошло. Определенные уроки из первого столкновения с реальностью кинопроцессов были композитором сделаны и спроецированы на оформление самой музыкальной ткани. Но об этом в другой раз и в другой месте. Спасибо за внимание. Прекрасный доклад. Задайте, пожалуйста, какие-нибудь вопросы. Нет вопросов? У меня только один. Я могла, конечно, перепутать, может быть, это легенда. Правда ли, что Прокофьев пел сонит сизголубочек сам? Да, да, да. Куда оно делось? Тоже засвечено? Значит, нет. Существуют разные предположения насчет того, куда оно делось. Значит, одну версию высказывает Бартик, другую Моррисон. И, по-моему, именно Моррисон как раз считает, что они просто, так сказать, пали жертвой монтажа. Потому что в результате в фильме поет все-таки не Прокофьев. А вот что касается, ну, что эти были вырезаны, а вот что касается пения Лины, то тут тоже возникает вопрос. Да, потому что известно, что она записала, вот, но Бартик и Моррисон по-разному тоже расценивают. Да, я, простите, забыла, конечно, назвать среди книг, которые рассматривают вот эту историю. Киже, конечно, Моррисона, но там она не отдельная, да, посвящена общесоветской биографии Прокофьев. Вот, что же касается вот этого пения, то, опять-таки, мнения разделились. Кто-то считает, что поет актриса, я сейчас не помню, то есть, простите, кто Бартик или Моррисон, да, вот, а другой считает, что это все-таки запись Лиды. Вот, по моему глубокому убеждению, это поет все-таки актриса, потому что там голос непоставленный, да, все-таки у Лины была колократурная сопрано, и мы просто не слышим поставленного голоса, вот, так что, скорее всего, это тоже не вошло. Возможно, потому что и Прокофьев сам был недоволен тем, как она записалась. Вот, может быть. Ну, Лина, Лина, это, конечно, все. Ну, мы все понимаем. Вторично, да? Да. А вот про Пуфьев, по поводу Сизы Голубочка, будучи студенткой, аспиранткой, я очень, как сейчас говорят дети, щемилась в этот музей на Ленинградском проспекте, как он там, музей кино, потому что там был такой пожилой какой-то смотритель, который мне тогда сказал, знаете, а у нас ведь ничего не проводает, даже то, что мы вырезаем, оно где-то лежит, ну, и я, представляете, я вообще не понимаю, как это лежит, как выглядит пленка. Я пыталась это найти, но не нашла. И вот потом никакие вспоминают. Пока не найдено, но кто знает, знаете. Ну, вообще ведь как и на все, был дефицит, и пленку же смывали. Поэтому очень может быть, что-то где-то вот оказалось смыто, да, к сожалению. А так-то, конечно, было бы очень забавно посмотреть на это все. Прекрасно. Спасибо большое. Вот когда все в порядке с содержанием, никаких проблем с игламентом. Так. Значит, я сюда вызываю Ольгу Павловну Кузину, старшего научного сотрудника отдела документов и личных архивов Российского национального музея музыки. Человек с аккордеоном по материалам архива Российского национального музея. Пожалуйста. Хочу поблагодарить за возможность выступить перед этим собранием, потому что ваше мнение и ваше участие очень всегда оценны для вас тоже. Ну, вы знаете, что архивы Российского национального музея музыки, конечно, хранят много тайн и даже в известных и изученных архивах всегда находится что-то очень интересное и все время что-то новое можно открыть. Но в данном случае я вот обратилась к одному архиву, который у нас появился в 83-м году и, ну, и, в общем-то, к нему не было интереса с тех пор и не возникало. Архив появился, передан был в Россию через посольство СССР в США и определен музей музыки, поскольку он содержал музыкальные материалы. Ну, и настолько, поскольку никто этим не занимался, то первое время даже не знали отчество этого человека, чьи материалы попали в архив. Это был Василий Василий Николаевич Фомин. И вот я как бы занялась этим и решила как бы воссоздать его историю, его жизни. В состав полученного архива Фомина входило большое число. Можно первое? Ну, в смысле, в первую сеть. Презентацию, да. Большое число музыкальных автографов. Это музыкальные руфописи в клаверном изложении, беловики, записанные карандашом на нотной бумаге, представляющие собой собрание танцевальных пьес, это были вальсы, фокстроты, танго и так далее. Вот. Локальные эстрадные миниатюры, разоглавленные песни настроения, Sons of Inspiration. Всего более 130 опусов. Помимо этого с архивом пришли деловые письма, печатные ноты, фотографии, несколько буклетов, программы, газетные вырезки, несколько пластинок, а также альбом с материалами о создании музыкального инструмента. Всего 300 там с небольшим несохранением. Из этого разнообразного набора материалов как-то постепенно стал складываться такой пазл жизни и творчества имена. Вот. Если мы посмотрим на фотографию, это фотография, где-то, видимо, конца 20-го, начало 30-х годов при нами стоит молодой человек, такой весельчак вот здесь что нам о нем известно, какова была его судьба. Ну вот, что как бы сложилось, что Василий Николаевич Фомин родился в Харькове 10-го, по некоторым данным, 11-го января 1902-го года, о его родителях известно немного. Отец Николай Фомин был из купеческого сословия, еще по Харькову был знаком с Шаляпиным, умер в 1911-м году. Мать, Лидия Фомина, после революции жила в России и, возможно, где-то в 30-м переехала в США. Василий Фомин учился в Харьковском частном гимназии Демченко и параллельно с 8 лет начал заниматься музыкой. После смерти отца Василий поступил в кадетский корпус в городе Сума, который окончил в 1917-м году как раз канон революции. Еще учащись в корпусе, он стал заниматься на музыкальных инструментах, участвовал в духовом, балалайчном, симфоническом оркестре корпуса, пел в хоре. Там он стал сочинять свои первые музыкальные пьесы, марши, вальсы и так далее. Впоследствии своих воспоминаний он описывает это время. Цитата. «Моя колыбель в Харькове. Там в хорошо обеспеченной семье прошло ничем не обращенное детство. Занимался музыкой, изучал языки, потом поступил в кадетский корпус в Сумах, готовился стать офицером, но не успел. Началась революция, а я был зачислен рядовым в белую армию». Вместе с добровольческой армией он прошел с боями от Харькова до Тулы, потом до города Александровска, а далее попал в Крым. Вместе с остатками франклифцев был эвакуирован в Турцию. Тогда ему было 18 лет. Как он позднее отмечал, революцию не понял. Больше того, боялся ее. Галлиполийский период, период выживания стал для Василия Фомина началом его скитания. В первые годы эмиграции в Турцию он перепробовал многое. Был под мастерем у сапожника, работал у Портнова, был парикмахером и так далее. Ощущая всю бесцельность существования, в которые попали беглецы из России, Василий Фомин стал искать выходом из создавшегося положения. Он перебирается в Грецию, в Афине. И, имея начальное музыкальное образование, он пытается найти работу, связанную с музыкой. И таким образом поступает в оркестр пианистом. С этим оркестром в 1922 году Василий Фомин очутился в Нью-Йорке как солист и аккомпаникатор на аккордеоне, на котором он научился играть уже в США. Фомин с оркестром выступал в отелях, в ночных кабаре, в ресторанах. И надо отметить, что в начале 20 века вообще аккордеон очень был популярен в Америке. И этим Фомин как-то с удовольствием стал зарабатывать тем, что он научился играть именно на аккордеоне. Тогда же он начал писать свои первые пьесы и ромазы. Он вспоминал, цитата, «20 лет многие начинают пробовать свои силы в поэзии и музыке. Решила я написать песню о русских просторах. Самому пришлось сочинять и слова, и музыку. Вскоре родилась песня «Эх, родные». Она понравилась слушателям. Вслед за ней стали появляться и другие музыкальные произведения, романсы, вальсы. И чем большим успехом они пользовались у слушателей, тем больше страсти появлялся у меня писатель». Началом его музыкальной карьеры стала известная песня «Манхэттен джипси», которую он исполнял на аксордеоне вместе с двумя музыкантами, которая позднее была записана на пластинку и опубликована уже в 25-м году. В первые годы жизни в Нью-Йорке Фомин познакомился с Абдеем или Адей Кузнецовым, выходцем из России, уроженцем Ростова-на-Дону. Он из купеческой семьи был и так же попал в 19-м году он эмигрировал из России в Европу и обладая высоким басом, мягким таким тембром. Он... Если можно следующее... Вот, это его фотография. И он стал писать, стал исполнять песни. А можно звуковой карты первые там? Если вы откроете... А, да, 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 сейчас параллельно так. Я пока свою продукцию. Вот. И в 24-м году Адя Кузнецов перебирается уже тоже с цыганскими ансамблем, с цыганскими песнями, перебирается в США и там он как раз познакомился с... Ой, не так осторожно. Знаете, сейчас секундочку. Да. просто чтобы послушать его голос. «Самблема» и «Самблема» Субтитры создавал DimaTorzok В 1924 году, когда Кутнецов переехал в США, он познакомился с Василием Фоминым и стал одним из его близких друзей и интерпретатором его и песен, и романсов. И часто выступал с его оркестром, оркестром Фомина, и записал несколько дисков с его песней. Ну вот здесь как раз вот эти диски с песнями Фомина. «Эх, родные», «День последний сегодня грущил», «Эх, брат не тужи». Ну, в общем, все эти песни пелись в основном в ресторанах и кабары, там, где собиралась, в общем-то, иммигрантская публика. Очень любила цыганские репертуары, поэтому он был востребован. Давайте еще послушаем. Спасибо. Не слыхать уж песни больной, вечно молодых сегал, Что звучали так привольно, и пьянили душ вновь. А когда-то все звенело, с счастьем радостной весны. А когда-то все горело, в ярких пламенем львей. Памин был очень жизнеразным общительным человеком, имел большой круг знакомых, особенно в среде русских эмигрантов. Он был знаком с выдающимися музыкантами и с Сергеем Рахманином, и руководителем хора донских казаков Сергеем Жаровым, и даже с Федором Шаляпиным, которому он посвятил два своих романса. Фамин понимал, что для продвижения в жизни ему как композитору необходимо более профессиональное занятие музыкой. И он познакомился с известными уже в то время в Америке русскими композиторами, со шведовым, фивейским, несколько позже с Александром Гречанином. Фамин много усердно учился у них композиции и в результате стал признанным музыкантом. С 1927 года он стал членом Ассоциации музыкантов Нью-Йорка, то есть Союза композиторов США, а с 1933 года был избран лидером профсоюза музыкантов. Как композитор он пробовал свои силы в разных музыкальных жанрах, тем не менее он писал и духовную музыку, и писал и камерные сочинения, и вокальные. Но тем не менее продолжал писать и легкую музыку, и продолжал играть в американских танцевальных оркестрах. Когда его спрашивали, почему он не пишет серьезную музыку, Фамин отвечал, что люди устали от всего фундаментального, люди хотят забыться хотя бы на несколько минут от забот житейских, они хотят послушать коротких, но теплых и близких их к сердцу песен и музыки. Важную роль в его жизни сыграл аккордеон, на котором он выступал как солист и как аккомбинатор в оркестре. Для этого инструмента он писал и пьесы к переложению. В частности, Фамин сделал полное приложение с рапсодией в стиле блюз Джорджа Гершвина для двух аккордеонов. И в 1928 году в дуэте с другим аккордеонистом Ником Хоуэном и Хоупом и с концертным оркестром он записал сочинение в транскрипции для аккордеона на фирме Victor Record Company. В 1933 году Василий Фомин создает свой оркестр, который начинает работать в Нью-Йорке и затем гастролирует по другим городам США. Вашингтон, Чикаго, Сан-Франциско и других. Оркестр играл также в казино, ресторанах и об этом свидетельствует анонсов газет в тех лет. В результате оркестр был, в репертуаре оркестра была танцевальная музыка. Это были американские танцы. Давайте первым самим. Были американские танцы, вальсы, фолькл... Так что, ну, ты мой, тыс, ну, мы сами, тыс, ну, кислая музыка. Я прослушала его записи, что-то мне показалось, что вот, например, наиска вот этого же времени, в тех же 30-х лет, очень похожа, да? Не, да, 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 да. для своего артиста. В этом роде исполнение оркестра Базилия Фомина, Бейзель Фомина, звали Бейзель Фомина, как писалось. Как писалось на офисе, была очень популярна, когда она достаточно рано стала публиковать свое сочинение. Одна из самых ранних пьес, песня «Факстрот» сегодня, была из новой афины, еще в 1922 году. И ознаменитая песня «Манхеттон Джипси» была уже напечатана в 1936 году эфиром в издательстве «Ирнбейн». В 30-х годах, в конце 30-х, точнее, в 38-40-х годах у Фомина возникла идея – создать свой необычный музыкальный инструмент. Инструмент был построен. В 2001 году был выдан патент на это изобретение, на уникальный клавишный инструмент. Вот, извините, я сейчас пропустила. Вот фотография Сергея Жао с Фомино, и фотография Сергея Сергея Зеленокароваева – танцора и исполнителя русских танцев и песен. А жахвата, который руководитель фора? Да, да, да. Вот, пожалуйста. Вот кто-то оркестр Фомина, который играл эту музыку. Он изображал инструмент, который сам он построил. В 2001 году был выдан патент на это изобретение. И уникальный клавишный инструмент под названием базифон. Состоял из фортепианов, физгармонии. Фортепианов, физгармонии. Это вот диски, этикетки от дисков, которые он публиковал. Это его сочинения разных лет в разных жанрах. А вот здесь и начинается вот это. Вот здесь показан патент на изобретение. И как выглядел этот чертеж, этого инструмента. Инструмент сочетал в себе несколько разных инструментов. Со стороны это было фортепиано, физгармонии, виброфон, колокольчики, цимбалы и разные другие приспособления. Из пуховые и ударные. Этот базифон был зарегистрирован как инструмент. В союзе музыкантов в городах Волливуд в Калифорнии участвовал в выступлениях оркестра. И это зафиксировано вот на фотографии выступления оркестра. В архиве Фомина в Музее музыки есть альбом с описанием этого инструмента, его чертежами, документами на патент и фотографиями. Давайте следующую фотографию. Вот как в процессе постройки и как сам автор этого изобретения участвовал в этом мероприятии. С 1940 года Фомин со своим оркестром, назывался он United States Orchestra, начал гастролировать за пределами Америки. В 1941 году оркестр отправился в Бразилию, где в Рио-де-Женео они провели 2-3 года, играя там. В 1943-1944 годах оркестр гастролировал и в Европе, и в Африке, и в Индии, и в Юго-Восточной Азии. Это также зафиксировано в газетных сообщениях тех лет. Уже после окончания Второй мировой войны, в 1948 году, Фомин возвращается в США. В США этот оркестр пользуется большой популярностью. Фомин с оркестром выступает в Вашингтоне, и краткие заметки в прессе свидетельствуют об этом. В одной из них мы читаем «Василий Фомин триумфально возвратился в Карл Танаты в первый день 1949 года». «Василий Фомин триумфально возвратился в Карл Танаты, и в Африке, 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 и в Африке. В Африке, и 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 в Афр снижаться и в конце концов 60-м году коллектив распался, а он возвратился в США, поселился в городе Лейбург. Вот здесь мы видим, как он с певцом Эллен Джолсоном, а здесь на первой штабраке, на левой, он заснят на фоне шажа на себя на сцене. Видно, что он был веселый, доброжелательный, добродушный человек и имел много людей знакомых. Здесь мы представляем, что хранится в архиве, печатные издания, имена, его первые опыта с письмами настроения, как раз с детского издания. Он продолжает писать эти песни настроения и большое внимание уделяет русскому языку. За годы жизни в Америке Хамин не потерял живого русского языка, много читал русскую литературу, прозу и поэзию. Писал песни на стихи русских и советских поэтов, даже пытался преподавать русский язык. Об этом он рассказал в своем интервью газете «Борис Родин». Он писал, что в 60-х годах мир стал усиленно изучать русский. Я всегда гордился тем, что за то, что годы скитаний по белому свету не только не утратил знания родного языка, но и не приобрел иностранного акцента. И вообще в 20-е и 30-е годы в Нью-Йорке обнационовались многие наши известные артисты. И вот как Фомин рассказывает о своих знаниях о статусах некоторых языках. Впереди Шаляпин приехал на гастроли в Нью-Йорк. Здесь, как и повсюду в мире, его выступления проходили блистательно. После окончания одного из шаляпинских концертов я подошел к Федору Ивановичу еще по Харькову. Он хорошо знаком, знал нашу семью. «Боже, Николаев сын!» – воскликнул Федор Иванович. Мы обнялись. Однажды вместе с Федором Ивановичем мы посетили загородную виллу Сергея Васильевича Рахманина. Композитор, помнится, мне говорил мало. Но как много говорила его музыка. Она выражала и мысли, и чувства нашего великого соотечественника. В ней был и светлый пафос, и необычайно громадная сила, и нежная лирика. Мы долго слушали игру Рахманинова, наслаждаясь ею. Сергей Васильевич иногда присутствовал и на моих концертах. Давал советы в подборе репертуара, хвалил или ругал за исполнение того или иного музыкального произведения. Конец цар. Своё отношение к России, к родине, Фомин старался выразить в своих сочинениях. С начала Второй мировой войны Фомин, как и многие русские патриоты, и обращался в советское посольство, пытаясь помочь своей родине, задавая себе вопрос, чем я могу служить Отечеству. Он понимал, что может выразить себя только музыкой, песнями. Он создаёт серию песен, посвящённых защитникам советской родины. «Вперёд! Мы граждане вольной страны! Грянем, друзья! Ты, мать, родина, мать! Мы впереди шагаем смело!» и так далее. Песни также были навеяны просто мыслями о родине. «Как деликатый Россия», «Непр широкий», «Здравствуй, Москва», «Русь, страна великанов». Ну, названия говорят сами за себя. Фомин старался встречаться соотечественниками и в Америке, и во всех странах, где он бывал на гастролях. Старался быть в курсе жизни советской страны. И начиная с 60-х годов он несколько раз приезжал в Советский Союз, общался с музыкантами, поэтами. В частности, в своих воспоминаниях он рассказывал о встрече с поэтом Степаном Щипачевым. «Мы встретились с зимним солнечным днём в Переделкино, где находился дача поэта. Степан Петрович вышел на встречу необыкновенно обаятельный, приветливый. Мы с ним почти ровесники, прожили долгую, однинаково долгую, хотя и разную жизнь. Много говорили о родине, о его советской поэзии, наполненной любовью к Отечеству. «Встречу эту принесла мне огромную радость». Теперь о песне к настроению. Композитор Василий Фомин никогда не забывал о творчестве. Он писал эти песни о настроении на протяжении 50 лет. Самые ранние появились в 1925 году, а последние в 1975. Они стали основным и любимым жанром его творчества. Большую часть песен настроения Фомин написал на собственные поэтические тексты. И в архиве сохранился целый печатный сборник его стихов. Композитор также использовал стихи других авторов. Степана Щипачёва, Великого князя Константина Романова, Игоря Северянина, Алексея Суркова, Василия Лебедева и многие другие. Таких песен более 50. Многие песни имеют посвящение матери, памяти жены, друзьям и исполнителям его песен. А также два романса, посвященные… Вот они, кстати, здесь представлены. Два романса, посвященные Игорю Ивановичу Шалякину. Они были написаны в 1932 году. Видимо, я так понимаю, что встреча их тоже и произошла в этом время, в 1932 году. В архиве также сохранилось несколько фотографий. Вот, следующий, пожалуйста. Несколько фотографий с дарственными надписями. Фомин, ну, от русских эмигрантов. И от Сергея Рахманинова, от Сергея Жарова, от Ады Кузнецова, от Маруси Савы, Насте Поляковой, Ольги Вадиной, Аллы Назимовой, Семёна Караваева, от американских его друзей, с которыми она работала. Элла Джолсону, Теда Сосвера, Эдварда Робинсона, ну и другие. В основном это певцы, которые... Прошу прощения, три минуты. Ну и немного о личной жизни. Что удалось выяснить? Ну, во-первых, то, что, скорее всего, Василий Николаевич привёз свою мать, Лидию Фомину, где-то в 1930 году в США, поскольку есть информация из пароходства США о том, что человек с таким именем прибыл в 1930 году в Нью-Йорк. Умерла она в 1968 году. В 1938 году он первый раз был женат, вероятно, первый раз был женат на Мэй Ротштейн, и вместе с ней отправился тогда в своё турное в Бразилию, где они работали. И ещё очень интересный факт, вот обратите внимание на экран. В биографической статье о Василии Фомине говорил, что Фомин в 60-е и 70-е годы несколько раз приезжал в Советский Союз. В фонде Фомина сохранилась серия фотографий 70-летнего Василия Николаевича в московском дворце «Брак сочетание» на своей свадьбе с Галиной Фоминой. Вот очень такой интересный факт. Но, по-видимому, в этом браке молодые прожили не более трёх лет, так как среди музыкальных рукописей Фомина на титульном листе пьесы «Опус 122. Марш Фунебре», написанной 19 апреля 1975 года, есть посвящение памяти моей жены Галли Фоминой. «In memory of my wife» Галли Фомина. Этот марш, возможно, написан в Цюрихе, так как на рукописи песни из следующего «Опуса 134» есть дата того же года, 27 июня 1975 года, Цюрих. После смерти жены Фомин уже не писал музыки. Девизом жизни Василия Фина были слова «Умей жить так, чтобы после тебя остался на земле добрый след». Его длинные, наполненные разнообразными событиями, жизнь требовала своего литературного выражения, которое вылилось в книгу воспоминаний. В этой рукописи было 480 страниц автобиографии. Называлась она «Life of a little man in a great big world». И ещё была приписка от руки «Одиссей Василия Фомина». О существовании этих воспоминаний стало известно лишь из интервью, которое Фомин дал газете «Голос» в 1971 году. И, к сожалению, в составе архива, присланного в России, такой рукописи не оказалось. Так же, как и неизвестна судьба его удивительного инструмента, который был в двух вариантах. Он был в варианте фортепиано и в варианте пианино. Вот неизвестно. Пока не удалось выяснить, где это может быть. В марте 83-го года, возле 81-го года, Василий Николаевич Фомин умер в Лейкбуде. Он хотел, чтобы его похоронили на родине, в России. Но прах был захоронен, скорее всего, в Америке. Незадолго до смерти Фомин уже ввел переговоры о передаче архива в Россию, но осуществилось это уже после его смерти. И в заключении хотелось сказать несколько слов, прочитать из предисловий к сборнику стихов Фомина «Песни настроения», который написал живописец и график, эмигрант и близкий друг Фомина Михаил Вербов. Он написал следующее. «Когда Россия, когда революция сгубила дерево старой России, Фомин оказался одной из миллионов щепок, рассеянных по всему земному шару. Очень немногие смогли приспособить свои силы и характеры к характеру людей и мест, куда судьба их занесла. Фомин всегда и навсегда остался чисто русским, как дерево, от которого он откололся. Его поэзия, его песни и музыка полны русским духом, являются лучшим изображением русской души во всех ее разновидностях, в эмоциях, в печали, в романтике, в веселье и всегда в любви и тоске по родной земле и ее красотах. Даже когда он пишет музыку на английские слова, эта музыка звучит русской. Я думаю, что нет на свете другой щепки, которая была бы более чисто русской, чем Вася Фомин. Его поэзия, его музыка — это душа чисто русского человека. Спасибо за внимание. Хочу сказать, что я не первый раз выступаю на этой конференции. Очень рада, что все остается традиционно, по-прежнему. Надеюсь, что это продлится еще многие годы. Спасибо, что пригласили. Изыскания в столичных фондах, где могут обнаружиться материалы Шниерсона, продолжают мою работу над темой международных контактов советских музыковедов. Разумеется, тема эта необъятна. Даже сохранившиеся источники ни в коем случае не поддаются однозначному толкованию. И пока с уверенностью стоит сказать лишь одно. Термин «железный занавес», как большинство ярких и обобщающих определений, представляется скорее метафорой, чем точным отражением происходившего. Обращение к предмету началось с послевоенного периода, в котором внимание прежде всего привлекают Второй международный съезд композиторов и музыкальных критиков в Праге с 20 по 29 мая 1948 года. Дни новой музыки в Лейльцеге с 11 по 21 ноября, тоже 1948. Торжественное открытие Ассоциации немецких композиторов-музыковедов в Берлине 6 апреля 1951, где присутствовали советские представители. Многочисленные симпозиумы и конгрессы 50-х, о которых я кратко рассказывала год назад. Туда имеет смысл добавить и собственные музыкальные мероприятия, фестивали, конкурсы, премьеры, например, «Фражскую весну» знаменитой 46-го года, так как они практически не обходились без идеологической, то есть по существу музыковедческой поддержки. Пока в плане выявления участия музыковедов в подобных значимых событиях проваливаются 30-е, так как материалов о них значительно меньше. Причем вот именно участие музыковедов, потому что вот мы знаем, что был, например, музыкальный фестиваль в Италии в 32-м году, но никаких сведений о том, участвовали ли там музыковеды. Однако это не означает, что международная деятельность такого рода в этот период отсутствовала. Назову Московские архивные собрания, в которых сконцентрированы необходимые документы. Это Фонд Союзного общества культурной связи с границей ВОКС, это материалы внешнеполитической комиссии, комиссии по связям с иностранными компартиями в фонде ЦК КПСС, фонда журнала «Советская музыка», газеты «Советское искусство» и, наконец, это личный фонд Григория Михайловича Шниерсона в Российском национальном музее музыки. Первым юбилеем ученого, который можно считать отмеченным коллегами, было его 120-летие в 2021 году. К этой дате на сайте музея вышла подборка иллюстративных материалов с кратким сопроводительным текстом. И дальше вот все фотографии, взятые с этого сайта. Покажите, пожалуйста, иллюстрацию первую. Дело в том, что у Шниерсона, у его иконографии есть такая особенность. Он очень редко один на фотографиях. И это, как правило, уже старые возрастные фотографии, где он седой, в очках, с животиком. А в молодости, вот, пожалуйста, известная фотография Шестакойчем. Посмотрите, какой парень красивый. Это они сидят, собственно, в боксе, как я понимаю, на Большой Грузинской, и разбирают какие-то материалы прессы. Давайте сразу вторую. И это тоже очень известно. А можно ее как-то увеличить? Значит, Шниерсон Глер Шестакович, многократно публиковавшийся, у него хорошее качество, многократно публиковавшийся везде фотографии. Вот это молодой Шниерсон. И вот он вечно в группах, где-то во втором ряду. Как говорят мои ученики, вот на развороте страницы, там обязательно будет его фамилия с переносом. Вот он такого типа. Вообще же изучение международных связей советских музыкантов и фондом Шниерсона публикацией его эпистолярия занимается Анна Кривцова, заместитель заведующего отделом документов и личных архивов Музея русской музыкальной культуры. Таким образом, нельзя сказать, что деятельность Шниерсона не изучается, а его достижения забыты. Однако даже поверхностное обращение к биографии ученого выявляет ряд неточностей и противоречий. Они касаются прежде всего сроков его пребывания в административном статусе в качестве заведующего музыкальным отделом ВОКС, согласно сведениям разных источников, с середины 30-х до конца 40-х, либо с 42-го по 48-й годы. И вот это можно доказать с 42-го по 48-й, а вот эту первую точку зрения нет пока. И затем, как руководители иностранного отдела журнала «Советская музыка» с 48-го по 60-й, чему пока не найдено никаких документальных подтверждений. Добавлю, что даже с формулировкой должности Шниерсона в ВОКСе наблюдается некоторая путаница. Будьте добры, третью иллюстрацию? Качество соответственное, потому что с экрана. Ну что это я? Вот, значит, это у нас заведующий музыкальным отделом в октябре 45-го. Видите, написано перед Шниерсоном. А следующая, четвертая иллюстрация. Это у нас ответственный секретарь музыкальной секции при вице-президенте, между прочим, Араме Ильича Хачатуряне, который был, значит, в вице-президентом, и об этом нигде, ни в каких биографиях Хачатуряне, естественно, ничего не упомянуто. Что ж до достоверных фактов, то они были хорошо известны и ранее. На протяжении как минимум 50 лет, с начала 30-х до кончины в 82-м, Шниерсон, независимо от занимаемых фасов и должностей, практически в одиночестве осуществлял разнонаправленную коммуникацию между российскими и зарубежными музыкантами. К нему стекались многочисленные материалы, официальные запросы, личные письма, деловые документы, справки, отчеты, оригиналы и переводы откликов прессы, известных и неизвестных персон на музыкальные события. И всё это он внимательно читал, изучал, при необходимости переводил с семи языков на секундочку и направлял адресатам. А затем старался обобщить свои впечатления в кратких, ёмких, сдержанных обзорах. Анализ вербального стиля Шниерсона – дело скрупулёзное и неблагодарное, что можно сказать и о большинстве текстов его выдающихся коллег. Ну, например, Келдыш, Акелдыш – просто вот такой образцовый пример. Но с важной поправкой. В отличие от них, Шниерсон, фигурально выражаясь, находился на передовой, где каждое слово, прилетевшее из-за бруствера, по умолчанию несло опасность и только позднее, в процессе пристального рассмотрения, примерки, приобретало некую ценность, окраску и смысл. Наверняка в домашнем архиве Шниерсона сохранялись когда-то тексты, обладавшие обширным спектром содержательных значений. Однако в настоящее время в государственных хранилищах найти таковые не удалось. Осталось только то, что однозначно соответствовало партийному курсу. Неудивительно поэтому, что публицистический стиль Шниерсона лично у меня вызывает визуальные ассоциации с абсолютно ровной, матовой, одноцветной поверхностью. Невозмутимость тона, призванная подкрепить авторскую уверенность в правоте, конечно, сейчас воспринимается с иной точки зрения и заставляет задуматься, по крайней мере, над двумя вопросами. Первый традиционный, давно привычный. Насколько он верил в то, о чем писал? Второй скорее субъективного характера, который многие годы не дает покоя. Чем жил выдающийся ученый, державший на своих плетях столь тяжкую ответственность, знаток многих языков и культур, свой среди чужих, чужой среди своих, десятилетиями с удивительным успехом, балансировавший на хрупкой границе между геополитиками, мировоззрениями, фактами и их интерпретациями. Почему он, обладая столь мощным потенциалом, не сделал традиционную академическую карьеру, двигаясь от звания к званию, от степени к степени, что заставляло его держаться в стене коллекса, как на этих фотографиях, которым он, не жалея усилий, помогал в поисках и осмыслении информации, не говоря уже о переводах, число которых, более-менее близкое к реальному, не будет установлено никогда. Следующий раздел назвала «Два мира, две свободы». Толстяны в папках Воксовской корреспонденции обращают внимание тексты сороковых, относящиеся к музыке лишь косвенно. Это, например, материалы дискуссии во французской прессе, посвященные границам личной и творческой свободы художника в 1946-1947 годах. Или послание никому неизвестных отдельных лиц, взяла это выражение в кавычки, потому что это записание архива, просивших прислать адреса советских граждан для переписки. В музейном фонде Финерсона имеется перевод статьи известного австрийского музыкального писателя и общественного деятеля Альфреда Шлея «Вена после аншлюса», откуда имеет смысл процитировать небольшой фрагмент цитата. «Теперь наш дух и разум освобождены от оков. Мы находимся в первой стадии восстановления и до сих пор еще не уверены, что наша свобода – реальность, а не страстная мечта, не сон. Мы пытаемся поглотить за месяцы то, чего мы были лишены годами. Австрия умеет делать бездомными свои таланты. Она сослала Малера, Шонберка и Кшенека. Имена Берга, Вебера и Хауэра были почти неизвестны на родине. Их не чествовали, не притесняли, к ним относились насмешливо. Мы никогда не сможем отблагодарить народы, поддержавшие всех тех, кого северные варвары заставили покинуть Отечество. Но мы должны быть достаточно честными, чтобы признать тот факт, что Геббельс был не первым, кто лишил выдающихся людей средств к существованию и возможности работать в Австрии». Конец цитаты. Это 1946 год. А в 1948-м участники Международного конгресса в Праге, среди которых были представители отнюдь не только стран народной демократии, но Швейцарии, Англии, Франции, Португалии, пристрастно обсуждали все то же. Свободу и обусловленность творческих процессов, положение художника, задачи критики и обязательность сохранения ценностных основ искусства. Цитата. В стране, где народ не имеет доступ к музыкальной жизни и где все, что касается этого искусства, исключительно предоставлено частному предпринимателю, естественно, что наполнить концертный зал является какой-то невероятной проблемой. Необходимо музыканту, который в себе чувствует творческий энтузиазм, много счастья, коммерческого издательского духа и сильной воли, чтобы одержал победу своими произведениями. Конец цитаты. И можно подумать, что это какой-нибудь чех или представитель Югославии, но нет, это швейцарец. У него было самое острое выступление на эту тему. Впервые не возникает никаких сомнений, что все подобные выступления принадлежат исключительно активным сторонникам коммунистической доктрины. Ну, в таком архиве. Однако это не так. Судя по всему, шниерсоном были отобраны и оставлены десятки документов, исходя не из партийной принадлежности авторов, а из содержания их текста. Подобные послания 30-х также сохранены, причем в основном не в архивах, а на страницах периодики. Вот эти письма из Испании, письма из Бразилии, вот это все там есть. Однако и в них нередко ощущается сила обратных притяжений. Российская действительность представляется автором территории свободы, в то время, как те страны, откуда они подают вести, напротив, концентрации жестких, идеологических и прочих запретов. В 30-е, период, когда противостояние социалистической и капиталистической систем достигло одной из своих кульминаций, выживший в Горниле 20-х Советский Союз стал оплотом, примером и образцом для десятков локальных коммунистических образований. Еще большего накала это противостояние достигло в послевоенные времена, тогда многое, связанное с жизнью, культурой, наукой, бытом страны, победившей фашизм, пользовался огромным авторитетом на Западе. Давайте, пожалуйста, пятую иллюстрацию. Я специально взяла нейтральное письмо, с моей точки зрения, которое было направлено в горе с полкомом Сталинграда из Центральноевропейского отдела ВОКС 31 июля 46-го года. Пересылаем вам письма из Франции с сообщениями о переименовании некоторых улиц городов Франции в улицы имени Сталинграда. Не стала брать более яркие документы, которых там тоже куча, довольно много в разных папках. Это стихи, гимны, письма, портреты. «Пришлите, пожалуйста, портреты Сталина, великому генералиссимусу». Это я даже не стала трогать. И тоже это из Франции, из Италии, и совершенно не коммунисты, а отдельные граждане. В 90-е, когда российское общество, потрясенное валом антисталинских разоблачений, с особенным пиететом воспринимало иностранные венья, Эдуард Лимонов впервые в истории новейшей отечественной публицистики обратил внимание на диспропорцию восприятия мировым сообществом российских и западных агрессивных эскалаций, вторжений и подавлений. Начиная свой обзор с 1917 года и завершая в 80-ми, Лимонов поэтапно сравнивал количество противостояний, число жертв и убытков. Цитата. «Модель сильного режима, фашистского или полуфашистского, была в большой моде в Европе между двумя войнами и в Восточной Европе в частности. До 1939 года, более того, до 1933 года многие страны этой части Европы уже находились под властью режимов откровенно фашистских, полуфашистских или же авторитарных, постепенно эволюционирующих к фашизму. Европа была населена диктаторами. Широкому читателю известно, что был Муссолини в Италии, Салазар в Португалии, Франко в Испании, российский режим маршала Петена во Франции, дальше он пишет, как его замалчивали эти четыре года, Гитлер в Германии, но также были, не забывайте, Пилсудский в Польше, ну то есть и дальше большой список, все это я опубликую, почти все проверила, это все так. Продвигаясь далее по пути к перестройке, Лимонов сравнивал политический резонанс уже от событий после сталинской эпохи. Цитата. Современный миф лживо утверждает, что интервенции СССР в Венгрии 1956 года и Чехословакии 1968 года являлись экстраординарными злодействиями. Столь прославное вторжение в Чехословакию было лишь скромным проявлением агрессивности, возобилующей куда более худшими проявлениями век вторжений, причем это выражение, век вторжений он выделяет заглавными буквами, то есть это как термин. Решение конфликтов, идеологических, национально-колониальных при помощи прямой агрессии посылки экспедиционного корпуса было в этот период истории нормальным и единственным способом решения и признавалось вполне нормальным. Далее он приводит ряд примеров. Взяла один. Послевоенная Франция, имеющая красивую репутацию странной культуры и интеллигентности, постоянно находила в состоянии войны с 1946 по 1954 годы. Конец цитаты. Лимонов получил возможность обращения к событиям и фактам, о которых мало что знал среднестатистический советский гражданин, не по своей воле став эмигрантом в 1974 году, тогда же, когда всех высылали Растропович, испытав прелести западной цивилизации. А Шнирсон, благодаря своему уникальному положению посредника между странами и культурами, узнавал об этих событиях тогда, когда они происходили, причем из разных источников. Не только из писем коммунистически настроенных единомышленников, но и из разнополисных публикаций иностранной прессы. Получив возможность не плоскостного, но объемного обзора, сравнения, осмысления, мог ли музыкант с такой биографией не верить в то, что писал. Через его статьи разных лет красной нитью проходят три темы. Изживание фашистской идеологии, критико-капиталистической коммерциализации искусства, тревога по поводу снижения эстетического уровня произведений. В материалах, включающих подобные разделы, автор с обычной невозмутимостью выписывает резкие, оскорбительные, насмешливые инвективы. Некоторые из них и ныне воспринимаются как вполне современные. Цитата. Достаточно познакомиться с содержанием двух американских фильмов о Чайковском, чтобы понять всю невразимую тупость, эстетическую неприхотливость американских ценителей искусства. Взяла этот предмет, потому что фильмы сейчас доступны. Чайковский влюблен в русскую княгиню, которая отвечает ему взаимностью. Все дело портит отец, который не дает согласия на брак. В отчаянии Чайковский бросает все и уезжает за границу. После ряда триумфов он возвращается в Россию, но судьба в виде холеры свалила его в тот момент, когда старый князь дал наконец согласие на брак. Второй фильм. Чайковский любит французскую певицу, которую у него похищает молодой гвардеец, а вовсе не тот, за который она в результате вышла замуж. Узнав об измене, Чайковский падает в обморок. Слышны звуки романса, нет только тот, кто знал. Чайковский приходит в себя и дикой яростью ударяет по фортепиано. Звучит бомольный концерт и так далее. Конец цитаты. Причем такой же сценарий по поводу Мусоргского, и он вышел, этот фильм про Мусоргского, получила Ливанова на рецензию, и там было Мусоргский с дикой яростью ударяет по камеру, вот ровно то же самое. И причем это наш сценарий, тот американский, этот наш. Один из редких в Советском Союзе специалистов по современной и зарубежной музыке, обладатель раритетных записей, присылаемых с Запада, Шнирсон был категорическим противником чистого искусства, техники ради техники, свободной игры форм, неодушевленной авторской идеей. Резко критически, выступая против додокофонного принципа композиции в годы диктата, ученый не изменил свои точки зрения и позднее, когда взгляды, восприятия, интерпретации нередко оборачивались кардинально противоположными. Однако с течением времени Шнирсоновские тексты становились объективнее и глубже, а желание разобраться в вопросе безбоязни обвинения в низкопоклонстве перед Западом приводило к перспективным результатам. Или музыка, или додокофония, так стоит ныне вопрос, констатировал он в декабре 55-го года, привлекая в союзники Хендемит, Аннегера, Фортвенглера и других крупных музыкантов. В 1966-м вышла развернутая статья о Шонберге. В 1966-м он был первый на материале его высказываний, а в 1971-м ученый выступил с исследованием сериализма и алеаторики, впервые в России, попытавшись в рамках одного материала рассмотреть разнообразие техник последователей нововенской школы на основе теоретического разбора сочинений Булеза, Штокхаузена и Нона. То есть это наполовину такая очень скрупулезная строгая теоретическая статья, она опубликована. В 1974-м году статья Арнольд Шонберг «Музыкант и человек» была републикована в сборнике работ Шниерсона. В беседе об этом периоде Нона Шахназарова вспоминала, что ее книга «Проблема музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского Шонберга Хендемита» могла не выйти в 1975-м году. В 1975-м она вышла через 9 лет после того, как Шниерсон опубликовал свой сбор. Именно из-за главы о Шонберге, в которой он впервые в СССР был представлен не как разрушитель музыки, а как серьезный композитор собственной эстетической концепции. По-видимому, труды Шниерсона воспринимались тогда как однозначно идеологически обусловленные, хотя сейчас такого впечатления они не производят. В заключение необходимо попытаться ответить на второй вопрос, почему Шниерсон не стал карьеристом в традиционном для академической науки понимании. Раздел назвала о новаторстве и новаторстве и считаю, что это название в данном случае адекватно отражает принцип развития и светотельского метода. Шниерсон уже только по роду своей деятельности в кратких заметках, обзорах, очерках, статьях и книгах просто не мог повторять информацию общеизвестную в СССР, потому что она не была общеизвестна вообще. Подборки новостей, скрупулезно составляемые в результате прочтения десятков иностранных изданий, прослушивание недавно явившейся музыки, переписка, переводы, все это происходило личного читателя тот пласт сведений, который в иных ситуациях был для него закрытым. Думается, и на структуру книг Шниерсона повлияла эта публицистическая портретность, калейдоскопичность смены картинок. Почти все его монографии представляют собой последование очерков, эпизодов, иногда контрастных, в которых разложение фактов нередко по-журналистски превалирует над их оценками. Скорее всего, и газетно-журнальные обзоры Шниерсона, его просвещенный современник воспринимал в подобном ключе, усваивая фактологию, а идеологические фрагменты просто пропуская, каковой подход принципиально не был оригинальным. Отношение же самого автора очень точно описала Вера Васьна Гроссман в 1969 году, характеризуя книгу о музыке живой и мёртвой из шести монографий учёного, наиболее политическую обусловленную, что видно уже из названия. Цитата. Книга эта выдержала два издания, соответственно, 60-е и 64-е годы, и если их сравните, то окажется, что многое из музыки мёртвой перекочевало в музыку живую и наоборот, конец старта. Это она у нас выступала на учёном совете. Выдающийся учёный, многостаночник и первопроходец, не был обделён публикациями, признанием коллег, интересом широкого читателя. Возможно, он просто не видел смысла тратить время на подготовке к защитам, общении с оппонентами, официальной речи с этой высокой трибуны, а преподавать ему было просто некогда. Однако уже в нынешние времена нередко приходилось слышать кулуарное мнение о том, что причина на самом деле иная. Запрет на легитимную карьеру в науке для представителей определённых организаций, принадлежность к которым доказать, тем не менее, практически невозможно. Ну и ответник тоже, значит, невозможно. Начальным шагом на пути к обмене подобных мнений может стать поиск опровержений хотя бы того, что любой сотрудник ВОКСа не мог не быть связан с силовыми структурами. Будьте добры, шестую иллюстрацию, это сфотографированную в меру слабых возможностей, ориентировочный список членов музыкальной секции ВОКС, он огромный, это половина страницы, а там внизу ещё другая половина была. Значит, ориентировочно 33-м годом я его датировала, и здесь среди рекомендованных сотрудников мы видим сплошь знакомые имена. А там Ян, Василенко, Григорий Гинсбург, Глер, Иванов Борецкий, Игумнов, Кубацкий, Лам и так далее. Конечно, в список попали персоны разных моральных дарований, глупо их причесывать одной гребёнкой. И дайте, пожалуйста, последнюю. Это известная фотография, тоже с сайта музея. Это заседание Бюро музыкальной секции ВОКС, и тут тоже всё знакомые люди. Это Глиер, Асафьев, Лакшин, Шнирсон и Шапорин. А вот этого вот, который слева, я, к сожалению, пока не узнала. Это август 43-го года. Вот, значит, могу сказать, что в документах никаких следов Асафьева, Лакшина я не нашла, а вот Глиер, Шапорин и Шнирсон, да, есть. И также не надо забывать о том, я уже говорила, что пост Витя Президента в 46-м году занимал Хачатурян, а пост Президента в 45-м на секундочку Мисковский Николай Яковлевич. Так что про гребёнку я не зря сказала. И в качестве коды нельзя не сказать о том, что нынешние студенты называют плюсом в карму. Термин «железный занавес» может восприниматься метафорически в отношении многих музыкантов, в том числе и благодаря усилиям Шнирсона. В частности, перед Прокофьевым в 40-е этот занавес скорее поднялся, чем опустился. Поздний Прокофьевский эпистолярий, связанный с западными контактами, по-видимому, в полном объёме проходил через руки Шнирсона. На некоторых документах отсутствуют обязательные пометы, переданы Шнирсону. Следовательно, письмоадресаты получали в обход железной воксовской иерархии. Рисковал ли посредник? Вопрос риторический. Вся жизнь его между двумя линиями окопов была наполнена риском, независимо от того, принадлежал он к силовым структурам или нет. Тем не менее, даже во времена борьбы с космополитизмом и осуждений разнородных антисоветчиков, предателей и шпионов, Шнирсон не только выжил, но сохранил качество существования и продолжал плодотворно работать. Пока что я успела охватить лишь первые десятилетия его деятельности в журнале «Советская музыка». Только в «Советской музыке». Он ещё в других изданиях публиковался. И это уже около двух сотен материалов. Составление их более-менее полного списка, сравнение мотивов и тем в разные годы, анализ стиля, структуры, лексикона, ничто иное, как слабые попытки приблизиться к подлинной биографии этого человека, к загадке его жизни, не менее захватывающей, чем загадка творчества. Спасибо большое. Так, значит, я объявляю следующего нашего докладчика, сделав Николай Степанович, прекрасно нам всем известный, главный специалист Государственного архива Российской Федерации, заведующий архивохранилищем личных фондов государственных и общественных деятелей СССР и Российской Федерации, Москва. Так, документы об общестуденческом русском хоре имени Архангельского в Гарфе по материалам коллекции микрофильмов Музея русской культуры в Сан-Франциско, США. Продолжение следует... Краткая справка, 20 строк. Птица Главдия Борисовича о композиторе, бережоре, архангельском Александре Андреевиче опубликована в первом томе музыкальной энциклопедии в 1973 году. И никаких сведений о работе Архангельского в Праге в 1923-1924 год в этой справке нет. Выходит книга Качёва в Ленинградском отделении музыкального издательства. Книга интересна, проникнута любовью к герою книги, но тоже сведения о работе в Праге Крышкова, музыканта, композитора, в дающуюся директору огнет. И, наконец, в 2005 году в Кензе выходит монография историка, краеведа, и тоже называется книга Архангельской Александра Андреевича. И там тоже нет ни одной строки о работе его за границей. И даже автор книга очень интересная, насыщенная богатейшим материалом на основе архивных документов Пензе, Санкт-Петербурга, других городов. И тоже никаких сведений нет. И даже автор очень называет хор имени Архангельского. Называет его общественный русский хор. А ведь вы знаете, что это хор был общестуденческий русский фонд. Вы знаете, в нашем архиве хранится не так много документов о композиторе, но и есть нескольких фондов. Государственный архив Российской Федерации хранит фонд, в частности, фонд Российского Заграничного Исторического Архива, Архива, созданного в 1923 году, сто лет тому назад. Значительный вклад в комплектование архива внесли его представители в Варшаве, Женеве, Париже, Риме, многих других городах. Кроме 24 постоянных представителей в 1938 года Архив имел свыше 1500 корреспондентов в 44 странах, где проживали эмигранты из России. Правительство Чехосноватской Республики 17 июня 1945 года принимает постановление о передаче Альзия Советскому Союзу. 12 декабря того же года документы количества 350 тысяч единиц хранения под охраной 50 бойцов войск НКВД в 9 дорожных вагонах были отправлены в Москву. По прибытии в столицу их разместили в Центральном Муниверситетном Архиве Октябрьской Революции и Социалистического строительства в Москве на Большой Городской улице 17. С гор поступили из Резия фонды Белгвардейских правительственных учреждений затем документы очень много интересных документов о мигрантских учреждениях которые тоже хранятся в этом фонде. В фонде русская секция при немецком клубе Международной Федерации Женщин хранит письма композитора Гречанинова по организации концертов в 20-30-х годах в личном фонде писателя Раевского наряду с рукописями статей, очерков о Пушкине автор известных произведений письма Стравинского Шаляпина программы концертов общественного русского хора письма руководителя хора в 1933-1935 годах Ариадны Николаевны Новиковой Рыжковой в фонде объединения русских общественных организаций и благотворительных учреждений Техсловакии имеются письма коллектива общесуденческого хора имени Архангельского уполномоченного начальника управления делами русской миграции Ремену с просьбами о разрешении проведения вечеров концертов в 1941-1945 годах Документы о хоре имеются и в ряде других фондов Рождеева Материалы хора хранятся в музее русской культуры в Сан-Трансиско открытшемся в 1948 году На собрании 28 мая члены русского исторического общества приняли решение о передаче в музей архив русской культуры из тех документальных и изобразительных материалов печатных изданий Одной из основных задач музея архива стало собирание пронения документов об исторических событиях в России судьбе русской эмиграции в разных странах о жизни и творчестве ученых литераторов мастеров искусств участников гражданской войны музей архив отмечал один из его кураторов русской конкретизов не есть только наш центр куда мы должны нести все документы о прошлом нашей родины о заслугах наших выдающихся людей он является не только нашей книжной журнальной палатой но и хранилище приют всего что говорится о быте и жизни о миграции итогом многолетней подвижительской деятельности сотрудников музея стало формирование значительного документального наследия связанного с историей эмиграции деятельности ученых мастеров искусств и конечно документы о студенческом русском хоре музея русской культуры в Сан-Франциско поступили документы личных архивов хормистеров Игнатьева Касторина известных чеших оперных певцов Кудрина Панантелеева знаменитого историка Ильина огромное количество документов других известных деятелей науки и культуры поступили документы общегосударственного хора имени Александра Андреевича Архангельского Микрофильмы документов Музея русской культуры в Сан-Франциско поступили в ГАРФ в 2002-2003 годах по соглашению от 17 апреля 1992 заключенному Росархивом и ГУВЕРСКИМ институтом войны, революции и мира в декабре 2003 года они были выделены в самостоятельную коллекцию на материалы коллекции сотрудниками архива составлено 85 описей на документы общестуденческого русского хора имени Архангельского 50 описи за номером 52 хор основан в Праге в 1921 году по инициативе русских студентов как любительский хор очень много документов здесь за 20 годы списки участников хора в разный период иногда их было 50 80 а в 1924 году 120 человек уставом хора были определены его задачи это воспроизведение русских песенских сил изучение и распространение родной песни ознакомление с чешскими песнями и вообще со славянскими сведения о создании хора его творческой деятельности имеются в статьях опубликованных в журнале русской хоровой вестник журнал от издавался общесуденческим русским хором руководителем хора в 1923 24 году был композитор выдающийся хормистер Александр Андреевич Архангельский родился он 10 октября 1846 года в селе Старое Тезняково Пензенской губернии в семье священника окончил Пензенскую семинарию по теории занимался у Патулова с 1862 года регент хоров в Пензе затем Петербурге в 1880 году организовал смешанный хор исполнявшие народные песни а также произведения русской и зарубежной атласики 12 ноября 1924 года собиралось очередное решение Александр Андреевич собирался на очередную репетицию Александр Андреевич скончался в порт после смерти руководителя назван был его именем коллекция микрофильмов включала 10 журналов русский хоровой вестник за 1928 год в журнале опубликованы статьи по истории хорового дела на Руси в России за рубежом среди материалов по истории хора справки о его деятельности а также перечень выступлений уникальный элемент подробности перечень выступлений хора в 1924 1948 года вырезки из эмигрантских газет статей Игнатьева и многих других авторов об Архангельском цитирую один из документов Александра Андреевича 18 ноября 1929 года исполняется пять лет среди смерти известного композитора и выдающегося дирижера Александра Андреевича Архангельского за свою почти 60-летнюю музыкальную деятельность Александр Андреевич сделал большой флот в сокровищницу русской музыки и духовной культуры не только в России но далеко-далеко хора православного хора который бы не исполнял духовное песнопение музыки Архангельского обязанность каждого руководителя хранить память о своих замечательных людях посему общественческий хор в Праге в Праге дирижером которого было в последние годы своей жизни Архангельский постановил в день пятилетия от годовщины со дня смерти Архангельского открыть памятную доску на доме Праге где он жил и умер общественное студенческий русский хор имени Архангельского Праге обращается к вам с горячей просьбой прийти ему на помощь в ходе пожертвований и предоставление материалов касающийся жизни и творчества Александра Андреевича деньги направлять на имя казначея хора Данилевского на обращение отликнулись многие-многие эмигранты проживающие не только в Праге но и в других городах коллекции афиши концертов хора в Праге в Ужгороде и в многих других городах они проходили в Пражском зале Сметаны в храме святителя Николая в Бузах в городском музее хор исполнял произведения Глинки Чайковской Кюи Рахманинова Римского Корсикова Танеева Личининова других композиторов 31 января 1948 года на вечере посвященной посвященной памяти Ленина хор исполнил гимн Советского Союза выступал на вечере посвященном 28 годовщине Октябрьской революции в коллекции микрофильмов копии благодарственных писем многих очень много благодарственных писем хору за выступление так председатель комитета по борьбе с туберкулезом при обществе русских врачей в Чехословакии профессор Карлова университета Кувигин 10 февраля 1926 года направил письмо с благодарностью за концерт в пользу русских больных туберкулезом следующее письмо прошу передать членам хора имени Архангельского принимавших участие в пивании и в проводе на бродбище у собственного профессора академика Кондакова мою искреннюю благодарность за проявленное сочувствие по случаю позднейшей утраты писал 25 февраля 1925 года в коллегию хора Сергей Кондаков очевидно сын выдающегося русского ученого 16 ноября 1936 года русский свободный университет Праги поздравил коллектив хора с 20-летием ректор университета Новиков приветствован письме отмечал в течение этого долгого времени хор успешно пропагандировал русское искусство за пределами нашей родины и неоднократно оказывал своеценное содействие культурно-просветительской работе университета коллекцию завершает альбом с фотографиями Архангельского Чеснокова других хормистеров хора его участников фотографии похорон Александра Андреевича Архангельского открытие мемориальной доски на доме в котором она живет спасибо за внимание очень не так много документов во все обхоре но только удивление что они пока не привлекли внимание историков музыки музыковедов и моя задача сегодня рассказать кратко об этих интересах на мой взгляд документов по истории отечественной культуры и увековеченной памяти выдающейся нашего композитора и дирижера спасибо большое за внимание спасибо я объявляю последний доклад нашей секции Баркалая Анина Устовна кандидат искусствоведения доцент кафедры междисциплинарных специализаций музыковедов консерватории павалер ордена искусств и литературы франции доктор эстетики и музыковедения университета Париж 8 Исполитов Иванов Шаляпин Рахманина в Грузии эпистолярное наследие и мемуаристика этот доклад на самом деле продолжение прошлого и позапрошлого доклада на конференции и вот так получилось что моя кандидатская диссертация была посвящена русско-французскому композитору Николая Борисовича Апухова я работала во французских архивах это была диссертация совместно защищенная в университете Париж 8 и в Московской консерватории а так случилось что благодаря в общем-то случайности я имею возможность и имела до сих пор познакомиться с архивами русского зарубежа уже в другой стране в Грузии которая на самом деле как оказалось не менее интересна чем парижские сербские или архивы Бражского университета поскольку Тифлис это было одним из центров русской эмиграции после революции там одним из первых ректоров Тифлисской консерватории был Николай Николаевич Черепнин учитель Прокофьева замечательный композитор и дирижер его сын учился в этой консерватории а создание этой консерватории к созданию этой консерватории приложил руку и в общем-то решающее значение для ее создания на базе училища консерватории которая в свою очередь была создана на базе отделения русского музыкального общества императорского это это был один из ректоров московской консерватории Михаил Михайлович Ипполитов Иванов так что вы видите здесь огромные связи огромное количество интереснейших документов некоторые из которых до сих пор не были никогда известны вот сейчас вы видите первый такого рода документ это впечатление на княжны Элисабет Орбелиане о концерте Сергея Васильевича Рахманинова данный им в Тифлийском казенном театре ныне в этом здании располагается государственный театр имени Шутару Ставели это очень знаменитый театр но Рахманин в свое время там давал мягкое концерты вот первый такой концерт был дан в 1911 году 18 ноября и по следам этого концерта было написано в дневнике княгини Элисабет Орбелиане урожденной Беграционе которая была потомком грузинского царского грузинской царской фамилии фактически она по ментальности своей была не только грузинкой но и францужинкой поскольку выросла во Франции и дневник свой вела на французском языке и к счастью и я и благодаря моим французским коллегам в Грузии имела возможность с этим дневником с частью этого дневника ознакомиться и здесь как раз вот впечатление о концерте Сергея Васильевича Рахманин я позволю дать перевод на русский этого дневника прошу вас следующий файл вот как раз Элисабет Орбелиани я скажу о ней несколько слов она была выдающейся ученой дамой ну и засновательниц Тифлийского университета и она была первой переводчицей на французский язык поэму Шутару Ставель «Видите с тигровой шкуре» и очень дружила с Сергеем Васильевичем Рахманином который в первом я действительно посетил насколько зафиксировал дал концерт в 1911 году но официально он числся и на самом деле был инспектором русского императорского общества на Кавказе поэтому Тифлис скорее всего посещал достаточно часто специально зарегистрированы его приезды это 11, 13 и 15 год и даже в Грузии хранится его инструмент в Тифлисской консерватории инструмент Бекштейн который был выкуплен купцом Питойвым тоже одним из очень крупных меценатов кстати говорят на средство которого и был построен казенный театр в котором Рахманин дала свой первый концерт Алина Сабет Орбельяне она была хозяйкой кроме того очень известного Тифлисского салона здесь она изображена со своим супругом Мамукой Орбельяне князем вот и как раз будучи в этом салоне она встречалась с Сергеем Васильевичем Рахманиновым и неоднократно о чем есть воспоминания Анны Редновой уже опубликованной и собственно говоря один из своих автограф который также как одна из очень важных реликвий хранится Тулинской консерватории это написано в ее как раз альбоме автограф Сергея Васильевича с первыми нотами его сесмульной прелюдии вот дальше я соответственно это могу показать это сам Сергей Васильевич мы хорошо знаем а вот дальше вот собственно говоря вот этот автограф вот и приведу впечатление впечатление о пнягине Рахманинов прекрасен и могуч словно русская степь это довольно забавно учитывая то что в России она на самом деле никогда не была она представляла то есть Рахманинов для нее это было воплощение также русской природы к сожалению само посвящение Рахманинов начинается со слов Виктора Гюго я помню в тот день в пантеоне мне было только семь и я видел прошедшего дня Наполеона да и я также пишет княгиня я также увидела прошедшую меня Сергея Васильевича Рахманинова я я с ним говорила и я была ему представлена увы мне уже нет семи лет но вдруг я почувствовала себя очень скромной очень маленьким ребенком у меня было ясное очень отчетливое ощущение что передо мной мощная и сильная личность я увидела однако высокого долговязого дьявола дьявола но это в хорошем смысле несколько несколько своеобразного с мучительной маской но светящуюся мысль со светящимися мыслью глазами глубокими как бесконечность и лбом отмечена божественная печать руки его восхитительно длинные тонкие живые руки силы и доброты а какая музыка странная яркая и фантастическая на первый взгляд немного сложнее оригинальной как само современное искусство для них это тогда было ультрасовременное искусство и у нас уже классика это искусство возникающее из старых культур чтобы свободно и смело идти к новым горизонтам кстати говоря следует сказать что она была музыкально очень одарена и образована поэтому в общем-то она прекрасно давала себе отчет о чем говорила и в числе автографа которые оставили в ее немецкие были и самые выдающиеся музыканты включая Эдуна Бетри и Иосифа Гоффмана который кстати в то время в одно время гостил в Грузии вместе с Рахманинов и сам Рахманинов играл свой третий концерт а Иосиф Гоффман при нем же играл с оркестром Тифлисского оперного театра свой второй концерт и все это состоялось благодаря усилиям русских и грузинских музыкантов которые тогда пригласили и Рахманин и Иосифа Гоффмана с гастролями а кстати говоря в этот же момент профессор московской консерватории Рудольф Керрер он был маленьким и он его отец был фортепиано мастером и принимал Эгона Петри а в свое время я нисколько не сомневаюсь и Рахманинова и Иосифа Гоффмана в своей мастерской и об этом Рудольф Керрер как раз тоже писал в своих воспоминаниях так что если говорят что с гением нас связывает по крайней мере несколько рукопожатий то здесь эти рукопожатия становятся достаточно быстрыми и короткими я слышала Данте его ад его слезы это все впечатления книжные и его скрежет зубов я смотрела на человечество задыхающееся отчаянно дрожащее от невероятных сил вокруг меня вибрировали вой смерти все страсти все выбужденные стихи ярость бесконечное страдание тоска напряжение я хотела поговорить здесь о концерте опус 30 ах если бы в распоряжении господина Рахманова были еще необходимые условия в общем она заканчивает свое пространное письмо тем что в своей могиле великий старик из Байрета имеется ввиду естественно Вагнер должно быть повернулся чтобы протянуть руку своему равному и возможно возможно дальше многоточие но я не смею ничего предсказать я только всегда буду помнить что я тоже я видела как проходил Наполеон в общем вот такое свидетельство пребывания Сергея Васильевича в Грузии пожалуйста следующий слайд это как раз инструмент Сергея Васильевича Рахманова который был выкуплен выдающимся меценатом одним из основателей директоров императорского русского музыкального общества в Тифлисе Питоевым кстати говоря это тоже была очень знаменитая театральная фамилия которая впоследствии большая ее часть была вынуждена эмигрировать во Францию и знаменитый один основатель современного французского театра уже Жорж Питоев его сын Саша Питоев это выдающиеся французские актеры вот все все связано так или иначе получается и с Питоевым и с Рахмановым потому что впоследствии этот инструмент был также сохранен благодаря усилиям не только Питоева который как многие выдающиеся меценаты Тифлисские к сожалению поскольку неизвестно умер нищете может быть я не права я сейчас как раз изучаю этот вопрос он очень дружил кстати говоря с Михаилом Михайловичем Ипполитовым Ивановым и очень помогал русскому императорскому музыкальному обществу так вот впоследствии он с 25 года 1925 года находится в Северной консерватории и свято чтится как одна из так сказать главных реликвий которые и большая честь на нем играть я тоже имела счастье играть на этом инструменте потому что Рахманинов на самом деле собирался часто бывать в Грузию но как вы знаете обстоятельства сложились так что он также вынужден был эмигрировать из России прошу вас дальше вот это фотография начала 90-х 80-х простите годов дело в том что брат Петра Ильича Чайковского был одним из директоров Русского музыкального общества и справа вы видите молодого совсем молодого Ипполитова Иванова слева от Чайковского его супругу Варвару Михайловну Зарудную выдающуюся певицу и скажу несколько слов и о других персоналей этой фотографии это это сейчас одну секундочку это слева выдающийся виолончелист и дирижер который кстати и дирижировал тем самым концертом на котором выступал Сергей Васильевич со своим дирижировал оркестр оперного театра цифлистского это Иван Сараджишвили выросший кстати в Москве и получивший образование в Московской консерватории вот дальше справа от Чайковского очень крупный пианист окончившийся Ремель Лейпцевскую консерваторию как вы знаете хорошо это консерватория первая одна из первых Европы которая была открыта благодаря Шуману Мендельсону его звали Эпштейн и он один из основателей грузинской фортепианной школы вот дальше здесь стоит рядом с Ипполитой Ивановой в центре скрипач также очень известный скрипач выпускник Петербургской консерватории Горский выпускник класса Винявского Генрих Винявского прошу следующую фотографию а здесь вы видите фотографию довольно сложный почерк был Михаил Михайлович Ипполит Иванов Михаил Михайлович был приглашен в Тифлис он вообще приехал в Тифлис благодаря своей дружбе со своими грузинскими однокурсниками которые гружили с ним Петербургской консерватории вы знаете он ученик Римского Корсакова и в дальнейшем он именно на базе уже существовавшей музыкальной школы основанной парлампием Саванелли Алоизе Мизандари это очень крупные грузинские музыканты учившиеся в консерваториях в Москве в Петербурге Саванелли был соученик самого Чайковского и вот значит он был состватан в Пелисе 10 лет проработал в Пелисе с 1883 по 1993 год и в дальнейшем настолько именно благодаря усилиям как я уже говорила Ипполитова Иванова было на базе этого этой музыкальной школы открыто уже училище а впоследствии уже и когда возникла свободная Грузия в 1918 году то уже и консерватория и он поддерживал это и еще царю писал об этом письмо с просьбой открыть на базе училища консерватора и благодаря этому сохранилась огромная переписка которая была передана в прошлом году в наш архив Московской консерватории поскольку Ипполитов Иванов был ректором Московской консерватории это переписка с его друзьями и учениками в Грузии среди которых были выдающиеся грузинские композиторы Дмитрия Ракишвили Захария Палиашвили это авторы первых грузинских опер и дальше прошу вас а также и другим выдающимся деятелям грузинской и русской культуры которые находились в Грузии и жили в Грузии вот дальше вот это дело в том что Ипполитов Иванов действительно его жизнь в Грузии прошла как бы через все его творчество он написал оперу измена на грузинский сюжет а также он даже впоследствии уже уехав будучи приглашенным сюда в Московскую консерваторию сначала в качестве профессора потом уже став ее ректором он все время поддерживал свои отношения с коллегами а впоследствии с 1924 по 1926 год стал ректором Тифилийской консерватории и вот это концерт который как раз приурочен где-то к началу ректорства вот и посвящен он памяти Чайковского и дирижер концерт 1924 года и как раз в оперном театре и дирижер и под управлением Михаила Михайловича Ипполита Иванова прошу дальше вот а это приказ на грузинском языке о назначении Ипполитову Иванову ректором Тифилийской консерватории дальше это рукописный как бы чистовой автограф одного из его сочинений это симфоническая поэма 21 секунду этот автограф также хранится в архиве в Грузии сейчас кажется утюг сейчас забыла как называется это сочинение ну в общем-то здесь все понятно дальше так а это дружеский шарш на дирижирующего Ипполитову Иванова к сожалению мне пока не удалось узнать ясно что здесь автором является некий архитектор вот этого рисунка и следующего тоже этот рисунок сделан в 1928 году надо сказать что за дирижерский путь впервые Ипполитов Иванов стал как раз именно в Тбилиси и дирижировал многими симфоническими оперными постановками и в общем-то это так что Тифлис стал значительной вехой в его жизни не только как композитор но и как дирижер прошу дальше вот так это как раз соученик Чайковского о котором Ипполит Иванов Харламбе и Саванели о котором Ипполитов Иванов о встрече с Чайковским Ипполитов Иванов засвидетельствовал их теплую встречу в Тифлисе после многих лет разлуки он как раз был одним из основателей первой Тифлисской музыкальной школы на базе которой впоследствии возникло училище и консерватория он был замечательный музыкант он был фармейстер певец теоретик и соученик Петра Ильича дальше прошу вас это Алоиз Мизандари основатель грузинской фортепиано школы у него училась как раз профессорша Рудольфа Керрера Анна Тулашвили кстати усилиями которых был приобретен рояль Питоева Тиры Рахмани в Тифлийской консерватории Алоиз Мизандари это очень значительная фигура он учился я был хорошо знаком с Листом с Брамсом дружил с ними и сохранились воспоминания его концерта в Европе выдающийся пианист Виртуоз вот это как раз ранняя фотография первого пребывания и ты и Политовых Ивана в Грузии еще эти самые 10 лет вот вы видите здесь на этой фотографии Варвару Михайловну Зарубную благодаря усилиям которой в Тифлийском оперном театре после премьер в Москве и в Петербурге ставились премьеры опер Петра Ильича Чайковского который в свою очередь тоже 5 раз приезжал в Грузию и это было связано и с его личной частной жизнью поскольку его брат Анатолий Ильич Чайковский был также одним из директоров императорского русского музыкального общества прошу вас это очень знаменитая фотография здесь запечатлены Николай Николаевич Черепнин ректор Тифлийской консерватории с 18 по 21 год первым ректором был Николаев композитор Николаев потом был Черепнин потом он после падения оккупации независимой Грузии он уехал через Константинополь в Париж и был одним из основателей консерватории имени Рахманинова в Париже вот и рядом с ним вы здесь видите вы здесь видите рядом с ним Мелитоны Баланчеваци и Дмитрия Ракешвили прошу дальше вот это тоже фотография молодых Зарудной и Ипполитов Иванова с учениками вот точнее с ученицами Зарудная обладала бесподобным по свидетельству современников сопрано она была солисткой Киевского театра и фактически оставила свою блестящую оперную карьеру для того чтобы работать с мужем в Тифлисе и одна из основательниц можно сказать грузинской вокальной школы прошу вот это уже второй период вот это уже с ученицами в 20-е годы когда Ипполит Иванов стал ректором Тифлисской консерватории вот здесь вы видите портрет Дмитрия Аракишвили многие из писем которым адресованы кстати говоря Ипполит Иванов сделал введение в книгу Дмитрия Аракишвили о грузинском фольклоре о грузинском народ о грузинской народной песне он был фольклорист выдающийся и Ипполит Иванов кстати говоря написал еще в дореволюционное время в журнале Артист о чем есть опять-таки свидетельство и сама эта статья сохранилась очень интересную на мой взгляд выдающуюся по своим каким-то заключениям и мыслям статью о грузинском фольклоре который впоследствии использовал и в своих произведениях прошу это Захарий Палиашвили автор оперы Абисалума и Террис который каждый сезон в Тифлийском оперном театре начинается по сегодняшний день это такая традиция и в архиве который я над которым я работаю как раз есть письмо Ипполитово Иваново который прослушив эту оперу под управлением Константина Марджанова Константина Марджанешвили в Тифлийском оперном театре ходатайствует в 24-м году перед Луначарским чтобы она была исполнена в Москве так это тоже совершенно замечательная личность это князь Константина Андруни Кашвили вообще по образованию инженера путей но очень любил музыку и это близкий друг Михаила Михайловича Ипполитова Иванова который очень поддерживал и русское императорское общество и впоследствии очень многое делал для того чтобы в Грузии развилось профессиональное музыкальное образование и не только образование но очень очень много хороших вещей сделало в Грузии это как раз Милетон Баланчевазе отец знаменитого балетмейстера и дающегося Джорджа Баланчина который как вы знаете является основателем Нью-Йоркской труппы Нью-Йорк-сити Балет а также отец замечательного композитора Андрея Нилетоновича Баланчевазе сын которого Джорджа Баланчевазе уже учился в классе Аборина и Юдиной Московской консерватории был соучеником многих наших замечательных пианистов и ныне здравствующих которые у нас работают Спасибо вам большое коллеги Сейчас понимаю чуть-чуть провалился Шаляпин но он будет в публикации Вы знаете да о Шаляпине есть архив Шаляпина дело в том что Шаляпин пару слов буквально да вот вот он там хранится архив связанный с Шаляпином и с дореволюционным естественным временем поскольку свою артистическую карьеру он как раз начал на сцене цихлистского оперного театра и занимался у знаменитого цихлистского педагога Дмитрия Усатова который поставил ему собственный голос и есть и письма и воспоминания о Шаляпине в том числе его первой любви Ольге Михеевой вот которые там сохранились так что там очень много интересных фактов и документов и я об этом собираюсь писать книгу и возможно если Бог тасс и диссертацию так что большое вам спасибо спасибо а скажите еще пожалуйста отбилийского Питойва как звали сейчас одну секунду Исаи Исаи его звали их было два брата который в Париже и Саша его сын да это его сын а брат его Иван Питой был директором Тифлисского оперного театра с 82 по 86 год три брата Исаи Иван и этот Жор была вообще многодетная семья но наиболее так сказать музыкальном плане известный и в театральном Исаи и Иван и они очень дружили тоже с Ипполитовым Иваном так что все это был один круг в метеорит сердце